Рады вас всех видеть на нашем вебинаре, ждем еще минутки 2-3, потому что у нас больше 200 регистраций, а в сети пока всего вижу 8 человек, кроме меня. Глеб тоже уже на связи, готов начать вещать. Ну и, соответственно, повторюсь, еще 2-3 минуты мы подождем всех опаздывающих, потому что им всем сделана рассылка, и продолжим тогда наше вещание на темы контактирования. Мы расскажем про email-маркетинг, мы расскажем про возможности телефонии, возможности сайтов, возможности биджетов для сайтов, возможности рассылок с помощью SMS и многих-многих других вариантов работы с аудиторией во всех каналах контактирования. Наши эксперты из самых различных отраслей, все они практики, все они использовали те инструменты, которые рассказывают, и все они прекрасно знают, как их предоставить вам, как рассказать об этих инструментах так, чтобы вы могли их использовать в своем бизнесе, в своей компании, на работе, так, чтобы это было успешное применение в вашем маркетинге. Ждем еще пару минут всех опаздывающих и начинаем. Рада всех вас видеть. Глеб, готовься выступать. И еще раз. Я еще, я думаю, подключаться на тех или иных спикеров. Запись, конечно же, все получат. Мы отправим ее в течение суток после проведения мероприятия. Я отправлю выступлению Глеба Кащеева, директора по развитию сервиса Sensei, который расскажет про улучшение повторных продаж, про автоматизацию маркетинга повторных продаж, какими алгоритмами этого можно достичь, как это устроено в каких компаниях и как это должно работать в вашем бизнесе. Глеб, тебе слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Если меня слышно хорошо, то есть какие-то... Ага, отлично. Тогда начнем. Сегодня я буду говорить про повторные продажи и, в первую очередь, про алгоритмические повторные продажи, потому что понятно, что есть способ продавать путем колл-центра и менеджеров по продажам, как это происходит в B2B. Мы будем говорить про тот случай, когда к ним очень много. Для начала придется сказать о том, что, начать так, сказок, маркетинг очень часто сравнивает с войной, потому что и там, и там у нас, в общем, даже термин одинаковый, военной кампании, маркетинговая кампания. И в случае маркетинга у нас есть каналы нападения, как в войне, и защиты. Нападение – это захват новых территорий. То есть в маркетинге мы сражаемся не за земли, а за умы потребителей. И, то есть, это захват новых потребителей. Это то, что нравится всем маркетологам, особенно нравится акционерам, которые видят увеличение доли компаний на рынке путем, не знаю, привлечения какой-то аудитории новой и так далее. Но большинство маркетологов страдает тем, что забывают про защиту. Защиту в случае войны, понятно, это оборона уже захваченных территорий и выжимание из них максимум ресурсов для того, чтобы продолжать дальнейшие действия. В случае маркетинга обороны – это повторные продажи, это использование силы существующих покупателей. К сожалению, вот она остается, как правило, не получая того внимания, которое получают каналы привлечения новых покупателей. А зря, потому что на современных рынках есть такая тенденция, что прибыль с продажей не окупает стоимость привлечения покупателей. Если рынок зрелый, и вы на этом, как бы, он не новый, вы не занимаетесь какую-то очень узкую нишу, там у вас нет голубого океана, что является прекрасными случаями, но если мы возьмем общий такой кейс, что вы работаете на хорошем конкурентном рынке, который возник не позавчера, то у вас, как правило, стоимость рекламы достаточно дорога. И когда вы привлекаете покупателей через рекламные каналы, вы, скорее всего, по статистике в 95% случаев не окупите его с первой продажи, которую вы ему сделали. Это значит, что если вы ориентированы исключительно на каналы привлечения новых клиентов снова и снова и снова, то вы постепенно вылетаете в трубу, потому что, если правильно посчитать, не просто прибыль от конкретной продажи товара, такая грубая, гроз прибыль, там, не знаю, 100 рублей, вы потратили на привлечение, там, те же самые 100 рублей, и вы, вроде как, ничего живете. Но из этой прибыли, которую вы получили за товар, необходимо вычесть, там, не знаю, зарплаты работников, склад и так далее. Если мы посчитаем, нет, то прибыль, то она не окупает привлечения покупателей. Это значит, что мы должны работать с существующими покупателями, причем работать не через те каналы, через которые привлекаем новых. Потому что они очень дорогие. Работать необходимо через более дешевые каналы. Это каналы персональной коммуникации, это email-маркетинг, смс, колл-центр и так далее. Но тут возникает проблема вторая. Дело в том, что большинство маркетологов, они так уже немножко заточены на то, что маркетинг равна реклама. Понятно, что там маркетинг есть 4p, price, place, product, promotion, но, будем честны, маркетолог, как правило, ни к цене не допускает, ни к месту распространения товара. Не к самому созданию продукта. Как правило, маркетолог озабочен только promotion и из-за этого воспринимает все каналы распространения маркетинговой информации как рекламные, что глубоко неправильно. Каналы персональной коммуникации, к которым относится email-маркетинг, опять-таки смс, мессенджеры, соцсети, сообщения в соцсетях, это каналы продаж, а не маркетинга. Они работают по другим законам. Если в маркетинге наша цель донести как можно до большего круга людей наше сообщение, невзирая на то, нужно оно им или нет, то в продажах все работает несколько иначе. Мы должны выяснить у человека его потребность, познакомиться с ним, выяснить его потребность, понять, что из продукта в компании его потребность наилучшим образом удовлетворит, а только после этого сделать предложение. То есть разница в рекламе, мы предлагаем то, что хотим продать, а в продажах, в каналы персональной коммуникации, мы предлагаем то, что человек хочет купить. Как говорят в Одессе, две больших разницы. Если мы начинаем уподобляться левой картинке, именно использовать каналы персональной коммуникации как маркетинговые, как рекламные такие, то вы очень быстро сталкиваетесь с понятием выгорания базы, потому что люди перестают ваше сообщение читать, у вас база была 100 тысяч, вы отправляли, из них читала половина, потом из них читает 40%, потом 20%, потом 10%, и, к сожалению, все это может скатиться совсем до унылых цифр. А отправлять сообщения нужно интересные, полезные. Это значит, что сначала мы должны выяснить у человека, что, собственно, ему стоит послать. В этом есть, кстати, большая проблема онлайна, потому что онлайн, как правило, покупателем считает только того, кто уже стал клиентом, то, что купил. Раз. А во-вторых, все равно относятся как к нему ни к ним безликим массам. То есть вот это пришло, у нас есть некий трафик, воронка продаж, вот эта вот конверсия, вот эта такая куча покупателей, это тоже какая-то толпа. В этом плане офлайн гораздо лучше умеет работать с клиентами. Поверьте, я как бы работаю с онлайном и с офлайном в этом плане. Вот офлайн-магазины работают гораздо лучше. Они, во-первых, понимают, что покупатель – это тот, кто пересек порог магазина, тот, кто пришел. И в том числе пришел на сайт. И в нем надо распознать человека, в нем надо выяснить, у него надо выяснить его потребности, кто он такой, нарисовать себе его портрет, и после этого работать с ним персонально. То есть первый шаг, который мы должны осознать, это познакомиться со своими посетителями, не только с покупателями. Понять, что покупатель – тот, кто пришел на сайт, и познакомиться с ним. После этого у нас есть для того, чтобы правильно наш email-маркетинг, или вообще любой маркетинг, коммуникации с клиентом персональной заработал, это, во-первых, мы должны с ним познакомиться, получить разрешение на общение, что весьма непросто, я сейчас про это расскажу. Потом собрать данные, понять его потребности. Потом проанализировать эти данные, чтобы понять, что из продуктов компании ему предложить, и только на последнем шаге сделать предложение. Вот первые три шага у email-маркетологов, которые правильнее я сейчас... Даже выясню, почему после. Будет уже скоро называть CRM-маркетологами. Вот первые три шага занимает 90% времени. Иногда даже 100% времени. Потому что сделать предложение – это процесс уже сугубо автоматически. Я понимаю, что многие там еще верстают вручную рассылочки, посылают их, но если посмотреть на последние тренды, последний шаг делается автоматически. Самое главное – придумать алгоритмы, которые осуществляют первые три шага. Которые получают автоматические контакты, которые собирают данные путем автоматических алгоритмов, понимают, какого у него сегмента клиентов, что и какое предложение послать, и после этого автоматически собирает письмо его посылают. Человек задействован на первых трех шагах. Начнем с первого шага, с получения контактов. И вот тут, конечно, тоже онлайн обычно заявляет о том, что контакты они так получают во время заказов. Но, еще раз повторю, важно очень знакомиться с посетителями сайта, потому что, во-первых, за его возвращение в следующий раз вы заплатите опять у него денег рекламным каналам, что очень невыгодно. Логичнее перевести общение с ним в более дешевый канал, которым является e-mail. Он дешевле, чем рекламный канал, например, на стол. Во-вторых, есть такой параметр, как видите на экране, называется выручка от контакта. Можно прибыль от контакта, если у вас хорошая аналитика. Это вы смотрите за год прибыль или выручку, которую вы получили от своей существующей базы, например, с помощью e-mail маркетинга, делите на число контактов, получаете, сколько денег за год вам приносит каждый контакт в базе. После того, как вы осознали эту цифру, очень неплохо было бы сравнить ее с средним чеком от разовой продажи. И по моей статистике, в 85% случаев люди понимают, что им выгоднее получить контакт в базу, чем один раз продать. Логика иногда шокирует людей, которые это все посчитали, но получение контакта в базе такая же конверсия, просто она отложенная, она приносит деньги в течение года, но деньги гораздо больше. Поэтому, если ваш сайт заточен под то, что у вас приходят люди, не исключая никакого сопротивления, быстро покупают товары, оставляя минимум данных на себе и уходят, то вы работаете неправильно. Более того, сайты, которые осознали это и сделали наоборот, они сделали так, что у них невозможно что-либо посмотреть, пока не оставят контакт. Они получают гораздо больше денег, в смысле прибыли, и этот поход очень часто работает. Вообще, в принципе, получить контакт человек не так просто, как казалось бы. То есть все многие вешают подписную форму, но это не совсем правильный путь, потому что она, как правило, не работает. Из-за горе маркетологов, которые засрали все почтовые ящики с рекламными сообщениями, не вот как правильно должно работать именно рекламными сообщениями, а люди уже перестали легко оставлять свои e-mail, это некая ценность, которую надо еще постараться получить, чем-то заинтриговать. Человека что-то либо пообещать ему, либо заинтриговать. То есть либо вступить с ним в игру, чтобы он оставил вам e-mail в качестве одного из элементов игры, либо что-то пообещать, ценность, что он получит на e-mail. Только не данное, вот это вот, вы получите 500 рублей, и сейчас подпишитесь. Нет, это как бы у большинства людей, которые давно существуют в интернете, у них есть ящики для спама, которые никогда в жизни не проверяются, он вам его оставит, получит свои 500 рублей, и вы зря выкинете деньги. Нет, нужно, чтобы регулярно ценность вот эта вот некая приходила в игру e-mail. Первый способ, ну это типичная подписная форма, которую многие вешают, тут компания очень долго тестировала эту форму, всякие варианты слов, проверяла цвет кнопки, они убедились, вот это улучшится работало, но она работала плохо. Почему? Потому что мы с порога требуем e-mail. Если вы, опять-таки, обратитесь к уфлайну, то в хороших магазинах, там, где действительно продавцов обучают, как продавать, продавец никогда, во-первых, не подходит с порога, а во-вторых, никогда не подходит с вопросом первым, который может получить ответ, нет, потому что, ну, самое дебильное, что может быть в оффлайне, это могу ли вам чем-то помочь. Нет, все, продавец уходит в уголок, мнется, пока вы дальше не позовете, потому что коммуникация закрыта, вы сказали нет, больше мне нечего сказать, он может только губнить, как мегакон, а у нас скидки на это, у нас скидки на это, посмотрите на право, тут дешевый товар, то есть, начинать работать, как рекламная машина такая. Хороший продавец, подходит с вопросом, на который вы скорее всего ответите, да, он вообще не связан с продажей, это может быть хорошая погода сегодня, правда, или вот красивый товар, что-нибудь, или там ужасную погоду, а что-нибудь, с чем вы согласитесь, потому что, если, во-первых, сказали, да, коммуникация продолжается, во-вторых, есть такая психологическая особенность, то есть, человек согласился, то на дальнейшее предложение, он реагирует примерно на целых, 40 процентов походе. Да вот эту подписную форму, традиционную, тоже надо разбить на два шага, просто второй человек отвечает, Второй вопрос, выклицать, а если ты хочешь, тогда, пожалуйста, с таким, вот здесь вот простой пример, кстати, он относительно предыдущей формы, входил в конверсию, примерно раз в два с половиной, а второй, еще более ударный пример, я видел в магазине детских товаров, где хотите получить подарок для своего ребенка на его рождение, мы пришлем подарочный сертификат, введите дату рождения ребенка, да, хочу, конечно, есть родитель, не случайно попал на этот сайт, если вообще есть дети, да, хочу, на следующем этапе, куда прислать подарочный сертификат, оставьте имейл, у них до, по-моему, до 40% входящего трафика оставлял свои имейлы, что очень хороший результат, после чего, кстати, вы можете продолжить общение, потому что человек расположен, вы с ним вступили в игру, вы чем-то, вы заинтриговали, хочешь, да, хочу, вот оставьте имейл, а теперь, кстати, вы можете собрать ту самую бесценную информацию, которую потом будет очень тяжело получить, вы будете ее пытаться вычислять с помощью покупок человека и так далее, а пока продолжается диалог, очень неплохо было бы ее получить сразу, нужна вам раз, а во-вторых, и сам человек не заинтересован, если вы формулируете, что эта информация позволит вносить вам до него более точную информацию именно тех товаров, которые вам будут необходимы, он сам заинтересован в этом ответить, его не будет раздражать, очень многие заполняют вот этот самый следующий шаг формы, следующий пример, как можно получать контакт с посетителем, тоже опять не набрасываться с этой формы из порога, а продолжать, пока человек посмотрит товары, если вообще перед товаром идет покупать, то можно вообще ничего не трогать, все хорошо идет, вы на этапе покупки обязаны спросить e-mail, естественно, не забыть, а так-то все хорошо, а вот если он собирается уйти, тогда как раз, как хороший продавец, вы подходите, пытаетесь какие-то сомнения разрешить в сторону покупки, что значит пытается уйти, его мышка пересекает верхнюю границу экрана и выходит поп-ап, который привлекает внимание, он не мешает закрыть вкладку, но он привлекает внимание, обычно лучше всего предложить, прислать историю просмотра на товар на e-mail, конечно, вы можете пытаться тоже подогать скидки, но тогда все ваши покупатели начнут им пользоваться, чтобы получать скидки на все ваши товары, это правильно прислать историю просмотра на товар, это очень хорошо действует, особенно на мужчин, потому что мужчин очень часто такой интернет-магазин без мыслей купить сейчас, а для того, чтобы прицениться, помечтать, не знаю, он сейчас выбирает, вот в ноябре холодильник, который в мае купит на дачу, хочется смотреть какие модели, сколько они стоят, вы его потом никаким ретаргетелем не догоните, потратите тут кучу денег зазря, а вот если вы предложите ему прислать историю просмотра на холодильник на e-mail, чтобы они сохранились, тогда как раз вы можете получить контакт. И главное, после того, как вы получили контакт, вот не влог, когда человек подписался на маркетинговую информацию, а под предлогом подачного сертификата, историю просмотра на товар, покажите им опять следующий шаг в форму, скажите, у нас вот есть такие рассылки, вот их контент, может посмотреть, как они выглядят, они уходят по таким-то дням, можете отрегулировать частоту рассылок и так далее. Поверьте, большинство людей, оставив e-mail, опасаются, что вы начнете бомбить их совершенно ненужными вещами очень часто и так далее. Поэтому вы же интересы заполнить это. Очень много людей, из тех, кто оставил e-mail, проходят вот этот следующий шаг и разрешают вам рассылки просто по ограниченной группе товаров с такой-то периодичностью и так далее. Конечно, не все, но поверьте, вот эта вот та часть, которая это не заполнит и отвалится, она вам не особо нужна, просто если вы начнете просто так посылать, они вас вам добавят. Они не любят рассылки по определению, и с ними надо контактировать по другим каналам. Дальше, после того, как вы получили e-mail, ни в коем случае не надо отправлять простое тупое письмо, спасибо вам за подписку. Потому что, видите, вот этот график показывает, что даже восьмое письмо Welcome серии работает лучше, чем регулярная рассылка. У вас еще горячий контакт, человек только что оставил вам e-mail, и надо этот контакт всячески дергать. Не надо посылать им однотипные письма, надо проедить креатив. Первое письмо, спасибо за подписку, кстати, вот у нас там таких же текущих маркетинговых акций. Следующее письмо, а у нас для новичков, если человек не строгирован, предыдущие на общие, а у нас для того, что свежих подписчиков есть особый маркетинговых акций вот такая. Кстати, неплохо было завести такую акцию. А третье письмо, а вот мы в соцсетях, четвертое письмо, а вот смотрите отзывы других покупателей, человек до сих пор ничего не купил, он все сомневается, мы его показываем, снимаем с рактой покупкой. Вот отзывы других покупателей, как мы довольны. А вот у нас приз там еще сейчас для тех, кто там что-то сделает. А вот посмотрите у нас опрос, а что собственно не так? Мы вот вам предложили скидки и так далее. Вы сейчас просто временно не нуждаетесь на что вам неинтересно, у нас цены неинтересные, спросите человека и так далее. Вот эта welcome серия должна продолжаться писем 5-6 как минимум, после чего только человек попадает в регулярную рассылку и не среагировал у меня на одну из предыдущих писем. Дальше еще один тренд, который в массовых рассылках в последнее время наблюдается, это раньше кто считал, что чем чаще вы посылаете, тем лучше. Сейчас это сломалось, потому что люди устали от e-mail в таком количестве. И если, во-первых, падает с сети, но это все знали, но все считали, что частота рассылок выкомпенсирует вот это падение кликабельности на письмах в письмах, и поэтому он все равно выгодит писать чаще. Сейчас есть вот этот график, он, конечно, в разных сегментах e-commerce немножко разный. То есть вот это вот кривые, они похожи, но они сдвигаются влево или вправо, почитать рассылок, зависит от того, как часто нужно на товар. Вот эта частота рассылок примерно характерна для магазинов одежды, приведенная. Для продуктов питания она будет сильно сдвинута вправо, потому что люди покупают продукты чаще, и они согласны получать чаще рассылки. Для каких-нибудь бытовой техники она будет сдвинута сильнее влево, потому что там две рассылки в месяц будет более чем достаточно, потому что человек бытовую технику покупает не так часто. Но в среднем картина одинаковая. Есть некий пик, который на самом деле намного меньше, чем большинство компаний привыкли посылать. После чего ваша выручка при повышении частоты рассылок не растет, а база, наоборот, как уменьшается. Вы теряете контакты в базе, люди отписываются, а каждый контакт это прибыль. Потеря контакта в базе это убыток. Поэтому лучше найти для себя оптимальную частоту рассылок, как правило, на 2-3-4 раза в месяц не чаще, и ее придерживаться. Следующий тренд, который хотелось писать, это как раз та самая история, что не надо посылать всем одно и то же. Даже массовые рассылки, когда вы мало что знаете о человеке, не можете посылать ему клигер, должны быть глубоко персонализированы. Значит, вот эту смену вот таким простыням о том, что у нас сегодня на склад поступили такие товары в техническом маркетинге, они разделяются на индивидуальные письма. Они работают намного лучше, как видите, по графику, чем в обыкновенной рассылке. Более того, это может быть одна и та же, одно и то же письмо, которое каждому клиенту выглядит по-разному. То есть вот этот макет, который здесь приведен, он абсолютно одинаково рекланирует одно и то же, по сути дела, маркетинговую акцию на спортивные товары. Только одной женщине, которая походница с детьми, мы предлагаем одни, акцент на одни товары, а другой соответственно на другие. Рекламируется одна и та же маркетинговая акция. Один и то же шаблон. Просто в шаблоне ставятся условия персонализации. О том, что если сегмент, если клиент в этом сегменте мы показываем такую информацию, в этом сегменте такую информацию. Письмо отправляется один раз, но у каждого он выглядит глубоко персонально. Вот еще пример похожего на рассылки. Здесь женщина получает вот эта вот одна рассылка, но каждая женщина получила свое письмо. Почему? Потому что здесь фон подставляет фоновая картинка, подставляет в зависимости от возраста клиента. Женщина сдержает модель нейквоты. Эффективность намного выше. Понятно, здесь есть обращение по имени, у нас есть персонализация и маркетинг, у нас есть обращение по имени. вот персонализация, когда письма у каждого уходит абсолютно уникальное. При этом это одна массовая рассылка. Делается достаточно просто. Для этого нужна сегментация, во-первых. Сегментация, понятно, вообще должна быть по любому признаку, который вы, клиенте, знаете. Купил красную одежду, окей, он любит красный цвет. Купил рубашку 56 размера, окей, он большой. Вот каждый факт клиента распределить разные сегменты хороших западного ритейли таком товарном. Там количество сегментов несколько сотен, 400, 500, 600. Но я не призываю вас заботиться тем, чтобы сделать все 600 сегментов, но есть сегменты, которые точно необходимы, так называемая RFM-сегментация, а в случае email-маркетинга пользуются сокращенные временем с последней покупки и числом покупок. Это позволяет распределить клиентов на очень важные сегменты. Зеленые это чемпионы, те, кто покупает часто и много. А серые те, кто вообще нам нафиг не нужен, они почти ничего не покупают и делают очень редко. Красные сезоны это те, кого мы обязательно должны реактивировать, потому что они покупали много и перестали. Если мы их вернем, мы заработаем очень много денег. Ну и так далее. Теперь по поводу того, что я говорил, что маркетолог должен постепенно перепрофилироваться в серые маркетологи. Потому что вот пример рассылки она составляется абсолютно автоматически без участия человека. Если проедена сегментация, если настроен алгоритм персональных товарных рекомендаций, а в большинство имел платформы, нами и другими нашим документам уже предлагается вообще как стандартный пакет бесплатно в поставительном маркетинге. Если вот это все настроено, то у нас дизайнер готовит набор картинок для рекламных кампаний, в том числе в баннерах и так далее, для использования в соцсетях, в постах и так далее. Мы соответственно вставляем эту картинку автоматически из нужной папочки. Она вставляется в рассылку. Даже может вставляться текст вашего последнего удара поставить ВКонтакте, потому что контент-маркетинг помогает продавать, это очевидно, делает письма интересными, их открывает, читает, поэтому здесь можно и текст ставить. Это у вас не прямо одежда, которая на вал-эффекте работает, визуально а у вас более интересного товара, на котором можно поговорить, то здесь лучше стать какой-нибудь текст из ваших соцсетей, он тоже ставится автоматически. Дальше у нас сейчас вот эта персонализированная подборка товаров, под которой будет сейчас акции. У нас опять-таки не всем одно и то же, а в зависимости от сегмента. Дальше у нас блок персональных товарных рекомендаций, которые алгоритмы подставляют каждому товар, который ему понравится. В итоге полотно рассылки подготовилось абсолютно автоматически, но человек в нем не принимал участие. Человек работает над алгоритмами, которые составляют, а не над самими рассылками. Человек работает в CRM, маркетинговой CRM, над системой, где у вас прописаны эти алгоритмы. В качестве маркетинговой CRM, как правило, выступает платформа для email marketing, здесь она профессиональная. Профессиональная платформа на рынке сейчас в Москве российском пять штук, которые могут такие вещи выполнять. Молчимся от него чаще всего вспоминают. Он не профессиональная платформа, он платформа для того, чтобы использовать email маркетинг как рекламный канал, подбить всем одно и то же массово раз. Вот такие вещи мы делаем всего 5 платформ на рынке и я призываю не пользоваться. Email маркетолог кстати вообще в принципе такая умирающая профессия, потому что если не перепрофилируется в сером маркетолога, который придумывает алгоритмы, то он рынок покинет, потому что в данном приведенном мой примере автоматическое создание рассылки дизайн делает дизайнер, верстку там сделал один раз макеты верстальщик, прописав все условия подстановки данных туда и больше туда не принимает участие. Контент берется опять-таки соцсетей или из какой-то папочки куда складывает тот-то сочинение контент и соответственно email-маркетолог занимался сейчас, занимается часто тем, что он нажимает кнопочку пуск по сути дела и анализирует статистику. Вот кнопочку пуск даже сейчас уже может автоматически нажимать платформу, потому что у нас и наверное конкурентов тоже есть такая фишка как отправить рассылку в персональное время в течение ближайших часов 60 часов. Мы сами знаем когда каждый брюнете читает письма потому что мы каждому доставляем несколько письм в неделю а то и в день как платформа мы знаем когда человек читает письма когда он наиболее расположен открывать письма именно в вашей тематике и можем доставить вашу массовую рассылку не сразу послать всем а определить каждому персональное время получения доставить именно в тот момент когда он наибольшее вероятностью ваше письмо строит поэтому даже кнопочку в центре и молоке полку идеи отняли и последние тенденции на рынке автоматических продаж заключается в том что автоматический алгоритм все больше берут на себя то она позволяет автоматически выбрать какой товар к кому клиенту предложить и даже наоборот под товар могут подобрать клиентах которым лучше этот товар предложить автоаналитика соответственно мы автоматически оцениваем время получения письма как я говорил и знаем когда лучше это послать конечно часть аналитики все равно остается анализ на анализ аналитики остается на человеке Потому что статистику в части эффективности темы, письма, контент и так далее должен оценить человек, конечно, но и вообще статистику с точки зрения эффективности построенных алгоритмов. Но он меняет при этом не макетом, а меняет алгоритмы, которые их представляют. И мультиканальность тоже в тренд последнего времени, потому что e-mail, конечно, канал отличный, мы посылаем сразу готовый лендинг человеку, но не все его, не все ваши покупатели у него согласны, раз некоторых вы по e-mail не достанете никогда. Некоторые оставили вам ящик для спама, который не проверяется, и вы должны, в принципе, найти другой канал. Канал их много, большинство платформ, в частности, мы предлагаем и сообщения ВКонтакте, и сообщения в мессенджеры, и, понятно, смски, которые очень дорогие, но, тем не менее, иногда тоже эффективно работают, и пуши на сайте и так далее. При этом можно, в принципе, выбрать, сделать выбор канал автоматически, то есть перебрать для каждого клиента каналы, пока, наконец, не найдете тот, на который он среагирует, и дальше продолжать общаться по этому каналу. И это тоже можно делать автоматически платформу. Последнее, о чем хотел заикнуться, это про триггеры, потому что это самая концентрация автоматических продаж, как только может быть, и мы не должны посылать людям массовые рассылки, если он хоть как-то при себя проявил, мы можем послать ему триггер. Триггеры, это не все триггеры, самые эффективные, как видите, здесь стоит плюс процентов продажам, которые этот триггер дает нам. Суммарно, если посчитать, там порядка 50% простая продажа, если мы запускаем правильные триггеры, которые дергают человека в нужный момент, они глубоко персональные, они присылают ему то, что он ожидает получить, на самом деле, он о них не жалуется на спам, как правило, никогда не переборщились с оранжевым шрифтом в полэкранах. Поэтому триггеры очень хороши, самые измененные триггеры в брошенной корзине, как видите, 70% заказов в среднем остается в брошенной корзине, если мы включаем этот триггер, то наши продажи сразу растут от 13 до 17%. Почему не на все 70? Потому что, по правилам, мы не знаем e-mail. Если бы мы, как некоторые магазины, сразу бы на входе требовали e-mail от человека, не показывали товары, то здесь был процент гораздо больше. А иначе у нас есть куча неизвестных нам людей, которые набросали товар в корзину и ушли, но их не можно достать в полученную канал. Кстати, обратите внимание, вот эта выручка, которая справа 508 рублей и так далее, это выручка, которая получается от одного письма о брошенной корзине. Письмо стоит копейку, приносит 500 рублей выручки, дополнительный return on investment, рой, здесь просто сумасшедший. Но чем больше приносит денег, чем более женская аудитория, потому что письмо о брошенной корзине работает душа сама на женщине. Это факт, мужчины от нее реагируют гораздо лучше. У меня времени рассказывать нет, но короткий эпизод. Женщины, во-первых, очень часто ждут просто письмо о брошенной корзине. То есть на мамском форуме один раз видел, девочка, как правильно покупать вайлдберрис, кидайте товар, регистрируйтесь, кидайте товар в корзину, уходите, он вас долгит e-mail, последними e-mail присылает гигантскую скидку, возвращайтесь, покупайте. Есть люди, которые ждут письмо о брошенной корзине, если по имени придет какой-то маленький бонус или пряник, они не будут конкурентом. Есть женщины, которые сомневаются о товаре, можно обязательно показать альтернативу, а есть женщины, которые сомневаются в принципе. Они вот набросали того от корзины и ушли. Вот на них очень хорошо действует легкий упор, о том, что как-то нехорошо получилось, обещали, не купили. Пожалуйста, вернитесь. Вот здесь вообще стоять, куда пошла? Обращайте внимание. Еще вот триггер, который многие забывают, это повторная продажа этого же товара. То есть, или доппиков к нему, или повторная продажа именно этого товара. Любой товар имеет срок использования, необходимо не забывать, что даже через три года нужно предложить новую стиральную машину. Потому что, этим они работают три года. Поймите срок использования своего товара и регулярно предлагаете автоматически человеку, даже через 10 лет, догоните его письмом о том, что у вас для него новое предложение. А реактивация клиентов, который уже говорил, вот та самая красная зона на РФМ-сегментации, ценный клиент, который перестали покупать, иногда они уходят по личным причинам. То есть, ну, не знаю, выйди в магазин детских товаров, у него выросли дети, все, пока у него не будет рукав, и ему не нужно. А есть, когда это ваша вина, и ваши, нет, вы ошиблись, накосячили и так далее, и клиент остался недоволен, и от вас покинул. А ваша вина концентрируется в двух случаях. Если этот клиент активно у вас покупал, ваши товары не нужны. Это либо цена, либо это то, что вы прямо вот где-то наступили на вазоль, раздражили, ошиблись настолько, что он остался сильно обижен. Оба этих кейса можно отработать. Компания при активации посылает, соответственно, письма сначала с грустными котиками. Обернись, пожалуйста, ты нам очень дорог, и так далее. Вот тебе скидка обязательно. В письмах при активации мы отрабатываем сначала кейс плохой цены, и сдаем большую скидку. Клиент вернулся на скидку, окей. Вот с ним надо что-то придумать. Либо ему сделать персональные акции, если мы действительно хотим, и нам это выгодно ему все-таки продавать. Либо нам вообще цену пересматривать на товары, если таких клиентов очень много, то есть дело в цене. Если клиент не возвращается, стоит послать опрос о том, что, дорогой, вот ты был таким ценным клиентом, скажи, пожалуйста, что случилось, и главное указать, что этого результата опроса увидят лично акционеры, владелец, генеральный директор, кто только максимум верхушек, который может быть. Получите очень много негатива. Ну, конечно, большинство вообще проигнорируют, потому что они ушли по личным причинам и так далее. Вот та часть, которая заполнит этот опрос, она даст специальную информацию, где вы теряете лояльных клиентов. И если вы смогли изменить эту особенность своего бизнеса, то стоит послать письмо, наоборот, благодарность этим людям за то, что они дали вам сигнал, вы сменились, и теперь все ваши остальные клиенты довольны. Как правило, вот эти люди с большим негативом, которые писали много матов в этом опросе, возвращаются, проверяют, если действительно понимают, что они изменили мир к лучшему, они становятся опять вашими клиентами. Более того, он начинает вас всем советовать, знает о какие кейсы. И последний буквально слайд, который я хочу сказать, это мультиканальность. Еще раз повторю, что не используйте один email-канал, не концентрируйте. Все каналы персональной коммуникации по-разному эффективны. Кто-то дешевле, как email, но при этом читают не все. Кто-то очень дорогой, как SMS, но при этом привлекает внимание для всех. Есть промежуточное состояние, это мессенджеры и сообщения ВКонтакте. Используйте все каналы, обязательно добивайтесь энергии между ними. Желательно в рамках одной попросы. Потому что это гораздо проще. Все, я готов ответить на буквально не пару вопросов. Просто из времени я чуть вылетел. Два хвалидных слова о нас пока вы пишете вопросы. Мы за российской платформой, одна из самых крупных, точнее из российских, вообще крупнейшая по мощности писем, количеству словами писем. На рынке мы уже там выше 20 лет, он 16 лет написал. Это уже давно писал. Мы единственная платформа на рынке, которая имеет аттестат от государства о сохранности персональных данных. Аттестат соответствует от лону ПЗ-152. Поэтому с нами практически без альтернативно работает весь топ банков, государственные структуры, страховые и так далее. Мы гарантируем данные, что данные у нас находятся в безопасности. Вопросов, я так понимаю, пока никого нет. Ну, новости, собственно, этого проекта я и описывал. Те самые автоматические алгоритмы, которые у нас все больше развиваются, все больше заменяют человека. В принципе, мы стремимся к тому, чтобы в компаниях вообще не было такого понятия. Те-мал-маркетолог, чтобы они включали нашу платформу и забывали обо всем. Потому что автоматический алгоритм полностью хорошо бы продавали товары по второй раз. А давайте я конкретно не буду называть. Всего 5 на рынке профессиональных платформ. Вот мы одна из них. Еще одна платформа тут в ходе дальнейшего форма будет. Соответственно, вот, по-моему, там, эксперт-центр я видел, да? Да, мы среди них 5, не единственная российская, есть еще одна российская. Она, правда, меньше про рассылки. Она, я могу назвать, еще есть Mindbox. Она больше про лояльность и программа лояльности. Она намного дороже, чем мы в этом плане, потому что она больше про CRM управление лояльностью. Она тоже умеет рассылать рассылки. И, соответственно, так. Тоже некоторому не является конкурентом. Хотя мультиканалинский полный нет. Да, согласно закону, кстати, Российской Федерации, у нас хранение данных персональных, а e-mail относится к персональным данным, тем более в сочетании с именем и с другими данными, там, у человека. У нас это должно происходить на российских серверах, поэтому большинство западных платформ вообще нарушает в этом плане закон. Некоторые поставили при этом серверы в России номинально, поэтому используются романы западные. И если разобраться, с какого IP уходят письма и где происходит обновление базы, там, прочитал, не прочитал, кликнул, не кликнул, то это происходит на Западе, что, в общем, законно руководит. Пока мы не покарали, но у нас в этом плане идет постепенное ужесточение законодательства. Даем слово уже Павлу Киму, ведущему специалисту компании МТТ, который расскажет уже непосредственно про чек-лист маркинговых возможностей сайта, про то, как работать с воронкой продаж, как работать в телефонии и обрабатывать заявки. Павел, присоединяйся. Продолжение следует... Олег, меня слышно? Напиши, пожалуйста, в чате. Видим, слышим. Окей. Так, раз-раз. Раз-раз. Так громче, да? А лучше? Раз-раз. Окей, буду говорить громче. Так, Олег, выдавайте, пожалуйста, мою презентацию, чтобы я тоже ее видел. Так, ну все, коллеги, начинаем. Если слышно хорошо, то поставьте плюсики, и тогда я начну свой спич. Так, Валентина, плюсик. Отлично. Все окей. Коллеги, мы все начинаем. Во-первых, всех благодарю за то, что пришли в этот день. Погода сегодня пасморная, но настроение отлично. Я, со своей стороны, постараюсь максимально дать вам полезный контент, чтобы вы уже на этой неделе смогли его внедрить. Сегодня у нас очень такая интересная, насыщенная, на мой взгляд, тема. Поговорим про телефонию, как правильно выстраивать коммуникацию внутри компании, с своими клиентами, с партнерами. Для тех, кто не знает, меня зовут Павел Ким. Я отвечаю за онлайн-продажи в компании МТТ. МТТ – это один из крупнейших операторов связи в цифрах. Мы обслуживаем примерно 170 миллионов абонентов в России и за рубежом. Предоставляем в 85 городах макональные номера, 24 года на рынке. То есть, одним словом, крупная компания. Так, давайте дальше. А сегодня я расскажу про телефонию, как правильно внедрять решения, которые есть на базе услуг МТТ-бизнеса. Расскажу, как не пропускать ни одного звонка и выставить максимально эффективно коммуникацию с вашими клиентами. И в конце каждый из вас получит готовый чек-лист на аудит телефонизации в вашем бизнесе и получит аудит, получит чек-лист, как правильно использовать решения для устраивания коммуникации. Окей, постараюсь положить на 30 минут, чтобы были еще вопросы, если на них ответить. Так, смотрите, поехали. В чем суть? Сейчас большинство предпринимателей постоянно поиск, где привлечь клиентов. Все занимаются бигдейтой, устраивают сквозную аналитику. Но, к сожалению, статистика такова, что не все научились правильно устраивать коммуникацию в 3 компании. То есть не пропускать свои звонки от клиентов. И мы видим сейчас статистику, но на самом деле она не очень позитивная. То есть более, вот по секторам мы видим, то примерно сектора таких, недвижимость, реклама, пропускают примерно 40% звонков. То есть понимаете, да? Люди платят деньги за рекламу и пропускают дорогие беды. Например, если мы говорим про такой сегмент, как недвижимость, стоимость заявки в среднем достигает от 5 тысяч рублей. Если мы говорим про тремий сегмент, то стоимость заявки может достигать 20, даже 25 тысяч рублей. То есть все равно компания пропускает эти дорогие беды. Давайте вот рассмотрим. Такой пример. Допустим, вы выбираете, решили купить мобильный телефон. Вы выбрали, провели некий такой маркетинговый анализ, выбрали много различных сайтов, посмотрели. Звоните в компанию, да, и в итоге сидите 25-30 секунд ждете оператора, когда вам видит оператор. Либо вообще бывает, что хуже, когда вам кто не отвечает. То есть как часто мы видим это вот сообщение, да, в настоящий момент все операторы заняты. Я думаю, это любого клиента сильно разозлило. Идем дальше. Дети теряются покупатели. Вот здесь на слайде представлено 4 этапа, где мы теряем клиентов. Вот первый этап – это когда нам просто не отвечают. Либо второй вариант, второй сценарий, когда долгое время ожидания. Звонишь в компанию, сидишь, ждешь по 30-40 секунд. То есть, ну, в принципе, я думаю, это все понимают, все осознанные предприниматели, что так не должно быть, в принципе. А третий вариант, когда операторы либо менеджеры продажам не понимают, как правильно общаться с клиентом. То есть не понимают, что нужно выстраивать, что нужно прорабатывать скрипты, что правильно внедрять, правильно коммуницировать с клиентами. Четвертое – когда, в принципе, в компании не выстроен алгоритм, правильный алгоритм выстраивания коммуникации. Окей, смотрим дальше. Здесь у нас слайда, вы видите, что, в принципе, сейчас, несмотря на то, что все стремятся выстраивать какие-то сложные воронки с чат-ботами и так далее, все равно большинство коммуникаций приходится на голосовые сообщения. То есть, B2B, B2C, везде людям приятнее общаться с живым человеком. В принципе, ни один чат-бот на данный момент не может заменить себя в живом человека. И даже при… если вы устраиваете автоворонку, да, в последнем вот этой маркетинге, все равно хоть одна коммуникация будет приходить на голосовое сообщение. То есть, в любом случае. Поэтому помним про это. И вот главный вывод, который я хотел сделать из этих услайдов, это то, что любой звонок в компанию – это ценнейшее событие для бизнеса. Так, иногда дольше пяти минут ответа ждешь. Да, все верно, иногда даже больше пяти минут ответа ждешь. Все правильно, наверное. Это, знаете, как… такая вот есть метафора. Это, допустим, вот парень, когда хочет встретиться с девушкой, он назначил свидание, там, пришел домой, там, потрикся, прочесался, там, надушился. Все уже, этот, готов встречи. Приходит на свидание в ресторан, а девушки нет. И мало того, что и нет, так она еще и не отвечает. Вот, в принципе, это похожая ситуация, коллеги. А более 30% теряет из воронки продаж. Вот, на самом деле, вот это реально боль, боль многих бизнесов, предпринимателей. А в чем смысл? Вот мы недавно проводили исследование. Мы решили обзвонить всех, о всей компании, которые… Ну, не все компании, мы сделали такую небольшую выборку. Компании 300 нам обзвонили, а которая занимается ремонтами квартир в новостройках. То есть, в чем суть? Мы зашли в Яндекс.Директ, выбрали те компании, которые размещают платную рекламу, то есть платят деньги за рекламу, то есть за лид. То есть, логично предположить, что если компания платит деньги за рекламу, то она хочет увеличить свои продажи. И в чем… Какой был результат? Мы оставили заявку с комментарием, что нужна срочная консультация на ремонт квартиры. И что в итоге? Больше половины даже нам не ответили. То есть, вот такая вот статистика. В принципе, даже можно не обзванивать, даже мы сами просто ежедневно, мы все с вами постоянно заказываем. То есть, мы там что-то покупаем, как и все наши клиенты. Вы тоже возьмите и ослежьте все эти моменты, когда вы ждете, как с вами общаются, как долго вы ждете вообще, когда будет менеджер на связи. То есть, постоянно отслеживаете и увидите, что есть такая проблема. Окей? И теперь, что я хотел бы сказать. Где бизнес теряет свои деньги? То есть, мало кто вообще понимает, что любой звонок, который поступает в компанию, то если компания размещает рекламу в интернете, то любой звонок стоит денег. И, к сожалению, предприниматели и менеджеры, они не понимают, что это не просто пропущенный звонок, это пропущенная прибыль. Это вот главный месседж, который я хотел бы вам сказать. Давайте посчитаем, допустим, на примере ремонта квартиры, сколько бизнес теряет денег. Вот исходные данные. Компания занимается ремонтом квартир на настройках, средний чек 185 тысяч рублей, маржинальный 30% 55 тысяч 500 рублей, и стоимость лида, то есть стоимость рекламы потрачена на один вид, 3 тысячи рублей. Количество звонков в месяц поступает 900. И количество пропущенных, количество недодуман 25%. Исходные данные. Так, поехали дальше. Что мы видим в итоге? Если компания теряет 25% звонков, это составляет 225 звонков. Если мы переводим это в деньги, в прибыль, то есть компания теряет в месяц примерно 675 тысяч рублей. А если переводить в прибыль, то это получает практически 2,5 миллиона рублей. То есть понимаете, это такие серьезные, большие цифры, которые, к сожалению, не каждый предприниматель, бизнесмен считает. Это, кстати, реальный кейс, поэтому если вы занимаетесь бизнесом, то всегда держите в голове, что звонок – это ценнейшее событие для вашего бизнеса. Вот, как я и сказал ранее. Это очень важно понимать и осознавать. Давайте резюмируем, что я сказал. Значит, первое, что есть реальная проблема. Все предприниматели гонятся за какими-то новыми тенденциями, которые есть сейчас на рынке, там, автоворонки, там, чат-боты и так далее. Но при этом не научились устраивать правильную коммуникацию внутри своей компании. Второй момент – звонок – это ценнейшее событие для бизнеса. Вот прям буду говорить по 100 раз, повторять это. Надеюсь, что вы это запомните. То есть обязательно все звонки должны у вас отрабатываться на 100%. Так, идем дальше. Какие основные проблемы возникают у бизнеса? Смотрите, вот есть компании, которые до сих пор используют одноканальную связь. Допустим, если компания изобретает, изготавливает какие-то детали для завода, есть один только клиент, это завод. Соответственно, если эти детали полностью изготавливаются под один завод, тогда, в принципе, одноканальная связь она вполне устроена. Позвонил-то Иван Петрович, сказал, мне нужно 100 деталей, все, Иван Петрович, будет сделано. Окей, никаких рекламных звонков ничего нет. Все очень просто. В этом плане одноканальная связь вполне устроена. Есть компании, которые используют аналоговую связь. Аналоговую офисную АТС, так скажем. В чем смысл? Здесь, в принципе, все понятно. Единственный минус для компании, особенно для малого и среднего бизнеса, эксплуатация и масштабирование, и мобилизация такого решения стоят больших денег. И я расскажу вам про то, как используют большинство компаний, успешно используют аналоговую офисную АТС. Про это я сегодня буду рассказывать. И поделюсь простыми кейсами, которые используют наши клиенты, наши партнеры. Так, поехали. Сейчас я вам дам вот 7 шагов основных, которые позволят вам провести аудит в вашей компании, понять, как правильно выстроить коммуникацию. Первый момент – это активировать все каналы коммуникации с клиентами. Это очень важно. В чем суть? В любом случае, мы все равно работаем с людьми. Это важно понимать. То есть, все равно все общение происходит с людьми. Есть люди разные. Есть люди сангвинники, меланхолики, метроветы, амбиверты. Кому-то проще общаться по телефону. То есть, позвонить в компанию, сказать «Алло, ля-ля-ля-ля-та-паля», то есть, удобно общаться голосом. Кому-то проще общаться через чат. Есть такие вот скромные ребята, да. И есть разные решения. То есть, вы должны в вашей компании внедрить все каналы коммуникации. Это онлайн-чаты, это звонки и так далее. То есть, и надо помнить о том, что есть молодая аудитория, которая, в принципе, всю коммуникацию воспринимает, всю коммуникацию с брендом, воспринимает через социальные сети, через свое мобильное устройство. То есть, для этой молодой аудитории тоже должны быть инструменты в вашем бизнесе. Про онлайн-чаты расскажет вам сегодня мой коллега, Иван Родионов, я на этом не буду себе зацикливаться. Поэтому главный месседж – активируйте все каналы коммуникации. Вот как вот на слайде изображен предприниматель, у которого много-много род. Еще, кстати, вот китайцы в свое время правильные вещи говорили, я даже это вывел на слайде, что квадратные слова не могут проникнуть в круглые уши. То есть, вы должны с вашими клиентами общаться на одном языке, это первый момент, использовать правильные инструменты коммуникации. То, что я вам сказал, лайн-чаты, фо-бэки и так далее, социальные сети. Так, идем дальше. Второй момент – исключить потерю вызовов. То есть, помним всегда, что если мы привлекаем клиентов через рекламный трафик, то каждый лид стоит денег. Это должны знать не только вы, если вы не принимаете, но еще и ваши менеджеры. Они должны понимать и нести всю ответственность за каждый пропущенный звонок. Вот, я вам говорил про решения, которые построены на моем канале, на офисе АТС, виртуальный АТС. Соответственно, вы можете сделать абсолютно, ну, в многом смысле, не так все, но очень много всего можете реально сделать. Записывать звонки, настраивать голосовое IVR, устраивать, масштабировать все ваши коммуникации. Если, допустим, клиент, менеджер не отвечает на звонок, переводить его на мобильное устройство. Причем сейчас есть такие решения, которые позволяют мобильный телефон вручать в офис на АТС. То есть, можно без проблем создать такую единую коммуникационную сеть, и все ваши звонки будут, не будут пропускаться, будут записываться, будут полностью вестись контроль над всеми менеджерами, и можно максимально эффективно выстроить связь вашей компании. Вот, кратко показываю на сайте, потом уже отправим презентацию, и познакомьтесь более подробно. То есть, всю коммуникацию можно будет контролировать, записывать и не пропускать ни одного звонка. Итак, вопросы? Вопросов пока нет. Окей, коллеги, двигаемся дальше. А, лайфхак простой, его многие компании используют, но не все. Я тоже расскажу. То есть, допустим, вы общаетесь с клиентами, то вы можете, в принципе, ввести такой маленький лайфхак, кримировать всех сотрудников, которые обрабатывают все заявки в день на 100%. Вот, маленький лайфхак, который реально помогает. Поэтому используйте. Второй момент. Контролировать качество обработки заявок. То есть, это очень важно. Все люди, все менеджеры, сотрудники по-разному общаются, кто-то правильно, кто-то правильно. И очень важно это отслеживать. То есть, правильно создавать скрипты, которые помогают лучше продавать. То есть, скрипты продаж. Нужно понимать, как общается ваш менеджер и доносит ли он те смыслы до ваших клиентов. И помогает такой инструмент, как запись звонков. Поэтому внедряйте, обязательно все отслеживайте. Я расскажу вам про простой кейс. Так, сейчас, секундочку. Да, простой кейс, который в свое время внедрили, сейчас скажу, компания Эиста. Эиста, это сеть спа-центров. В чем смысл? Кейс называется «Как конфликты привели к росту повторных продаж». В чем смысл? В компании было все хорошо, продажи начались нормально. В какой-то момент возникла проблема, стали поступать постоянно жалобы от клиентов. И что сделал директор компании? Он настроил переадресацию всех этих жалоб на свой мобильный телефон. Он прослушал записи звонков и лично общался с каждой конфликтной ситуацией, общался лично с клиентом. В итоге этого общения он выявил, что есть реальные претензии от клиента, есть проблема. И вот он все эти проблемы выписал, сеть фанализировал и создал регламент, который позволил правильно общаться менеджерам с клиентами. И этот простой регламент помог поднять продажи в них интеракции. Простой инструмент. То есть слушаешь, как общаются твои сотрудники, выявляешь все основные боли, все возражения, думаешь, как правильно на эти возражения отвечать, как их справить, и выводишь это в некий регламент, который помогает вашим менеджерам общаться грамотно с вашими клиентами. Все. Простой инструмент. И вот краткий лайфхак, как можно использовать запись звонков. У нас, допустим, в бетабизнесе есть такая возможность, все коммуникации можно записывать, анализировать. То есть что вы делаете? Три этапа. Прослушать звонки. Первый момент. Вы выбираете большую базу записанных звонков. После этого есть специальные программы. Вы записанную речь переводите в текст. Переливите в текст. И далее проверяете в тексте, какие есть проблемы, какие есть боли у ваших клиентов. После этого вы это все в отдельной фазе сохраняете, думаете, анализируете, вставляете список, как правильно работать с возражениями клиентов. Это помогает, реально помогает поднимать продажи. Поэтому, коллеги, простой инструмент. Три всего шага, который реально эффективен. Внедряйте. Внедряйте эффективность менеджеров. Что это такое? То есть нужно понимать, как работают ваши менеджеры. Как раз на базе инструментов бизнеса это можно сделать. Можно понимать, кто из менеджеров хорошо общается с клиентом, кто пропускает звонки, кто не пропускает звонки. То есть можно открыть статистику, увидеть, кто из ваших менеджеров эффективен, а кто нет. И быстро принимать решение. Вот и все. Так, вот простой, допустим, кейс называется верный алгоритм входящих звонков. В чем смысл? В компании что у нас дело? В компании была проблема с конверсией в продажу. То есть было мало продаж. И в итоге они сделали что? Они все входящие звонки рекламные переводили на тех менеджеров, которые имеют самую наивысшую конверсию в продаже. То есть все входящие звонки они переводили на самых результативных менеджеров. Понятно, да? Вторая группа менеджеров это уже такие, середняя киев. Потом если первая группа не ответила, то звонок уже переходил на вторую группу. И, допустим, если вторая группа не ответила, то на третью группу. То есть и те, кто уже всех продавал, когда были замотивированы попасть в первую группу, чтобы принимать входящий рекламный трафик. Вот простой инструмент поднимает продажи. Понятно, что не нужно переводить дорогой рекламный лифт, звонок, переводить на тех менеджеров, которые не умеют продавать. Они продаются с наименьшей конверсией. То есть есть смысл давать не только тем ребятам, которые умеют реально продавать. Вот простой кейс, верный алгоритм входящих звонков. Используйте, используют многие компании. Отлично себя зарекомендовало, поэтому внедряйте. Как допустить двигатель продаж? Долго не буду на этом останавливаться. Просто скажу, что наши инструменты, когда бизнес помогает выстраивать правильно, коммуникацию, правильно воронку в отделе продаж. То есть, допустим, этап технологии, стандарты продаж, управление продажами. То есть это наши инструменты помогают закрывать эти проблемы, которые здесь описаны. То есть нужно контролировать ваших менеджеров, записывать звонки и постоянно-постоянно контролировать все эти этапы. Идем дальше. Увеличивайте конверсию продаж промышленного номера 8800. Вот 8800 стандартное. То есть все знают, что такое 8800. То есть здесь ничего такого космического нет. Но многие думают, что это какие-то волшебные такие цифры 8800. Но на самом деле, вот еще стоит это вам сказать, что 8800 в первую очередь, это маркетинговый инструмент. То есть это инструмент, который позволяет увеличить конверсию вашего трафика в звонки. То есть думайте, если, допустим, вы выбираете квартиру. Вы же не будете звонить первую компанию и покупать сразу квартиру. Алло, что я покупаю квартиру. Правильно? Вы будете делать целые исследования. Вы выберете 10 сайтов или 20 сайтов. Откройте кучу вкладок. И будете всем названивать. Есть категории клиентов, которые умеют считать свои деньги. Я не понимаю, что если они будут звонить постоянно в разные компании и тратят на консультацию твои деньги, то они, скорее всего, не будут звонить. Они будут звонить все в компании, где есть возможность бесплатного звонка. Как раз 8800. Даже, кстати, в Америке у них этот 8800 называется free call. Так называют инструменты. И поэтому, что важно, это маркетинговый инструмент. Или, допустим, вы в регионе где-то находитесь, да, где-нибудь там, не знаю, недалеко. Вам нужно заказать какой-то там, допустим, ноутбук где-нибудь в Москве или в другом городе. Вы тоже будете звонить в компанию, там, где есть возможность бесплатного звонка, да. Ну и третий момент, конечно, есть имиджевая составляющая. Если, допустим, вы открываете сайт, видите указан на мобильный телефон, то у вас возникает ощущение, что там сидит какой-то чувачок в трусах, там, да, и принимает звонки. Такой маленький предприниматель. А когда увидят 8800, то уже как-то осознательно воспринимается, что эта компания крупная. То есть есть еще имиджевая составляющая. Поэтому, коллеги, сейчас 8800 стоит реально 3 копейки. Поэтому внедряйте, используйте в вашем бизнесе. Окей, идем дальше. Вот кейс, как выявить недобросовестность дилера с помощью номера 8800. Просто расскажу, кейс, возможно, кому-то пригодится. В чем смысл? В компании возникла проблема, в компании большая дилерская сеть была, если продажи, в основном, шли через дилера. Но была проблема в том, что коммуникации с дилерами невозможно было прослушать и писать. И в чем смысл? То есть компания купила номер 8800, и все те компании, и когда был входящий звонок, то есть шла передрессация на номер дилера. И после того, когда компания прослушала все коммуникации с дилерами, они узнали, что оказывается дилеры подают товар конкуренту. Вот и все. С помощью простого инструмента и записи звонков выявили таких вот маленьких мошенников. Так, что дальше? Интеграция, интегрировать телефонию с системой, с CRM-системой. Это самый популярный кейс, и, в принципе, все, кто решает внедрить IP-телефонию, всегда делают посвятки с CRM-системой. Я думаю, здесь все ребята уже осознанные. Так, у меня не работает. Так, Алена, к сожалению, пока не могу помочь. Надеюсь. Олег, а пробу помочь Алене? Так, дальше. Интеграция с CRM-системой. То есть, самый популярный кейс, поэтому всегда старайтесь внедрить IP-телефонию вместе с связкой с CRM-системой. То есть, позволит вам максимально эффективно выстроить вашу воронку продаж, сделать ее прозрачным и понимать, где вы теряете клиентов. То есть, все звонки вам выпадают в CRM-систему, и вы будете видеть всю историю коммуникации с клиентами. Так, в принципе, вот хотелось раз рассказать про наш API. У нас есть возможность делать более сложные кастомные настройки, поэтому можно выводить любые отчеты, можно делать более сложные кастомные решения. Допустим, если вы хотите, чтобы у вас была синхронизация этих лифоний с вашей базой данных, чтобы, допустим, VIP-клиентов могли встречать по помощи отдельных коммуникаций, там, предоставить скидку, то это тоже можно настроить. Седьмой момент – это принимать звонки в нерабочее время и выходные. Тоже простой, вообще, простой кейс, но мало кто их пользует. Хотя решение стоит 3 копейки. Так сложно нанять, там, не знаю, пару удаленных сотрудников, которые будут на выходных или вечером принимать звонки. В принципе, я думаю, ничего сложного в этом нет. Тут есть магазин «Джентли», они занимают продажей мусских аксессуаров. Они, кстати, вот такие сделали. Они просто вечером принимают звонки от клиентов. А в чем смысл? Все же, если понимаете, что это любая аудитория, у них аудитория – это молодые, там, мужчины. И, соответственно, все сидят вечером в интернете, в инстаграме. Там посмотрел, там, что 9-10, сумочку выбрал, заказал. И тебе сразу перезвонили. У клиентов бывает даже шок. Вау, вы работаете. Это сразу клиенту, там, закрываешь на продажу все. И получаешь дополнительные еды клиенты. В любом случае, мы отправим еще запись. Мы еще ведем запись отдельно. Поэтому, коллеги, прошу прощения, если какие-то проблемы возникли. Так, давайте дальше. Эффективно управлять удаленными сотрудниками. Как я говорил раньше, что есть решение SIM-FMC, которое позволяет превратить ваш мобильный телефон в офисный и в офисный АТС. То есть, в чем случается? Вы берете просто ваш мобильный телефон, вставляете SIM-карту и все. И вы превращаете свой телефон в мобильный. То есть, можно, как было раньше. Допустим, если вы устраиваете удаленный отдел продаж, вам нужно было засылать телефоник, аппараты, там, засылать программу. То есть, это реальная долгая, очень трудная история. Сейчас все очень просто. Высылаете удаленный сотрудник ваш, телефон, кто заканчивает приложение мобильное, либо SIM-карту и все, он уже подключен к вашей общей сети. То есть, все звонки будут записываться, это первый момент. А второй момент, все общение будет идти по торопам номера. Это очень удобно, особенно тем, кто занимается продажами. Допустим, многие знают, что есть такая категория менеджеров, по продажам, которым нравится по телефону мобильному продавать и общаться. Вот простое решение. Поставил SIM-ку и все, и хочешь общаешься. Так, это вот про SIM-к МС, то, что я только что рассказал. Вот удаленный отдел продаж, вот кейс. Кейс следующий. То есть, компании нужно было создать удаленный отдел продаж. И, соответственно, что они почему, кстати, решили? Потому что, во-первых, стоит дешевле, они, если не ошибаюсь, в Белоруссии решили создать отдел продаж. Они вот там привлекли специалистов, всем отправили SIM-ки, у кого не было SIM-ки, поставил мобильное приложение, МКТ-бизнес, и все. Соответственно, все коммуникации ввелись по телефону, поставили им также CRM-систему и построили быстрее, проработали KPI, чтобы все удаленные сотрудники могли правильно общаться, закрывать там на продаже, выполнять определенный объем продаж. Панков, точнее. И, в помощи простого решения, смогли поднять продажи, минимизировать свои, главное, свои расходы. Окей. Коллеги, я вот максимально быстро постарался вам все рассказать. Вот кратко я вам прикрепляю вот этот чек-лист, который позволит вам проверить, проверить в вашей компании, все ли у вас хорошо, да, с телефонией. Это простой, простой чек-лист. Буквально сядьте, пожалуйста, уделите время, посмотрите, сколько вы платите за ваш пропущенный звонок, и сколько вы теряете прибыли. Это прям архиважно, посмотрите, проверьте обязательно. Я вот уверяю, когда я в свое время работал в рекламном агентстве, вот тут помогали разным клиентам настраивать телефонию, CRM-систему. Вот вы не поверите, приходят люди, там, с большими данными, там, что-то big data просят настроить, просят настроить одну аналитику, но у них вот такие там проблемы, такие, ошибки на элементарном уровне. Это вроде большая компания, много людей работает. Поэтому проверьте, сейчас такие времена, когда вот сумма и следа постоянно растет. Ну, я думаю, все, кто занимается рекламой, понимают. Поэтому проверьте, посчитайте, и контролируйте. Как сказал. И вот резюме, как поднять продаж с помощью телефонии. Здесь я тоже указываю все шаги. Внедряйте их, у вас есть вот неделя. Какие-то вещи можно внедрить за пару минут. Поэтому обязательно внедряйте, коллеги. Надеюсь, да, кстати, вкратце, все, что я сказал, все, что я сказал по всем вот кейсам, все это мы можем делать в рамках наших услуганных бизнесов. Есть 7 дней, поэтому кто хочет потестировать, всем welcome, будем рады помочь. Контакты свои указал в первом слайде. Будет вопрос, пишите, звоните, рад ответить. Да, и рост продаж, коллеги, будет неизбежен. Если вы это все сделаете, то рост продаж будет неизбежен. Все. У меня все, коллеги. Я благодарю вас за внимание. Я вам прям вот реально благодарю, так как это делик, это сложно было сойти в понедельник. Вашей онлайн-конференции. Всем спасибо. И, кстати, мы все отправим вам Вадиму Дозорцеву, который расскажет уже непосредственно по, так сказать, путь клиента, по коммуникациям с компанией и расскажет о всех полезностях своей методики. Вадим, приглашаю тебя, присоединяйся. Всем привет. Слышно не меня. Олег, добрый день. Слышно ли меня? Я вроде бы вижу, значочки показывают звук. Илья показывает, что плюс. Все в порядке. Да, вроде бы связь есть. Ну что ж, прекрасно. Так, Олег, если ты меня слышишь, загрузи, пожалуйста, мою презентацию или скажи мне, куда нажать, чтобы она появилась. Ура! Итак, моя презентация появилась. Ну что ж, друзья. Так, чуть-чуть я освоюсь, буквально несколько секундочек. Давно не вещал на платформе вебинар.ру. Ну что ж, всех приветствую. В понедельник. В Москве. Я думаю, нас слушают не только москвичи. В Москве такое серое, серое осеннее утро. Ну, я надеюсь, все-таки мы сделаем настроение вот как на слайде. Более веселое и солнечное. С интересом слушал выступления предыдущего спикера. На мой взгляд, если вы все это будете делать, уровень управления продажами у вас резко повысится. Это и правда. Но вот любопытная история. Я сейчас расскажу, как я лично, занимаясь практически 20 лет консалтингом в сфере продаж, клиентских отношений, пришел к пониманию, что вот следующий шаг развития, трансформации процессов бизнеса это концепция Customer Journey. Путешествия клиентов. Знаете, сейчас зачастую многие инновации управленческие, вот в том числе и это, рискуют попасть в такой упрощенный вид. Все время CRM, как только появлялся, все относились как к умной записной книжке, к CRM-системе, как шутили ребята. Из Oracle это был Outlook с астероидами. Вот так же концепция Customer Journey сейчас относится упрощенно. Просто вот нарисовать некий путь, некую логику, некую логистику перехода клиента, там с сайтика куда-то и так далее. На мой взгляд, все-таки концепция Customer Journey гораздо более серьезная, глубокое понятие. И повторюсь, почему я к этому пришел. Оптимизируя многочисленные наши клиенты в процессы, помогая компаниям изменить свой процесс работы с клиентами, внедряя вот все те вещи, о которых говорил предыдущий оратор, в какой-то момент ты понимаешь, что твоя оптимизация упирается в стеклянный потолок некий. Ты улучшаешь все в компании, но клиент в какой-то момент перестает на это реагировать. Заказчики, потребители, они почему-то многие твои инновации не воспринимают. Почему? А потому что, что бы вы ни делали, клиент все равно живет своей жизнью. И очень многие наши нововведения клиентам просто некомфортные, просто неинтересные. И вот в этот момент появляется отношение к происходящему. Давайте посмотрим на нас глазами клиента, как клиенты идут к сделкам, что для них важно, почему они принимают те или иные решения. И как дальше вы увидите, парадокс в том, что как только вы начинаете смотреть на себя глазами клиента, вы вдруг с ужасом понимаете, что очень многие ваши нововведения, из лучших побуждений на самом-то деле они очень клиенту мешают. Ну, давайте чуть уже поподробнее. Хватит такой лирики. Подходить к концепту Customer Journey можно с нескольких сторон. Вот выделяю три основных таких момента. Первый момент, который мы видим на этом слайде, я буду от него именно отталкиваться, что владельцы, топ-менеджеры бизнеса недовольны происходящим. Доходы не удовлетворяют, прибыль не удовлетворяют, клиенты уходят, клиентов новых мало. То есть, такой классический маркетингово-продажный подход. Мы недовольны тем, что происходит. Соответственно, в этот момент мы начинаем думать, каким образом все-таки клиенты мыслят. Кроме этого подхода, тем не менее, есть подход следующий. Это прерогатива основных крупных компаний. Крупные компании измеряют так называемый NPS, Net Promoter Score. Это некий показатель, будут ли клиенты ваши вас рекомендовать. Вот когда этот показатель падает, то тоже есть смысл посмотреть, а что у клиента не так. И третье есть обстоятельство, очень любопытное. Вы выстроили процессы, вы прекрасно обслуживаете клиент, ваши клиенты довольны, но ваши сотрудники почему-то начинают убегать от вас. Они не выдерживают такого ритма, они не выдерживают такой нагрузки. Буквально неделю назад прошла новость, что один из российских вендоров CRM-систем, не буду его упоминать, одна из крупнейших компаний по созданию CRM-систем, CRM-систем, веб-порталов и прочее, для своих сотрудников в поддержке приглашает психотерапевтов и психологов. Такой люди живут нагрузки. Представляете, что это такое? В какой-то момент психотерапевта не хватит, люди начнут уходить. Соответственно, что-то в процессах не так, что-то в процессах не то. Но я вернусь вот к первому обстоятельству, я думаю, среди слушателей сегодня много людей, которые так или иначе руководят своими компаниями, руководят своими подразделениями, а то и владельцы своих бизнесов. Вот почему мы задаем себе по ночам этот вопрос? Где мои деньги, где моя прибыль, где мои доходы? И куда наша мысль управленческая идет в этот момент? Мы можем думать о продуктах, но изменение продукта, модификации продукта, создание нового продукта, такой долгосрочный, мучительный и очень вероятностный процесс. Мы можем думать о деньгах, о ценообразовании, но цена в современном мире это в общем не экономика, это маркетинг, против кого мы конкурируем. И чаще всего мы думаем о процессах. И мы с вами подходим к теме сегодняшнего нашей встречи. Процессы отношения с клиентами. Вот в любом бизнесе, в большом и маленьком, московском, региональном, федеральном и локальном, работающим с частными лицами и с корпоративными клиентами. Процессы можно представить в виде вот такой фигуры, такой схемы. Есть привлечения, многочисленные инструменты, привлечения онлайн, оффлайн, входящие, исходящие, инбаунд, аутбаунд, ничего такого нет. Результатом привлечения является вот эта точка, я ее показываю, сейчас попробую указочку, вот указочка, точка запроса. Для любителей англоязычной лексики в иностранных СРМ-системах это называется оппортиунити, возможность. В российских СРМ-системах это называется сделка. Ну давайте по-русски, так по-русски, запрос, готовность клиента сделку обсуждать. Соответственно, мы входим в процесс обсуждения сделки. Переговоры, определение потребности, возражения, презентации и так далее, и так далее. Результатом является сделка, договоренность, устная или письменная, коротенькая или стостраничный контракт. У каждого у вас своя специфика обслуживания сделки и развития, то есть попытка пойти с клиентом обслуживать вторую сделку, третью сделку, четвертую сделку. Так вот парадокс в том, что, друзья мои, хотя это совсем не парадокс, это данность нашей жизни, во всем этом замечательном процессе у каждого из нас низкая конверсия или, как говорят специалисты, низкий винрейт отношения запроса к сделке. Мы теряем клиентов на каждом этапе этого замечательного процесса. Статистика Google за прошлый год в российском сегменте интернета и коммерц. Конверсия в интернет-магазинах от 0,5% до 3% конверсия интернет-магазина в заполнение корзины. То есть в лучшем случае 97% посетителей за корзину не заполнят, даже не сделку, корзину не заполнят. Те из вас, кто работает в B2B, гроссмейстерский винрейт 10 к 1, 10 клиентов одна сделка. Я на своей практике встречал в B2B до 40 к 1, то есть 40 клиентов одна сделка. Мы теряем клиентов на обслуживании, часть клиентов отваливается, уходит от нас. Мы теряем клиентов на кросс-продажах, они не покупают следующие наши продукты и не пролонгируют с нами отношения. Итак, мы на каждом этапе теряем клиентов. У этого есть объективные причины. Рынок макроэкономика, мы живем в реальном мире. Конкуренция, мы не одни на рынке, конкуренты тоже имеют обыкновение отгрызать наших клиентов. Друзья мои, очень часто из лучших побуждений мы сами, продавцы, клиентский сервис, маркетологи, мы мешаем конверсии. Мы не понимаем, на какой стадии находится клиент, ему мешаем своими несуразными действиями. Но об этом чуть позже я скажу. И вот тут нам на помощь приходит концепция Customer Journey, путешествие клиента. Я вам сейчас покажу два слайда. Мое видение Customer Journey, мое видение этапов путешествия клиента в сделке. Я их выделяю 12, 6 к первой сделке и с 7 по 12 дальнейшую жизнь с этим клиентом. Давайте посмотрим на эти этапы, а потом обсудим, а что такого мы делаем несуразного, что мы мешаем клиенту на этом пути. Итак, первые 6 этапов к первой сделке. Шаг 1. Некое осознание. Вы знаете, в современном мире никто не голодает. Нет никакого дефицита. Без каждого из нас проживут клиенты. Без Фейсбука и Эппла, без Кока-Колы и урюпинского кваса, без меня, без вас, без МТС и Билайна. Всегда найдется альтернатива. Соответственно, в современном мире для того, чтобы клиент к сделке пошел, он должен что-то осознать. Давайте наберемся терпения, через несколько слайдов мы поговорим, что же такого клиента сознает, что же такого толкает его в дорогу. Вот когда этот толчок осуществляется, то клиент проходит стадию интереса. Он начинает интересоваться тем. Я думаю, каждый из вас начинает задумываться о чем-то, что ему стало интересно. Вы читаете какие-то статьи, блоги, вы заходите на YouTube, смотрите какие-то материалы, выходите на конференции, слушайте на эту тему доклады. Империя зла, Яндекс, Гугл, Фейсбук, Амазон подсовывают вам контекстные материалы на эту тему неожиданным образом. То есть вы погружаетесь в тему. И вот это погружение в итоге приводит вас на этап желания. Вот это и есть та самая потребность, о которой мечтают все маркетологи. Именно здесь формируется потребность. Желание что-то приобрести для того, чтобы ощущение недостаточности чего-то, чего бы то ни было, у частного клиента, у корпоративного клиента искупить, реализовать с помощью сделки, с помощью покупки какого-то продукта, услуга, товара и так далее. Эта потребность может быть квалифицированная, когда человек, представитель компании или частное лицо, очень квалифицированный закупщик, его потребность очень точная. Это может быть эмоциональная потребность, непрофессиональная, иллюзорная, волшебная, какая угодно. Но факт остается фактом, как только здесь потребность формируется, клиент идет на стадию изучения, он более глубоко начинает изучать те характеристики, на основании которого на следующем этапе он сделает выбор. Итак, четвертый, пятый этап изучения сравнения. Сравнение будет всегда. Сравнивать могут по деньгам, по сравнению с конкурентами. Сравнивать могут по деньгам, но не с конкурентами, а со свободными денежными средствами или возможностью привлечения кредита. То есть, со своими возможностями будет сравнивать клиент. Сравнивать могут по престижности, надежности, доступности, стоимости владения. Вот в автомобильном бизнесе сегодня это просто становится ключевым моментом. Машинку-то мало купить, страховку надо оплатить, бензин надо покупать, на то надо ездить, ремонтировать надо. А те, кто живет в больших городах, тот понимает, что парковка становится бичем владения машиной. Поэтому в Москве, например, становится очень популярно каршеринг. Люди не покупают, они просто пользуются по минуту. И так сравнение будет всегда. И в тот момент, когда сравнение в человеке происходит, неважно, это частное лицо или представитель корпоративного клиента, клиент переходит на этап шестой. Действие, экшен, переговоры. Ну, кто-то стесняется, этот этап пролетает быстро. А кто-то торгуется, просит скидочки, кто-то просит отсрочки, кто-то просит дополнительные преференции. Торговля происходит. Итак, друзья, вот к первой сделке шесть этапов проходят. Что дальше? Казалось бы, все хорошо. Нет, путешествие только начинается. Этап седьмой. Вовлечение. Что это значит? В современном мире, когда продукты, товары, услуги продаются по подписке чаще всего, не сразу, в рассрочку, то во времени, то вовлечение клиента в использованный продукт становится ключевым моментом. Ну, представьте себе, некий желтый банк, вы понимаете, да, в стране есть пять банков цветных, зеленый, синий, голубой, желтый и красный. Вот желтый банк, очень активный, он распространяет свои кредитные карточки. Я думаю, многие из вас получали такие предложения, у многих из вас есть кредитные карточки этого замечательного банка. Если вы получаете эту карту, вы ее активизируете, но вы ей не пользуетесь, вы не жикаете в ресторанах, в магазинах, в интернете, не покупаете билеты, не ходите с этой карточкой в кино, то желтый банк ничего не получает. Что он делает? Он вас вовлекает в потребление, он вас вовлекает в использование карты, кэшбэки, спецпредложения, черная пятница сейчас будет через неделю. Для чего все это? Чтобы вы жикали свои карточки. Банк живет с комиссией, от ритейла, именно поэтому он вам дает кредит, потому что на кредите он, честно говоря, не очень-то и зарабатывает. Ему важно, чтобы вы осуществовали платеж. С прошлого года компания General Motors в Соединенных Штатах Америки говорит следующим своим клиентам, ребят, подпишитесь, и в течение трех лет вы можете в 18 раз поменять машину марки General Motors, любую, выбрав ее в ближайшем официальном просто поменять. Тот самый каршеринг нас вовлекает в использовании этого замечательного инструмента. Вы продали клиенту CRM-систему, вы, скажем, интегратор, и вы должны вовлечь его в использование CRM-системы. Сотрудники вашего заказчика CRM-системы пользоваться не будут, то аренду он не продлит. И так далее, и так далее, и так далее. Мы обязаны вовлечь клиента в это потребление. Даже если у вас кафе или ресторан или бар, вы должны вовлечь клиента в том, чтобы он в вашем баре, ресторане выпил, поел, провел прекрасное время. Правда же? Почему это важно вовлечение? Потому что восьмой этап удовлетворения, если была потребность, то она должна быть удовлетворена и степень удовлетворенности клиента. Он-то и определяет, он пойдет на повторную сделку или нет. Будет у него повторная потребность, чаще всего будет, только он к вам пойдет с этой потребностью или нет. Повторная сделка то же самое, что первые шесть этапов, только гораздо быстрее вас уже знают, вам не надо завоевывать доверие при условии, что клиент был доволен взаимодействием с нами. В реальной жизни такого супер, вау, удовлетворения редко когда можно встретить. Чаще всего у клиента есть какие-то неудовлетворенные ожидания. Ваша задача на повторных сделках минимизировать неудовлетворенные ожидания, дать клиенту то, что он хочет в разумных рамках, потому что иногда у клиента могут быть слишком волшебные ожидания. Такого клиента, честно говоря, легче отказаться, чем с ним взаимодействовать. Я думаю, такой опыт был у каждого из вас. Казалось бы, на этом путешествие закончено. То есть, остаться вот на девятом этапе постоянно повторной сделки, но переходим на десятый этап. Я это назову потребительское любопытство. Это очень похоже на женский шоппинг, да, вот когда девушка, женщина идет в торговый центр, у нее есть план купить зимние спаги, но по дороге она заходит в десяток другой магазинов, покупает зимние спаги, босоножки на будущее лето, платье, юбку, блузку, косметику и прочее. Сейчас мужчины, наверное, улыбаются, когда я говорю про женский шоппинг, друзья мои, мы действуем точно так же, у нас может быть другие предметы фетиша. Мы все, мужчины, женщины, частные лица, корпоративные клиенты, у всех у нас есть определенный уровень этого любопытства. А что еще есть на рынке? А вдруг есть что-то такое, что лучше, чем у нас? Удобнее, комфортнее, дешевле, функциональнее, надежнее и так далее. Как вы понимаете, компания, отдавая себе отчет, что у клиента это любопытство есть, пытается фокусировать это любопытство у себя, на своих новинках, на своей информации, на спецпредложениях и прочее, прочее, прочее. Как говорят специалисты современного маркетинга, в современном мире компания плавно превращается в СМИ, средства массовой информации, именно для этого сфокусирует внимание действующих клиентов на себе, на своих предложениях, своих возможностях. Одиннадцатый этап лояльность. Вот именно здесь клиент практически перестает быть любопытным, он готов закрывать глаза на наши мелкие недостатки, в этом смысл лояльности, и он, в общем, остается навсегда, ну или на очень надолго с нами. И всегда выбирает, ну, чаще всего выбирает нас при появлении той или иной потребности, и более того, он разрешает нам формировать новые потребности, он коммуницирует с нами, он лояленный к нашей информации в том числе. И двенадцатый этап путешествия это рекомендация, когда клиент по собственной воле сам, не потому что вы его просили, он сам распространяет о вас прекрасные новости, вести, фидбэки, отзывы. Да, за это вы ему потом можете сделать подарок, какое-то предложение, бонус, но он это делает от души. Ну, наверное, все знают компанию, которая достигла вот в этом выдающихся успехов, компания Apple, любители, байкеры знают, что компания Harley-Davidson просто чемпион мира в этом, потому что люди просто реально фанатеют от Harley-Davidson, хотя это далеко не самый надежный, не самый быстрый и не самый дешевый, мягко говоря, байк. Но, тем не менее, огромная армия фанатов Harley-Davidson, вплоть до того, что люди делают татуировки у себя Harley-Davidson на теле, это такая ходячая реклама на пляже, в бане, там, спа-центр. Итак, друзья, 12 этапов путешествия, 12. Может быть, дальше появятся еще какие-то этапы дополнительные, да, но вот тут я и хочу заострить ваше внимание. Такое-то любопытное вещь, я называюсь синдромом аниматора, когда мы из лучших побуждений, мы мешаем клиенту идти к сделке. Повторюсь, из лучших побуждений. Не даром я назвал синдром аниматора, простая метафора. Вот представьте себе, вы вкалывали целый год без отпуска, вы были молодцы и вы заслужили отдых. И вы мечтали давно о таком, знаете, пляжном, расслабленном отдыхе. Вы садитесь в самолетик, летите в Анталию, отель все включено, 5 звезд, 5 плюс звезд. И вот вы прилетаете вечером, утречком вы просыпаетесь, идете на завтрак, вкусно кушаете, подходите к бассейну, кладете полотенечко на шезлонг, ложитесь, заказываете коктейльчик прямо в 10 утра. Ну, представляете, какой кайф. Вот вы заслужили лечь и расслабиться. И пару дней вообще ничего не делали, как медуза. В этот момент, через там 10-15 минут к вам прилетают ребята-аниматоры, задорные девчонки, прекрасные мальчишки. И не на самом чистом английском языке пытаются вас вовлечь в развлечения. Водное поло, аэробика, футбол, там все что угодно, прыжки, танцы, веселье. Вы говорите, ребят, да все прекрасно, ну, дайте отдохнуть. Через пару-тройку дней я отлимаюсь, я опять приду в норму, я с радостью буду с вами скакать и веселиться. Но сейчас я хочу валяться и лежать. Вот что происходит? Вот аниматоры, они разве что делают плохое? Нет, они проактивны, они бегут к вам, просто они не знают, или они просто невнимательны, они не понимают, на какой вы стадии своего путешествия. Вы в самом начале путешествия. Надо дать вам чуть-чуть привыкнуть, надо подойти к вам и сказать, сэр, я всегда рядом, если вам что-то захочется, не стесняйтесь, спрашивайте, но как только вы придете в себя, приходите к нам. Другая крайность, друзья мои, обученный бизнес-тренерами сейлс, на ранних стадиях взаимодействия, вот он слишком агрессивен. А теперь другая крайность, клиент уже созрел, помните, вот он сравнил, решение в общем принято, и он хочет поторговаться, этап действия. А в этот момент, опять же, перегруженный бизнес-тренерами сейлс, все пытается поговорить о потребностях, об ожиданиях, а что для тебя важно, дорогой клиент. А клиент не готов уже с ним долго разговаривать, он говорит, слушай, я решение примен, дашь мне условия хорошие, я твой, нет, я пойду к конкуренту. Наш сейлс не готов. Почему? Он тоже не понимает, на какой стадии клиент, а в данном случае, что он горячий, он опять с ним пытается говорить по-другому. И так вот очень часто продавцы, маркетологи, которые не понимая, на какой стадии клиент, начинают ему славить, зачем такие цепочки писем, или наоборот, не шлют письма, забывают про него. Сотрудники клиентского сервиса, которые решив там техническую проблему, но не переключают нашего замечательного клиента на продавцов, которые могут ему поменять тарифный план, и тогда у клиента не будет таких проблем, и так далее, и так далее. Вот все вот это, я и называю синдром аниматора, когда мы из лучших побуждений мешаем нашему клиенту, не даем ему идти к сделке. Ну, давайте посмотрим несколько, вот выборочно, выборочно, несколько этапов, потому что все 12 у нас сейчас нет возможности обсуждать. Несколько этапов. А что на этих этапах может происходить? Какие инструменты на этих этапах нам доступны? Где мы можем это делать? А с другой стороны, если клиент реагирует на какие-то наши взаимодействия, взаимодействия, большая вероятность, что он находится именно на этом этапе. Итак, тот самый этап осознания, первичный этап. А что может осознать клиент? Вот я, как раньше уже говорил, тут важно понимать это осознание. Клиент может осознать три сущности. Боль, проблему. Этот подход сформулировала 20 лет назад знаменитая компания IBM Chain Pain. Pain Chain, цепочки болей. Знаешь боли своего клиента, продаешь. Я думаю, многие из вас используют в своем даже словаре такого рода выражения, боли клиента. Знаем боли клиента, у нас есть шанс продать. Только, друзья мои, ведь не все клиенты болеют. Часть клиентов мечтают. Ну, представьте себе, семья, мама, папа, двое детей мечтают поменять квартиру. Если они не живут в этот момент в коммуналке, они не болеют. Они просто мечтают о хорошей планировке, о современном доме, о детских площадках, парке, парковке, близости к метро и хорошей экологии. Вот одновременно, да, о этих вещах одновременно они мечтают. Это мечта. А в чем разница между болью и мечтой? Парадокс в том, что или боль, или мечта, которую клиент в итоге осознал, она накладывает отпечатки на наши процессы. Когда у клиента боль, мы должны дать ему обезболивающее, мы должны снять боль. Когда у клиента мечта, мы должны долго, скрупулезно, внимательно говорить о его мечте. Почему нельзя долго разговаривать с клиентом, у которого боль? Вот метафора медицинская, с пациентом в болевом шоке медики не разговаривают, он бредит. Вот смысл слушать то, что клиент в этот момент говорит. Дайте ему обезболивающее, если такой продукт у вас есть. А вот когда клиент мечтает, вот с ним можно говорить о серьезных проектах, о серьезном среднем чеке, о серьезном взаимодействии. Но другой вопрос, что когда клиент мечтает, все мечтают похудеть, только от дивана до фитнес-центра доходят далеко не все. И остаются в фитнес-центре далеко не все. Вот, наверное, многие из вас пробовали, первая тренировочка видеть бодро, а вот утром после первой тренировочки прям вставать не хочется, как весь организм болит. Поэтому при мечте клиента изначально конверсия ниже, при боли изначально конверсия выше. Но только не надо в этот момент говорить о серьезных вещах. Болевую таблеточку дайте, болеутоляющую, и все хорошо. Есть еще третья сущность, которую может осознавать клиент. Это просто рутинная задача. Есть маркетинговая шутка, что ни одна маркетинговая стратегия не справится со списком от жены у мужчины в супермаркете. Ну, ни боли, ни мечты, корзинка, список и пошел по рядам. Правда же? Есть единственная компания в мире, которая справляется с этим списком, от компании IKEA. Вот она умеет бороться со списком, с женой и делает ровно в два раза больше нам продаж, чем мы бы хотели по списку. Так вот, когда у клиента просто задача, а как понять? А у него готовый ТЗ, у него готовый бриф, у него готовый, четкий, структурированный профессиональный заказ. Вот разговаривать с ним о потребности в этот момент не нужно. Он вам уже на этапе принятом практически решения, он уже дает, что ему нужно. Вы можете это обеспечить по правильной цене в нужное время, с нужным качеством делать? Не можете, откажитесь, бесполезно с клиентом в этот момент разговаривать о высоких материях, он все за вас решен. Итак, если у клиента задача, процесс очень быстрый и точный. Видите, эти три сущности, которые клиент может осознать, они накладывают отпечатки на дальнейшее ваше взаимодействие. А как мы можем, как компания, влиять на осознание? А посмотрите, это, собственно, вот в верхнем левом углу, это и есть зона знаменитого, всеми обсуждаемого контент-маркетинга. Контент, информация, стори-теллинг, прямой рекламе, никто уже не верит, истории, которые мы хотим слушать. Селебрити-маркетинг. Есть ли завтра Тимоти, Хабиб Нурмагамедов или Конор Макгрегор, Бьонсе, Дима Билан, кто там у нас еще звезды? Ольга Бузова, прости господи, нам что-то расскажут и сделают акцент очень такой техничный, красивый, не в лоб, а в том или ином продукте? Вот поверьте, большинство из нас, по крайней мере, об этом задумается. В этом смысл селебрити-маркетинга. Звезды у каждого свои. Для кого-то Владимир Познер, для кого-то Уоррен Баффетт или Стив Джобс «Царство небесное», или Марк Цукерберг, для кого-то та же самая Ольга Бузова. Друзья, мы здесь, нет никаких оценок. Звезды у каждого свои. И мы к ним прислушиваемся. Нативная реклама. То есть, то, что раньше называлось «Джинса», очень аккуратно, очень красивая, сделанная рекламная публикация в любом формате, но которая тоже связана с историями, которая связана с естественным описанием какой-то ситуации. Кейсы, то есть примеры. особенно в B2B-кейсе работают. «О, я тоже так хочу какой-то компании». Мотивационной речи. Выходит Томми Робинс или Радислав Гондопас или еще кто-то, и вы слушаете, и у вас это сознание приходит к вам в голову. Вы слушаете Тима Кука из Apple и идете покупать десяточку. Хотя, честно говоря, уж не сильно она отличается от восьмерочки, а восьмерочка, в свою очередь, от семерочки. Но этот процесс продолжается с каждым годом. Итак, друзья мои, контент-маркетинг, вот он-то, собственно, и призван порождать осознание. Другой момент. Если у вас есть возможность такой контент создавать, здорово, делайте, вы будете цеплять клиента на самых ранних стадиях. И тогда вам не надо будет бороться за клики в Яндексе или Гугле. Только есть единственный момент, я уже сказал, цеплять клиента. Take lead. Зацепочки-то нужно оставлять, лиды-то нужно собирать. Вы же не просто редакция, вы живете не на рекламном трафике, вы живете на том, что ваш контент порождает интерес, и вы контактные данные этих клиентов как-то у себя оставляете. Вы можете у них получать почту, телефон, их аккаунты в мессенджерах, даже в интернете, вы просто получаете их, куки вы можете ретаргетингом их догонять. Именно в этом смысл вашего взаимодействия на этапе осознания. Вы даете контент и пытаетесь собрать контактные данные. Вы можете это делать в медиа, вы можете это делать через блогеров, вот это реалии нашего времени, мы верим людям, а не компаниям. Вы это можете делать в социальных сетях, вот социальные сети именно для этого придумали. На конференциях, в бизнес-клубах, если вы в B2B. Давайте посмотрим, что происходит на этапе желания, потребности. Вот здесь-то уже поисковое продвижение контекстной рекламы. Но если у человека что-то ищет, значит, очевидно, то мы или иного в виде потребности у него есть. Она может быть горячая, она может быть прохладная, но она у него есть. Ретаргетинг. How to video сейчас очень модная и актуальная форма взаимодействия именно на этапе потребности. Видеоролики на YouTube. А как сделать, ну, например, как пользоваться тем или иным сервисом? А как приготовить из нашей крупы кашу? А как носить уги с длинным пальто? И вот в этот момент вы смотрите, и, собственно говоря, большая вероятность, что у вас уже потребность купить те самые уги, я уже не знаю, насколько они модны в этом сезоне, может, что-то другое, или кроссовки с пальто. Вот вам понадобится, у вас потребность появляется, вы пошли за ньюбелломсом и длинным пальто. тесты, презентации, вот всевозможные конкретные материалы, которые так или иначе порождают вашу потребность. Кто это может, где это можно делать? В социальных сетях, на мероприятиях, рассылками, на сайте, много инструментов, но обращаю ваше внимание, если на этой стадии к процессу подключатся люди, я это называю, две роли, контакт-центр, это телемаркетологи, те, кто звонят по телефону, и продавцы сезмены, вот если люди подключатся и подключатся, я вообще не знаю, как это правильно, большая вероятность, что вы правильно определите потребность клиента. Определить потребность клиента могут только люди, пока искусственному интеллекту и таким вот современным модным штучкам до этого, как до звезд. Друзья мои, пока человек может понять человека. А знаете почему? А потому что в основном наши потребности рациональны, они не очень здравые, вот ей-богу, мы не очень сами их четко можем сформулировать, мы не можем их четко формализовать, только человек наводящими вопросами, да, там используя элементы методики спины, если кто знает, именно элементы этой методики может вытащить, извлечь из нас те внутренние потребности ожидания, но на самом деле о чем мы мечтаем, не очень даже сами понимаем, что и как. Итак, повторюсь, на этапе потребности было бы здорово, чтобы человек уже подключался. Там нам Наталья пишет, что звук исчез, ну попробуйте перезагрузиться, или вот Олег может быть сейчас увидит и что-то вам посоветует. Этап действия. В большинстве из нас, ну те, кто не в e-commerce, никто не в интернет-торговле, этап действия это рандеву один на один продавца и покупателя. Группа продавцов, группа покупателей, если вы в B2B. Маркетинга больше не остается. Он все сделал, продажник, сделочку заключи, один на один. И вот это надо понимать, что никакими же маркетинговыми ухищрениями мы не можем помочь продавцу. Это его квалификация. Вот предыдущий спикер говорил об этом. Скрипты, подготовка. Это очень важно. Вся остальная история на всех этапах до того стоила нам денег, стоила нам инвестиции. Поэтому, дорогой сейлс, будь готов принять этот вызов. Я вам сейчас покажу маленький пример. Путешествие клиента. Честно говоря, это фрагмент процедуры таинственного покупателя, который лично я проходил по заказу заказчика. Но ситуация очень жизненная. Вот прям я сам был практически близок стать клиентом того сервиса, о котором шла речь. Пойдет сейчас речь. Чтобы вы не воспринимали историю, которую я расскажу, как рекламу этого сервиса, хотя сервис прекрасен, я вас доведу до момента, когда сотрудники сервиса обрушили мое путешествие образцово показателем. Так что ложка дегтя будет во всей этой истории. Ну представьте себе ситуацию. Вот я папа, у меня есть дети, ну уже достаточно взрослые. И вот одна из дочери говорит, пап, хочу учиться в американской бизнес-школе. Ну что папа делает? Мечты, мечты, мечты. Дочь мечтает, здорово. Я начинаю искать информацию. Вот я вижу, слушайте, образование в американской бизнес-школе. Дорогое удовольствие, черт побери. 60-65 тысяч долларов в год только за обучение. Один год, а обычно учатся два года. И надо платить за общежитие, и надо платить за жизнь, и вообще, и вообще, за учебники. Значит, надо где-то заработать быстро денежек, правда же? Ну хорошо, а где можно заработать быстро денежек? На фондовом рынке, наверное, на рынке финансовых инструментов. Вот мне начинают попадаться на глаза в разных средствах массовой информации, блогах, ведомости и прочего, информация о сервисе и Тора. Прекрасный сервис, вот я вижу всякие-всякие про него интересные материалы. В итоге я захожу на их страничку в Фейсбуке, кроме меня здесь еще миллион двести тысяч поклонников. Интересно. Видите, мое путешествие начинается. Они помогают мне лайкнуть эту страничку. Там я начинаю смотреть всевозможный интересный контент. Они мне показывают, что там с акциями происходит. Видите, в очень таком милом, симпатичном, несложном виде. Дальше они приглашают меня подписаться. Начните путешествие с ЭТОРа. Видите, они тоже используют слово путешествие. Пошел, я подписываюсь на исросылочку. Они мне начинают слать любопытные новости. Подталкивают меня к изучению. Дональд Трамп что-то там окрысился на Мексику. Наверное, можно поспекулировать на курсе ПЕСО. Кстати, реально можно. Здорово. Они мне предлагают поучиться, глубоко погрузиться в тем, поучиться в их учебном центре. Просто прекрасно. Они мне предлагают очень интересный сервис. Они мне предлагают социальный трейдинг. Смысл социального трейдинга доверия. Мы, когда идем в путешествие, нам важно с кем мы идем. И, соответственно, если у нас некая комьюнити идет в путешествие, сплоченная команда, бригада, группа, нам легче, нам проще. И вот этот сервис предлагает, слушай, дорогой клиент, не думай, не мучайся, а просто следи за нашими лучшими игроками. И повторяй одной кнопкой то, что делают они. Правда же, это очень удобно? Это не мы тебе продаем сервис. Они тебе показывают, что делать. Видишь, какие они успешные у них там. 60% плюс к портфелю, 200% плюс к портфелю. Правда же, очень все красиво, очень все мило. Вот такое замечательное путешествие от осознания, интереса, сравнения. И вот тут ключевой момент, как я уже говорил, я обещал довести до плохого момента в этом путешествии. Сдается звонок. Очень правильно, да, то есть в какой-то момент вот этот их человек на телефоне понимает, что я зарегистрирован, что я с ними коммуницирую, я пользуюсь, захожу на их странички всевозможные. Пора меня уже вовлечь в бизнес, правда же? Он звонит мне и говорит, в один. Пора заводить деньги, пора выходить на рынок. Я уже зарегистрирован. И тут ключевой момент. Я говорю, слушайте, дорогой Максим, я не могу, я на встречу, вы можете перезвонить через час? Он говорит, да, конечно. Пускай трубочку. И перезвонит мне через час, но через неделю. Вот, друзья мои, я не шучу, ровно через неделю Максим мне набирает. Вот, если использовать эту метафору Джорни, представляете, хороший туроператор взял вас с такси из дома, отвез в свое Метео, посадил в комфортабельный Боинг, отвез в Анталию ту самую и в комфортабельном аэропорту города Анталии сказал, постойте здесь, через 15 минут приедет автобус. И автобус приедет через неделю с кондиционером, телевизором, Кока-колой, но через неделю что вы будете делать в аэропорту Анталии? Вот так же и я и замечательно Максим, понятно почему. Он не записал в СРМ-систему или он был занят в этот момент и меня он не предупредил. Могу предупредить, никакой проблемы в этом нет. Он взял и мое путешествие и испортил. Вот, к сожалению, именно так в реальной жизни все и происходит. Мы ведем клиента и в какой-то момент мы не вовремя звоним, мы пишем не то, мы предлагаем не то, мы забываем или наоборот мы слишком назойливы. Мы это путешествие ломаем. Не повторяйте таких ошибок. Ну, это была такая большая теоретическая вводная. Я надеюсь, у вас такое осознание, интересы к этой теме появляются. А теперь практика. Практический момент. А вот как на практике использовать концепцию Customer Journey? Вам доступен прекрасный, абсолютно, Сергей, вот именно это я и пытаюсь доказать, объяснить, пояснить. Очень часто человек рационален, он в этом путешествии странно себя ведет. Наша задача быть максимально комфортными к нему, если это экономически оправданно и по крайней мере своим рацио не мешать его эмоциональным решениям. Так вот, если мы с вами нарисуем карту путешествия клиента, то для вас это будет неким путеводителем. И вы поймете, что надо поменять в ваших процессах, что надо поменять в квалификации ваших людей, что надо поменять в вашей инфраструктуре, как правильно взаимодействовать с клиентами. Итак, инструмент практически это Customer Journey Map карта. Настоящая пиратская карта. Для того, чтобы нарисовать Customer Journey Map нужно сделать следующие итерации. Первое, выбрать этапы, на которых вы хотите нарисовать эту карту. Я вообще всем рекомендую сделать первую карту, пусть не очень подробную, но вообще всего цикла путешествия клиента. Это было бы вам очень полезно, для того, чтобы вы понимали, как вообще клиенты вообще с вами живут. Но на практике все-таки вы какие-то этапы для себя выбираете, прямо здесь и сейчас. Всю карту нарисовать достаточно громоздкая история. Ну, например, вот в одном из проектов, я работал с крупной страховой компанией, они взяли кусочек карты, что происходит с клиентом при наступлении страхового случая, ну, то есть, когда у него что-то случается. Куда он должен позвонить, куда он должен написать, как с ним дальше взаимодействовать, какие документы от него просят. И нарисовав первую версию карты, сотрудники компании прям сами уже остались, насколько они придумали витиватый, непонятный для клиента путь. И, честно говоря, буквально там за две-три недели очень серьезные сделали изменения у себя в процессах. Казалось, что достаточно быстро и несложно. Реально клиенты получили очень серьезное упрощение взаимодействия. Да, Сергей, вы правы, похоже на дорожную карту, но вот не для нашего бизнеса, а для нашего клиента. И тогда, понимая, как клиент идет, мы дорожную карту бизнеса в нашей процессике подстраиваем. То есть нам надо эти две карты друг на друга наложить. Итак, первое, мы выберем этапы, на каких мы хотим сегодняшних улучшений. Повторюсь, триггерами для улучшений является снижение конверсии, которых вы видите, снижение NPS, Net Promoter Score, то есть вас перестают рекомендовать, или проблемы у вас внутри сотрудники бегут, не выдерживая такой серьезный ритм работы. Итак, этапы вы выбрали. Следующий момент, вам нужно подобрать точки контакта. Точки контакта это все те сущности, виртуальные или физические, в которых вы взаимодействуете с клиентами. Это ваши сайты, ваши лендинги, ваши странички в соцсетях, это ваши письма, которые вы рассылаете, это ваши чат-боты, это ваши мероприятия, ваши и сторонние, где вы взаимодействуете с клиентами, это средства массовой информации, это личные встречи, это телефонное общение, это торговый зал, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вам важно выбрать те точки контакта, которые подходят к путешествию клиента и которые вам доступны. Вы небольшая компания, и вам специалисты говорят, ребят, срочно нужно мобильное приложение, это очень модная точка контакта, но у вас нет на это ресурсов, может быть, пока не сегодня. Значит, очень подробно описана квалификация точек контакта, классификация, пардон, точек контакта в книге Игоря Мана так и называется «Точки контакта». Вот почитайте, точно все прям разложено по полочкам, какие они бывают, и вам на тех этапах, которые вы выбрали, предстоит выбрать, какие точки контакта вы будете использовать. Зачастую вы смотрите на существующий список и понимаете, что каких-то точек контакта, которые вам доступны, их просто нет. Я вам приведу пример. Делаем сейчас такую карту компании, которая занимается образовательными курсами. И там много точек контакта в заимодействии с клиентом, чтобы он купил онлайн-курс. И одна из ключевых точек контакта это первая, чаще всего бесплатная лекция, первый урок. И компания, понимая, что первый урок это точка контакта от бесплатного в платное, вдруг с ужасом поняла, что во время этого урока спикер, лектор, эксперт, он очень интересно рассказывает, он прям реально формирует это осознание, но лично он никаких призывов не делает. Ну и как люди на это реагируют? Конверсия, конечно, тут же падает. Всего-то на всего нужно, чтобы в конце этого интереснейшего урока. Этот спикер, не менеджер, не какой-то другой человек, этот спикер сказал, «Друзья, дальше я расскажу вам вот такие-то вещи, пожалуйста, приходите, покупайте, мы будем с вами и добьемся результата». Лично его посыл. Компания это делала, в три раза конверсия в этой точке возрастает. Вот такая вот история. Повторюсь, список точек контакта может быть очень большой, вам предстоит такой непростой выбор, что вам доступно, какие точки контакта соответствуют выбранным этапом. Любопытная история современного мира. В современном мире точками контакта становится сообщество в социальных сетях. Именно сообщество. Купить рекламу в Фейсбуке, ВКонтакте, ну, вам много не надо. И зачастую, это, конечно, хорошая история, если точно попадаете в таргетированную аудиторию. Но выращивание своего сообщества, своего, которое вас знает, которое подогрето, которое вами взросшено, конверсия внутри сообщества гораздо выше. Но есть один нюанс, чтобы вырастить сообщество, это отдельное путешествие. Отдельное. Вот если вы ставите для себя задачу создать свое сообщество, это отдельный customer journey, где результатом будет являться не сделка, а активное участие в сообществе и рекомендация вступать в сообщество. Это параллельная карта. Вот парадокс именно в этом. Но сообществ таких может быть много создано. Если вы исповедаете вот тот принцип, о котором я говорил раньше, что вы становитесь средством массовой информации, вы создаете контент, то этот контент должен попадать в созданное вами сообщество. Следующий момент. Вы определили этапы, вы определили точку контакта. В эти точки контакта вам же надо клиенту это привести. Поэтому следующая сущность customer journey map к трафик. Каким трафиком вы приведете человека в эту точку контакта? Ну, например, я специально приведу пример из такой человеческой сферы. Точка контакта – телефон. Ваш телемаркетер звонит клиенту. Вот точка контакта – телефон. А трафик – это 50 звонков в день, которые ваш телемаркетер делает. Не меньше. Потому что, если он сделает меньше 50 звонков, конверсии в продолжение разговора не будет. Так устроен этот вид коммуникации, как, собственно, любой другой. Три клика на ваш сайт – это не трафик. Трафик – это сотни тысячи кликов. И сразу возникает вопрос, где вы этот трафик возьмете? Сколько он вам будет стоить? Потому что купить трафик тоже ума много не надо, но это дорого. Кроме трафика в онлайне, кроме трафика в реальной жизни есть трафик нетворкинга. Вы ходите, тусуетесь, с кем, сколько там людей, берете ли вы визит, это трафик. Трафик бывает среди партнерской сети, сколько у вас партнеров, и насколько они с вами активны. Трафик бывает в торговом центре. Вы выбрали место для магазина на последнем этаже в углу, туда люди не доходят. Значит, вам придется трафик покупать, ставить промоутеры, указатели. Дорого? Может, все-таки вы ставите свой магазин там, где люди ходят? И вот тут вы будете экономически сравнивать, что вам выгоднее. Но это тоже трафик. Рассылки, рекомендации – это все трафик. Вы выбираете источники трафика, которые приведут в те точки контакта, которые вы до этого приняли. И тут очень важный момент. Опять мы возвращаемся к волшебному слову «контент». что в точке контакта вы скажете клиенту, покажете клиенту, что вы от него услышите, как вы ответите на его вопросы. Контент. Контент – это ваши статьи и посты, анкеты-опросники, видеоматериалы, скрипты, разговоры и телефонного контакта, коммерческие предложения, дизайн вашей упаковки, отчеты, речи, доклады, часто задаемые вопросы. Это все ваш контент. Итак, в «Кастомер Джорни Веб» этапы, точки контакта, трафик и контент. Ну, давайте покажу вам маленький пример. Очень маленький, потому что вообще это достаточно громоздкая вещь. Вот примерный, примерный пример, извините за тавтологию. Вот пример такого рода карты. Сверху мы видим этапы. Напомню, что этапы путешествия клиента такая вещь достаточно размытая, трудно поставить границу, но хотя бы понимание, как клиент идет к сделке, у вас должно быть. Точки контакта. И, соответственно, вы рисуете эти связи. На что я хочу сейчас обратить ваше внимание. Большинство связей зелененькие. Зелененький квадратик и зелененькие стрелочки. То есть клиент, идущий к сделке. Если вы сейчас после моей лекции погуглите «Кастомер Джорни Веб», вы увидите в разном виде рисования, в разном виде реализации визуальной. Все карты рисуют вот именно таким вот образом. Они позитивные. Клиент идет к сделке. Это прекрасно. Но в реальной жизни, если вы рассчитываете только на горячих клиентов, которые сразу идут к сделке, в лучшем случае вы будете вокруг нуля. Бизнес и прибыль в том, чтобы не терять клиентов, которые не сразу к сделкам идут, которые останавливаются, которые временно идут назад. Вот здесь мы вообще не предусматриваем взаимодействие с такого рода клиенторы. Поэтому нужно предусмотреть как прямой путь, так и обратно, что мы будем делать с клиентами, которые пока к сделкам не идут. И, соответственно, в значимых элементах взаимодействия вы формируете и контент, и трафик. То есть, что вы в этой ситуации должны клиенту показать. Ну, например, клиент на этапе сравнения на сайте должен быть раздел «Наши клиенты». Потому что для сравнения ему в том числе важно посмотреть, кто еще кроме меня это покупает. Ну, для B2B это же просто must have. На этапе изучения, например, 3D-тур, если вы хотите показать, как вы делаете свою услугу. И так далее, и так далее. Например, на встрече, на этапе потребности, на этапе желания вы формируете скрипт первой встречи, а на этапе изучения скрипт второй встречи. Тут встречи такие условные вещи, это может произойти во время одной физической встречи, но вы должны четко понимать в этих скриптах, вот на какой сейчас стадии клиент находится, у него первичное желание только появилось, или он уже реально изучает. Соответственно, этот скрипт должен отразить ваши вопросы для того, чтобы понять, какие критерии для изучения для него важны. И так далее, и так далее, и так далее. А на этапе действия, например, шаблон коммерческого предложения. Это тоже контент, который вы должны сформировать. Вот в IT-индустрии запросишь коммерческое предложение, тебе присылают презентацию слайдиков, это на 40-50. Из этих слайдиков 90% описания компании. Друзья, мы описание компании, вот сюда, на этап интерес, перенесите, а на КП 5 слайдов, зачем мне это нужно, и какую ценность я получу. Оригалии все про вас, я уже знаю. Если бы я вас не знал, я бы от вас КП не просеял. Видите, какое требование к контенту. То есть, вроде бы как, одна и та же презентация, но часть ее используется на ранних стадиях, а часть на последних. И вот таким вот образом, друзья, вы формируете эту карту. Я вам сейчас покажу маленький кейс. Компания юридически работает в сфере B2B на рынке слияния и поглощения. Вот она рисует эту карту, руководители этой компании рисуют карту, вот эти кружочки цветные в ячеечках, это роли, которые за тот или иной этап отвечают продавцы, маркетологи, руководители и так далее. Вы видите, есть разные точки контакта, здесь есть любопытная точка контакта, партнерская сеть, партнеры, большие юридические компании, которые этой специализированной компанией отдают клиентов на разных условиях. Красивая карта, тут и сайты, и медиа, и мероприятия, и взаимодействия, все хорошо. Естественно, вы понимаете, на одном слайде такая упрощенная карта, в реальной жизни она гораздо более витиевата, но дальше выясняется пикантная подробность. 90% клиентов этой компании приходят от партнерской сети, а вот тогда весь этот сырбор с картой на других точках контакта, а зачем он такой подробный, зачем компания полгода переделывает сайт? 90% идут от партнерской сети, может быть надо не карту путешествия клиента, а карту путешествия партнера создавать? И вот в этом моем утверждении нет ни грамма шутки, именно так дело-то и обстоит, друзья мои, развиваете партнерскую сеть, у вас это здорово получается. Следующий пикантный момент. От партнера приходит клиент, клиент подогрет, он от партнера по рекомендации. Клиент приходит на встречу, 2-3 часа в офисе компании, прекрасная встреча, им все рассказывают и показывают, все объясняют. И вот тут я задаю наводящий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот от партнеров могут приходить очень организованные потенциальные клиенты, которые приходят сильно заранее, за полгода, за год, до будущего слияния поглощения. Просто этот клиент хочет погрузиться в тему, он хочет все серьезно изучить, он хочет подготовиться к серьезной сделке. Говорят, да, таких 60-70%. Скажите, пожалуйста, задаю следующий вопрос. А вы с этими клиентами, которые уходят после этой встречи, очень довольны, вы сделали прекрасную консультацию, они уходят к себе, вы с ними какое-то взаимодействие поддерживаете? Нет. А вот клиент хотел бы от вас получать какой-либо контент? Да, клиент сам об этом просит, арбитражная практика, кейсы, законодательство, ну, все вот это вот, обвязочка, да, весь этот контент по делу. скажите, пожалуйста, задаю следующий вопрос, а вы такую рассылочку делаете? Нет. И знаете, что я услышал? Почему? Я услышал удивительный ответ. У нас так не принято. То есть компания, представители компании, руководители компании, сами сказав это, слушай, сами ужаснулись. Что значит, принято или не примет? Да, клиент хочет. Дайте, у вас контент есть? Ну, конечно, есть. Мы все в реальной практике, у нас очень много контента. Дайте, дайте рассылку, дайте страничку в соцсетях, где вы тот же самый контент будете выкладывать и попросите клиентов подписаться на эту страничку. Заведите канал в Телеграме, выберите удобную точку контакта, удобный трафик для вас. Клиенты от вас этого ждут. Друзья мои, рисуя карту, вы сами увидите очень много вот таких несуразных моментов. Многие из вас сейчас думают, слушайте, ну неужели серьезные бизнесмены, эти юристы вот этого не могли увидеть? Парадокс в том, друзья мои, когда вы внутри своих процессов, очень многие вещи замыливаются, очень многие вещи исторически сложились, и вы на них внимания не обращаете. Как только вы рисуете эту карту, то на многие вещи вы реально обращаете внимание. Более того, было бы здорово с этой картой пойти к нескольким хорошим клиентам и с ними это обсудить, чтобы они вам сказали, ребят, вот в этом месте некомфортно, в этом месте неудобно, я жду от вас чего-то. Да, вы потом подумайте, решите, вот эту точку контакта или этот вид трафика, который вы не думали о нем, вы его можете сделать, для вас не очень дорого. Если это неподъемно, ну, значит, вы ее делаете пока времени не будет, а если это вполне возможно. В этом смысл этого замечательного упражнения. Ну что ж, друзья мои, моя часть выступления уже плавненько подходит к концу. Я думаю, что некоторые или многие из вас вот реально заинтересовались или интересуют, может быть, уже что-то похожее делают. Я бы хотел пригласить вас 30 ноября, буквально через 10 дней, на мой открытый тренинг, который посвящен кастомер-джорни, как концепции, процессом, что с этим делать, какие возможны варианты, как строить эти карты. Мы разберем очень много кейсов и библиотеки все время пополняются. Но, чтобы немножечко взботрить вас таким вот хмурым понедельничным утром, я приглашаю вас принять участие в конкурсе. Значит, условия конкурса простые и незамысловатые. Найдите меня, пожалуйста, в Фейсбуке Вадим Дозорцев. Просто сделать немного Вадима Дозорцева в Фейсбуке. И прямо в моей ленте вы увидите этот пост с условиями конкурса. Он очень простой. Нужно сделать перепост и завтрашний день я разыграю три билета бесплатно. Ну, а для тех, кто примет участие в этом конкурсе, но вот не выиграет, 25% по промокоду ссылочку на лейминг я тоже вам сейчас в чатик пришлю. Так что, приглашаю вас принять участие в этом незамысловатом конкурсе. Тем не менее, для тех из вас, кто хотел бы просто общаться на эту тему, взаимодействовать на эту тему, а может быть делиться своими прекрасными кейсами, наработками, приглашаю вас тоже в Фейсбук. Есть страничка Customer Journey Club, где, собственно, я испытаюсь собрать всех заинтересованных в этой концепции людей, специалистов, и не только читать, вы можете присылать свои всевозможные материалы к обсуждению. Это и специалисты в маркетинге, в продаже, в клиентском сервисе, в CRM, в инструментах маркетинга. Концепция Customer Journey, она очень широкая, она позволяет всем найти свое место в этом замечательном подходе. Окей, пока 5 репостов, шансы выиграть большие. Да, Алексей, это правда, ток-ток утречком сегодня разместил, так что я надеюсь, все будет быстро. Итак, друзья, все, что хотел вам сказать, я вам рассказал, ну, в разумном смысле это слово, или к сожалению, или к счастью, было вот всего там 40 минут. С радостью отвечу на все ваши вопросы, а параллельно пришлю вам ссылочку на лендинг, но тем не менее в посте в Фейсбуке вы тоже все это можете найти. Камиль, спасибо за теплые слова, я надеюсь, вам было интересно, занимательно. Есть уже вопросы, давайте я сейчас вверх. Сергей, интернет-трафик это математический показатель, ой, сейчас чуть-чуть переключилось, простите, показатель, который определяет скорость и объем обмен информацией. Партнерские сети выяснили, что наиболее определенные да, хорошая история. Значит, друзья мои, и Сергей в том числе, любой трафик это математический показатель наполнения, качества и конвенции, любой трафик. Телефонные холодные звонки, личные встречи торговых представителей, интернет-трафик, трафик в партнерских сетях, социальные сети, вот все это трафик, вот все, что происходит, люди в торговом центре, все трафик, все можно считать. Да, в интернете считать проще, потому что, ну, трекинг весь есть, все данные есть, сквозная аналитика нам доступна. В реальной жизни тоже можно считать, даже в наружной рекламе плюс-минус трафик считают, сколько машин проезжает по этой дороге, как люди на это реагируют и так далее, и так далее. Трафик измеряют на сегодняшний момент в торговой сети, когда ставят датчики, когда потребитель смотрит, и можно посчитать трафик, его внимание, кто или иной полки. В современном мире можно посчитать все. Было бы желание, была бы готовность, была бы инфраструктура. Это правда. Какие KPI устранят противоречия между подразделениями продаж маркетинга и компаний? Сергей, шикарный вопрос, вот на тренинге прямо подробно об этом говорим, но сейчас я, конечно, отвечу. Значит, между лид-генерацией и продажами есть свой набор KPI, как вы понимаете, это триада, связанная с лидами. Я сейчас специально не вдаюсь в детализацию определения лид, оппортиунити, сделка там дальше и происходит детализация, это просто долго отвечать. Сейчас скажу просто лидами. Значит, нас интересует количество лидов, нас интересует стоимость лида, да, вы вот в интернет-трафике вы это, собственно, вопросы подняли, и нас интересует качество лида. Значит, качество лида в общем можно измерять только если наши сотрудники при квалификации все фиксируют в СРМ и предварительные вопросы задают, и дальше есть еще современный механизм обогащения СРМ-базы, и тогда у нас реально профиль лида появляется. Этот профиль можно вообще покупать у Фейсбука, у Гугла, у Амазон, у Яндекса. Значит, три KPI между лид-генерацией и продажей. Между продажами и клиентским сервисом. Ну, понятно, выдержка, выручка, количество сделок, качество сделок, есть критерии классификации, описание качества сделок, такие тоже есть, и стоимость сделки нас очень интересует, потому что дальше начинается такой всеобъемлющий KPI long-time value, долгосрочная ценность клиента, такой же стратегический показатель, который позволяет нам найти баланс между стоимостью привлечения первой сделки и дальнейшей к жизни с клиентом, между обслуживанием и кросс-продажами тот самый NPS. Да, вот это такие основные ключевые группы KPI внутри, там начинается детализация по продуктам, по группам и так далее, и так далее. Но в этом и смысл, как только мы понимаем путь клиента, мы формируем свои процессы и мы через эти KPI формируем в идеале отношения наших подразделений, что они теперь не разрозненные бойцы, а все-таки они бригада проводников, уж коль мы метафору путешествия используем, бригада проводников, которые ведут клиента по всему этапу этого замечательного путешествия. Сергей, буду рад вас видеть на тренинге, есть, я думаю, нам что поплотненько обсудить. Так, я посмотрю, были ли еще вопросы. Да, Сергей, спасибо, что вы указали книгу Игоря Мана. С точки зрения классификации точек контактов, наверное, одна из самых подробных книг, там очень много характеристик, точек контакта для выбора существует. Ну что ж, друзья, ну давайте я еще несколько минуточек с вами, Олег, рад тебя видеть, или уже, если пришло время прощаться, давай мне сигнал. Нет, нет, нет. Коллеги, вот, еще вопрос. Ну тут про города, как часто, по твоему мнению, необходимо встречаться с действующими клиентами. Каратенечко, минут на 40, ребята. Ну давайте первое. Давайте так, сначала уберем слово встречаться, взаимодействовать. И вот здесь очень важный момент, для определения и способа коммуникации, и интенсивности коммуникации, значит, используются следующие параметры. Сегментация клиентов, в том числе, территориальная, потому что встречаться с клиентами в Хабаровске из Москвы, ну, мягко говоря, непросто. Дальше, ценность клиента, текущая ценность, она на кладку чат. Чем клиент ценнее, чем чаще встречаемся, ну, чаще коммуникационно. Потенциальная ценность клиента. Друзья мои, вот в реальной жизни есть текущая ценность, а есть потенциал. И очень часто клиент, текущая ценность в категории Б, ну, вы понимаете, да, я сейчас не буду давать подробности, принцип понять. А потенциал не очень высокий, значит, почаще, значит, почаще. Следующий момент, на кладку чаток, лояльность и готовность к клиенту. Но на готовность мы, тем не менее, воздействуем, вот таким плавным давлением, дорогой клиент, нам есть, что, о чем поговорить. И очень важно же не просто интенсивность, а что делать на этой коммуникации. Вот там тоже возникают элементы процесса, которые надо просто постоянно запускать. Вот, используя все это, вы в каждой индустрии, в каждом бизнесе выберете свои средства коммуникации, самое главное, интенсивность взаимодействия с действующим клиентом. Приведу один пример. FMCG, поставщики продуктов быстрого использования, продуктов питания, бытовой химии на полке магазина. Клиент категории VIP, такие как метро, лента и так далее, там мерчендайзинг поставщика, кока-колы, пепси-колы, пиво, он все время там. То есть, сверхценный клиент, интенсивность вообще онлайн, то есть, все время там. Очень выгодно, очень оправдывает. Все тоже считается, все можно посчитать, какая лометанг-вэлю, какие издержки на этот ресурс, какой рост продаж он должен принести, какой показатель к рост продаж принести. Так что, друзья мои, мыслите в правильном направлении. Коллеги, слушатели, будут ли еще вопросы? Хорошо. Вадим, спасибо тебе за выступление, спасибо за полезные методики. Все, друзья, всем спасибо, хорошего дня. Мы объявляем небольшой перерыв до часу дня по московскому времени. Иван Родионов, наш следующий спикер, и еще три дополнительных спикера тоже уже на связи, они готовы уже присоединяться к нашему мероприятию, чтобы рассказывать вам свою информацию, свои методики, инструменты и рассказывать свои кейсы. У нас небольшой, соответственно, повторюсь, перерыв. Можете не отключаться, просто подключиться, перейти на страницу вебинара к часу дня. Мы начнем уже живое вещание где-то без 10 часов. Будем рады видеть вас. Не прощаемся, объявляем только лишь небольшой перерыв. Спасибо за ваше участие. Итак, друзья, еще раз здравствуйте для тех, кто только подключился к нам. Давайте продолжать нашу онлайн-конференцию Connect Forum дальше. Конференция посвящена всем инструментам, возможностям, методикам контактирования с различными аудиториями, как с существующими клиентами, так и с потенциальными клиентами. Впереди у нас еще 4 замечательных спикера. Если меня слышно, видно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. Я передаю слово Ивану Родионову, который является представителем компании МТТ, Межрегиональный транзит-телеком, он ведущий специалист МТТ по работе с клиентами, который расскажет про то, для чего любому бизнесу начинает ИП, заканчивая крупные хоринги. Нужна телефония, виртуальная СТС, требуется ли в нынешних реальных реалиях для бизнеса номер телефона и номер 8800, например, делают ли компании смс-рассылки, есть ли от этого польза, как оставаться на связи 24 часа в сутки, как автоматизировать коммуникации бизнеса и коммуникации непосредственно с вашей целевой аудиторией. Обо всем этом Иван подробно вам расскажет в своей презентации «Зачем и какому бизнесу нужна виртуальная АТС». Иван, подключайся, ждем тебя в эфире. Да, Олег, добрый день. Коллеги, видели меня? Если видно, то, пожалуйста, плюс в чат. Да, Ирина, спасибо большое. Да, Олег, Олег, спасибо. Так, и еще один плюс, если вам видно презентацию. Презентация видна, хорошо. Да, коллеги, меня зовут Иван Родионов, я специалист по специализации в парламентах по работе с клиентами компании Межрегиональный Трансетелеком МТТ. Олег действительно правильно сказал, у компании МТТ есть все возможности для обеспечения коммуникации с вашими клиентами с теми, которая посвящена сегодняшнее наше мероприятие. Но вот тут видим, просто небольшая накладка. Разумеется, разумеется, всеми инструментами для организации связи с вашими клиентами мы располагаем. Разумеется, все эти инструменты важны, важны инструменты и виртуальных отелей с номерных емкостей. Я думаю, что об этом мы с вами еще поговорим. Может быть, в рамках сегодняшнего события в рамках моего доклада может быть чуть позже, но, как мы видим на экране и как, в общем-то, планировалось, у меня будет небольшой доклад о возможностях конкретно привлечения клиентов при помощи инструментов на сайте. Да, 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 Олег, спасибо. Мы сегодня поговорим о тех возможностях, которые дают бизнесу виджеты на сайте. Ну, и немножечко о том, как конкретно можно использовать, как конкретно можно настраивать, какие принципиальные возможности есть по настройке и вариантам реализации виджетов на сайте каждой конкретной компании. Собственно, что это? Я думаю, что идея самих виджетов не нова. Большинство из вас вероятно о виджетах хотя бы слышали, что-то, возможно, уже используют. Идея заключается в следующем. Компании тратят довольно большие деньги на то, чтобы привлекать клиентов к себе на сайт. Проводятся те или иные рекламные кампании, дается контекстная реклама, используется соцсети, ведется общение в интернете и так далее. Однако, бывает, что даже на тех сайтах, которые, в общем-то, оптимизированы для продаж, на тех сайтах, которые с точки зрения продаж очень неплохи, надо понимать, что для нас в основном сайт – это все-таки инструмент привлечения клиентов, инструмент либо продажа, либо генерации лида, как минимум. Даже на успешных сайтах с точки зрения привлечения клиентов бывает, такое, что клиент зашел на сайт и уходит с сайта, так ничего и не купив. Такое может быть по самым разным причинам, либо, может быть, клиент все еще ищет, где найти тот или иной товар и услугу дешевле, либо, может быть, клиент не получает достаточной информации о вашем продукте или о вашей услуге, либо клиент, может быть, в принципе, сомневается, стоит ли ему покупать или не стоит, его обжигают сомнения. В общем, по тем или иным причинам, даже на сайтах хороших с точки зрения продаж, и даже в случае, если маркетинговая стратегия, в случае, если в целом стратегия по привлечению клиентов на сайт выстроена правильно, клиенты уходят с сайт, так ничего и не кушев по тем или иным причинам. Как мы можем этого избежать, как мы можем повысить конверсию с сайта? Собственно, для этого и используется инструментарий веб-виджетов. Еще раз, наша цель заставить клиента остаться на сайте, наша цель удержать его внимание, дать ему оперативную обратную связь для того, чтобы липидировать нехватку этой самой обратной связи в случае, если клиента ее не хватает, и наша цель при возможности мотивировать клиента купить товар или приобрести услугу у нас прямо сейчас на нашем сайте. Собственно, для этого используются веб-виджеты. Конкретно у нас в компании компания МТТ предоставляет уникальный набор веб-виджетов из четырех вариантов. Во-первых, это веб-виджет обратной связи. Это скорее всего знакомый вам коллбек, возможность оставить свой номер для совершения обратного звонка. Сам по себе виджет хорош с нескольких позиций. Во-первых, это своего рода аналога номер 8800. То есть номер 8800 мы представляем себе, чем привлекательнее. Номер 8800 хорош тем, что это само по себе говорит об имидже компании, это дает возможность позвонить в нашу компанию бесплатно, что явно говорит о клиентоориентированности. В тех компаниях, где клиентский сервис, где мы в принципе хотим сделать клиентский сервис нашей сильной стороной, а это очень важно, например, для таких каналов продвижения, как сарафанное радио. Если мы говорим о тех каналах, на которые мы якобы не влияем, то есть те каналы, на которые влияет основная наша репутация, это важно. Для клиента ориентированности об этом нельзя забывать. Опять же, номер 8800 это тоже прекрасный инструмент, номер 8800 это в том числе инструмент, который представляет компания МТТ, но сегодня мы больше говорим о виджетах. Так вот, конкретно умный виджет обратной связи позволяет, разместив на сайте форму обратной связи, вашему клиенту зазвониться до вас бесплатно, но это не самое основное. Самое основное, что виджет умный виджет обратной связи сам по себе привлекает внимание к себе, то есть удерживает внимание клиента на сайте. Мы знаем, что это одна из самых частых проблем и самых частых причин покидания клиента на сайте, когда клиент просто в силу того, что у него куча задач просто распыляется. То есть, этот виджет удерживает внимание клиента на сайте, дает клиенту возможность связаться с нами бесплатно, оставив свой номер обратной связи. Помимо прочего, у самого виджета есть огромное количество вариантов для кастомизации под имидж компании, под стилистику сайта, под ваши задачи. Начиная от способа появления виджета вплоть до очень глубокой кастомизации на уровне CSS и заканчивая какого-либо рода кастомизация виджета под себя с вариантами связи, с адресами и так далее. Посторонний шум как будто по микрофону труд. Так, попробуем с этим справиться. Как сейчас меня слышно? Хорошо? Если хорошо, то поставьте плюсик в чате. Стало ли лучше? Отлично. Анатолий, спасибо большое. Это именно то, на что направлен сам умный виджет обратной связи. Далее. Про виджеты я отдельно попробую детальнее рассказать о возможностях их настройки прямо в рамках моего доклада. Далее. Виджет онлайн-консультанта. Опять же, ни для кого не секрет, что онлайн-способы общения, способы общения такие как соцсети, как мессенджеры становятся все более и более популярными. И тут есть аспекты как технологические, зачастую нам просто проще написать и быстрее, чем позвонить. Так и психологические. На сегодняшний день к силе просто изменения общей психологии покупателя зачастую бывает, что пользователю сайта, посетителю сайта просто комфортнее написать, чем позвонить. Он просто не хочет пускать на свое личное пространство. В этом случае и именно для этого у нас предусмотрен виджет онлайн-консультанта. Опять же, вы это видели наверняка на сайтах. С точки зрения привлечения внимания это работает по схеме сходной с именем виджетом в организме. То есть, мы привлекаем внимание посетителя сайта, даем ему бесплатную и удобную форму связи, клиент быстро и оперативно получает обратную связь на сайте и имеет возможность либо совершить покупку, либо совершить какое-то целевое действие, которое вам нужно на основе того, что он просто вовремя и оперативно получил обратную связь, если чего-то не нашел. Опять же, поведение виджета, как виджета, умного виджета обратной связи, так и виджета онлайн-консультанта вы можете настроить под себя, в том числе и алгоритм для появления. Далее, важным моментом конкретно виджета онлайн-консультанта является кабинет оператора, специальная отдельная форма для организации рабочего места вашего сотрудника, которая позволяет нам помимо сообщений, которые приходят к нам на сайт, помимо сообщений с нашего сайта, видеть в общем окне также сообщения из мессенджеров и соцсетей. То есть, ваш оператор, который принимает сообщения, будет видеть, когда он пишет не только напрямую с сайта, но и из различных соцсетей и мессенджеров, если вам это угодно. Помимо этого, одним из важных моментов, одним из не более важных виджетов является виджет стадного чувства. виджет стадного чувства, ну, как исследуется из названия, направлен на и привлечение внимания клиента к сайту, и демонстрации клиенту либо какого-либо рода маркетинговых акций, либо уникальных торговых предложений для клиента, а это очень важно. Помимо прочего, виджет стадного чувства направлен на исключения сомнений клиента при нахождении на сайте посредством демонстрации ему активности на сайте. То есть, кажется, у нас случайно переключилась презентация. Посредством демонстрации ему активности на сайте. сам виджет демонстрирует активность и может показывать сообщения так, 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 Олег, просьба помочь с презентацией. Что-то ага, да, вот, все, стадное чувство снова отображается. Это возможность показывать клиенту какие-то активности, которые на сайте происходят сейчас. Например, клиент из вашего города только что приобрел на этом сайте товар или услугу. Или, например, клиент только что заказал товар или услугу за какую-то сумму денег. Или, например, торопитесь, этого товара осталось 2-3 штуки. То есть, помимо в чистом виде направления клиенту некой обратной связи, мы даем возможность вам стимулировать обращение клиентов к вам за счет создания эффекта ограниченности видимости предложения. то есть, клиент заходит на ваш сайт и в случае либо долгого нахождения на сайте, если мы понимаем, что клиент просто как-то не решается, либо какого-либо рода поведения, например, если клиент зашел на сайт повторно. Мы можем демонстрировать ему виджет стадного чувства, говорящий о том, что либо этот товар популярен, либо этого товара осталось немного, либо на этот товар есть какие-то уникальные торговые предложения, которые могут быть выгодны и интересны прямо сейчас. Это что касается виджета стадного чувства. помимо этого есть еще отдельный важный инструмент для сбора обратной связи, который называется виджет обратной связи, который позволяет оценить качество работы нашей компании и довольно легко и просто получить обратную связь. Виджет оценки качества может работать как совместно с умным виджетом обратной связи, например, ссылка на опрос может быть отправлена вашему клиенту по смс, клиент просто перейдет по ссылке и пройдет этот самый опрос, либо клиенту может быть предложено пройти обратную связь прямо после какого-то сообщения после завершения разговора или завершения беседы. Немножечко хочется поговорить о целесообразности использования виджетов, когда использование виджетов актуально, когда в случае какой специфики компании, в случае какой специфики нашего сайта целесообразно использование виджетов. Я специально узнавал настоящие цифры по конверсии с тех виджетов, которые размещаются на сайте у наших специалистов по продуктам компании МТТ. То есть какой реальный прирост дает размещение виджета на сайте, какую мы можем ожидать дополнительную конверсию сайта в случае размещения на ней виджета. Так вот, я получил примерно такие результаты. Дело в том, что сами по себе виджеты работают в том случае, если вы привлекаете на сайт довольно большой поток клиентов. То есть если маркетинг ваш построен таким образом, что ваш сайт находит не только те люди, которые уже приняли решение о покупке и уже знают покупать товар или услугу и где, а в том случае, если клиенты набрили на рекламу, зашли на ваш сайт и количество посещений такое, что это косвенно говорит о том, что у нас много клиентов сомневающихся, потому что в основном у клиентов, которые еще не приняли решение о покупке и оказывают наибольшее действие эти самые виджеты. То есть если клиент сомневается, если он еще не решил, где купить, если он еще где дешевле, в этом случае виджеты могут подействовать. Какие конкретно цифры могут нам об этом косвенно разумеется сказать? Если у нашего сайта количество посещений, это в общем-то простая цифра, которую вы можете получить у администратора вашего сайта, если количество посещений вашего сайта составляет единицы, то есть допустим 1, 3, 5 посещений в день, то есть вероятность, что эффект от этого сайта вы не увидите, поскольку та аудитория, которая посещает сайт, вероятнее всего уже приняла решение о покупке. Эффект тем выше от виджетов, чем больше количество клиентов, которые приходят к вам на сайт. Это, разумеется, косвенный показатель, это не напрямую говорит о том, насколько люди, которые пришли к нам на сайт заинтересованы, но просто такова статистика, что чем больше клиентов, тем больше отдача от виджетов. При посещении несколько десятков штук в день мы можем уже видеть конверсию с виджетов порядка 5-10%, и она растет с ростом посещаемости на сайте. При посещении сайта в сотни человек в день, скажем, от 100 до 500 и более, конверсия в чистом виде с виджетов в конверсии в посещении через виджеты, то есть тех людей, которые зашли на сайт и по какой-либо причине сомневаются, но воспользуясь виджетом и обратились к нам, возрастает до 35 и более процентов. То есть при количестве посещений на сайте в сотни человек, то есть 100, 200, 300, 500 и более, конверсия с сайта за счет использования виджетов может прирастать до 35 и более процентов. Это относительно целесообразности использования, то есть понять для себя нужно ли вам дополнительный инструмент на вашем сайте по использованию, по привлечению дополнительных клиентов такой инструмент, как виджеты, можно просто проанализировав, скажем, ваш средний чек, умножив его на ту самую процентовку с сайта которые есть у вас. Взять количество клиентов которые подробно обращаются, взять количество клиентов которые заходят к вам на сайт, узнать текущую конверсию и добавить к этому ну скажем так примерные цифры в зависимости от количества ваших посещений на сайте. Просто умножить количество этих людей на средний чек и получить в чистом виде дополнительный доход этих клиентов которые были привлечены на ваш сайт дополнительно. кстати относительно вообще использования сайта использования виджетов на сайте и перспектив конкретно использования виджетов на вашем сайте любые из тех виджетов которые мы предоставляем доступны в рамках полумесяца 14 дней в тест совершенно бесплатно полнофункциональный набор наших виджетов. Отдельные виджеты доступны в бесплатной версии тоже бессрочные например виджет онлайн консультанта для одного менеджера вы можете использовать неограниченно и сколько угодно по времени он бесплатный и безлимитный. Давайте я немного расскажу о тех возможностях которые дают виджеты о тех возможностях по кастомизации то есть тех вариантов как мы можем настраивать виджет какие варианты по размещению виджета на сайте существуют. так я сейчас начну демонстрацию своего экрана коллеги пока открывается демонстрация моего экрана может быть есть какие-то вопросы по виджету по использованию виджетов на сайте если есть прошу вопросы в чат все ли понятно если все понятно то тоже прошу ставить плюсики Ирина спасибо видно ли вам мой экран если видно плюс в чат пожалуйста да Виктория спасибо то что вы сейчас видите на своем экране это личный кабинет наших виджетов то есть средства для настройки самого виджета то место где мы настраиваем виджеты вообще само по себе размещение виджета на сайте это довольно простой процесс все что нам нужно это просто создав проект в личном кабинете виджетов скопировать код который генерует этот проект на сайт после этого все настройки виджетов которые производятся будут происходить уже автоматически 나서 больше Больше после этого вам тревожить вашего администратора сайта будет не нужно. Один раз добавляем код нашего проекта на сайт, и все дальнейшее поведение можно будет настроить с точки зрения пользователя в личном кабинете самих виджетов, без прибегания к дополнительным настройкам и компаниям в HTML-коде вашего сайта. Собственно, что у нас есть? Начнем с умного виджета обратной связи. Какие возможны принципиальные настройки? Во-первых, у нас есть возможность настроить время работы проекта, когда у нас рабочее время, когда не рабочее время, как этот самый виджет работает. В настройках самого виджета есть полный функционал для настройки дизайна, как будет вести себя кнопка для появления виджета, где она будет располагаться, можно ли ее будет перемещать, какая будет иконка, можно выбрать собственную иконку. Все это мы можем настроить здесь. Помимо этого, мы можем настроить стилизацию самого виджета, что у нас будет появляться при нажатии этой самой кнопки. Будет ли появляться виджет по центру, будет ли появляться виджет справа. Настроить полностью цветовые решения, как будут выглядеть кнопки, как будут выглядеть рамки, как будет выглядеть текст, какого он будет цвета. Задать фоновую картинку, если нам хочется, то есть мы можем сделать так, чтобы по умолчанию виджет дается на простом сером фоне для максимальной читаемости. Мы можем изменить фоновую картинку сообразно с дизайном нашего сайта. Ну, плюс ко всему, если, скажем, ваш веб-мастер захочет, то есть возможность полного редактирования появляющихся виджетов при помощи CSS. Возможно, задание различных фраз и алгоритмов на самом виджете при различном поведении пользователя на сайте. При входе на сайт, при выходе с сайта, при покупке страницы вниз и так далее. Для каждого отдельного паттерна поведения мы можем настроить, что будет происходить. Возможно, настройка для каждого варианта. Здесь же мы настраиваем уведомления о любых действиях в рамках этого виджета. Был ли заказан обратный звонок, пропустили ли мы обратный звонок, взял менеджер трубку или не взял менеджер трубку. Все эти варианты у нас возможны для настройки. Плюс ко всему, у нас возможны любые способы уведомления, начиная от простого уведомления по SMS, до уведомлений по электронной почте, а также уведомления звонком либо в соцсетях и мессенджерах. Здесь мы настраиваем, кому конкретно будут приходить эти самые заказные звонки, как они будут распределяться. Ну и дополнительные настройки, касающиеся различного рода черных списков, кому мы не демонстрируем наш виджет. Могут быть отфильтрованы по той или иной странице сайта, по показу виджетов с тех или иных источников, IP-адресов. Помимо этого, мы можем не звонить на определенные телефоны. Это может быть полезно, если, например, мы хотим сэкономить трафик и не звонить, скажем, в определенные регионы, например, потому что звонок, в каждом случае, на интернет-плату. Есть возможность настроить интеграцию с различными системами аналитики и различными системами метрик. Помимо этого, есть внешний IP у виджетов. Также, можно настроить, как будет выглядеть приветствие при показе виджета. Опять же, возможно, настройка своего рода черных списков по геолокации, где мы будем виджет демонстрировать, где мы не будем его демонстрировать. Возможно, связка с CRM, в нашем случае, возможно, настройка интеграции с CRM, битексиама с CRM. Различные звуковые эффекты, если нужно. Ну и различные дополнительные настройки. Здесь же, в настройках самого виджета, мы можем отображать, какие конкретно каналы связи есть на виджете, помимо основного. То есть, помимо возможности обратной связи, это могут быть каналы связи нашей соцсети, нашей мессенджера. Здесь же мы можем настраивать, как будет выглядеть виджет в мобильной версии, как он будет отображаться на мобильных устройствах. Что тоже очень важно, поскольку мы понимаем, что современные пользователи и посетители сайта – это на 60% заходящие из мобильных устройств. Здесь мы в само внешнее окно виджета можем добавить карту и контакты нашей компании при нажатии на кнопку обратного звонка. Ну и мы можем настроить мини-виджет, если нам не нравится кнопка. То есть, вместо кнопки синей, любого нужного вам цвета, может появляться мини-виджет, который сразу же предполагает обратный звонок прямо из самого окна сайта. Это конкретно о онлайн-виджете обратной связи. О виджете онлайн-консультанта у нас есть такие же возможности по оформлению, по вариантам цветовых решений, кнопок, текста, вариантам появления, вариантам вызова виджета. Также есть возможности по настройке мобильной версии. Ну и помимо этого, разумеется, настройки по автоматическим сообщениям, пока еще наш мессенджер присоединяет к этому разговору, по приглашениям, по представлениям, настройки о времени работы, настройки оффлайн-сообщений, как у нас будут выглядеть сообщения, когда все наши операторы оффлайн. Те же самые настройки, касающиеся гео-таргетинга, то есть ограничений по региональным посещениям, звуковые настройки, а также есть возможность произвести настройки кабинета оператора. Что конкретно оператор будет видеть в своем личном кабинете, в окне, через которое происходит общение, кто конкретно будет участвовать в этом, с какими каналами будет происходить интеграция, с какими каналами связи, то есть откуда мы будем принимать сообщения, помимо диджетал-лайн-консультанта, из каких соцсетей и мессенджеров. С какими сервисами аналитики мы будем интегрироваться, с какими CRM или внешними АТС мы сможем интегрироваться. Возможность сделать быстрые ответы для общения, наиболее часто задаваемые вопросы, имеет смысл иметь быстрые ответы. Так же, как и с виджетом, умным виджетом обратной связи, здесь можно добавить различные уведомления о различных событиях, которые произошли в рамках виджета онлайн-консультанта. Опять же, удобным нам способом по имейл, по смс, через диалоги ВКонтакте, все равно. Так же здесь наставятся черные списки, как и в любом виджете обратной связи. Помимо этого, есть возможность настроить интеграцию с приложением Slack. Ну и с виджетом стадного чувства, так же можно произвести настройку. Какие конкретно будут всплывать сообщения, при каком конкретно действии на сайте, какие конкретно мы будем выводить сообщения о продаваемых товарах, об активностях на сайте, о маркетинговых акциях и так далее. На самом деле, именно инструмент стадного чувства, он является, наверное, наиболее мощным и инструментом с наибольшим потенциалом. Совсем недавно был довольно интересный вебинар у меня, где один из специалистов маркетинга рассказывал о различных триггерах, в том числе автоматических, на сайте. И зачастую именно поведение виджета стадного чувства можно настроить таким образом, чтобы он действовал именно на тех клиентов, которые приходят к нам. То есть выбор поведения виджета сообразно с тем, скажем так, клиническим потенциалом, который наиболее сильно подействует на именно нашего посетителя сайта. Например, была приведена такая ситуация, как ради эксперимента на одинаковых сайтах были демонстрировались всплывающие сообщения о скидках. Так вот, было проведено два эксперимента. В одном случае на сайте сначала демонстрировалось, что торопитесь, у нас сейчас скидка 30%. При повторном входе на сайт демонстрировалось, что торопитесь, у нас сейчас скидка 40%, то есть скидка увеличивающаяся. И во втором случае, во втором эксперименте, сначала клиентам демонстрировалось, что скидка на 30%, но при повторном входе скидка уменьшалась до 20%. Таким образом, созданием эффекта ограниченности предложения с убывающей скидкой, компания удалось создать ажиотаж, то есть действительно количество обращений в случае поведения вот виджета именно такого, когда скидка уменьшалась, количество обращений значительно возросло. То есть инструмент стадного чувства – это именно инструмент, который играет немножечко на психологии. Он так и называется – стадное чувство, которое играет, в общем-то, на наших чувствах. И инструмент, которым мы можем, ну, скажем так, довольно интересными вещами экспериментировать, инструмент, которым мы можем получать дополнительную конверсию за счет именно психологических эффектов. Разумеется, в настройках стадного чувства есть возможность настраивать всплывающие сообщения на тех или иных страницах нашего сайта, прямо здесь же. Есть возможность вводить сообщения стадного чувства в модильной версии. Тут же можем проводить настройки. Как у нас будет вести себя виджет, как он будет появляться, сразу же ли он будет появляться, либо после прокрутки страницы сайта вниз, либо по времени и так далее. Помимо этого, мы можем кастомизировать сообщения, которые всплывают на сайте, сообщения стадного чувства, таким образом, чтобы они демонстрировались не одинаковые. То есть, например, если мы не хотим, чтобы всегда, например, Иван из города Нижний Новгород купил у нас электробритву, а мы хотим, чтобы это был и Иван, и Николай, и так далее, и чтобы из разных городов они у нас покупали разные товары. Все это можно кастомизировать, добавив варианты для перебора в те самые теги. Ну и так же, как с любым другим виджетом, доступна настройка уведомлений. В главном случае только об окончании работы платной версии. В стадном чувстве. В целом, коллеги, это вот кратенько и очень быстро, без каких-либо там конкретных кейсов, о возможностях настройки виджета на сайте. Безусловно, вашего клиента вы знаете лучше, и безусловно, вы прекрасно представляете себе, какие конкретные действия возымеют эффект над вашими клиентами, как в случае виджета обратного звонка, так в случае виджета стадное чувство. Оценить конкретную конверсию сайтов, еще раз, можно косвенно по количеству посещений на вашем сайте. Еще раз, по всем виджетам, которые у нас есть, может быть предоставлен тест двухнедельный на полный функционал виджетов. Некоторые виджеты, такие как для виджетов онлайн-консультанта, могут вам предоставляться бессрочно и бесплатно для одного кабинета оператора. Сама стоимость виджетов, она на самом деле, по большому счету, чисто символическая. То есть, это сотни рублей в зависимости от того, что за виджет. Например, виджет обратной связи стоит при годовой подписке 600 рублей в месяц, виджет стадное чувство стоит около 200 рублей в месяц. То есть, единственный вопрос, который нужно задать себе, если перед вами стоит вопрос о размещении виджетов на сайте, это сколько дополнительных клиентов вы при помощи этих виджетов привлечете. Ну, то есть, вообще, целесообразность оценивается исключительно, ну, по крайней мере, я бы так оценивал, исключительно по посещаемости вашего сайта. Если она высокая, то установка вычетов на сайте может помочь вам повысить конверсию, ну, скажем так, на десятки процентов. Это, в общем-то, реальные цифры из практики, которые предоставили продуктологи компании МТТ. Коллеги, если кратенько, то это, по большому счету, то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Жду вопросов в чат. Так, я сейчас установлю показ экрана. Коллеги, все ли было понятно? Тогда давайте я задам вопрос. Коллеги, а кто-то использует из вас виджеты на сайте уже? То есть, кто из вас использует дополнительные инструменты для повышения конверсии с сайта? Есть такие? Если да, то нажмите плюс в чат. Если нет, то, если можно, минус. Если Наталья минус, Илья. Илья, а есть какие-то данные относительно того, насколько успешно использование виджетов на сайте? Помогают ли? Наталья, Виктория, Вероника. Спасибо за обратную связь. Если не следует, по какой причине вы не используете дополнительные инструменты для повышения конверсии с сайта? Есть сомнения относительно специфики данных? Нет, посещаемость небольшая. А сколько примерно, если не секрет? То есть, вам дают ваши администраты обратную связь? Сколько людей заходят к вам на сайте ежедневно? Это, кстати, я вот, опять же, озвучу совсем не новую мысль, коллеги, но может быть действительно полезно. Вы в действительности можете контролировать только те показатели, которые вы считаете. Если, да, Илья, ну, в общем, значит, наша сегодняшняя встреча уже не была бесполезной. Значит, этой цифрой можно... Это действительно очень простая цифра, которую легко посчитать и которую администратор вашего сайта легко вам может предоставить. Это те цифры, которые стоит иметь в виду, те цифры, которые стоит держать в уме. Наталья, Виктория, Вероника. Это секрет, почему вы не используете виджеты? Ну, или любые другие инструменты для повышения конверсии? И, опять же, если не секрет, может быть, коллеги, поскольку у нас вот сайт только запустили, собираемся установить и виджеты. Хорошо, хорошо. Это действительно отличная идея. Коллеги, может быть, если есть какой-то положительный опыт использования инструментов повышения конверсии с сайта, что-то, может быть, используется, кроме виджетов? Номера 8800, может быть, что-то еще. Что заставляет вашего клиента, зайдя к вам на сайт, все-таки купить услугу именно у вас? Есть какие-то, может быть, интересные техники? И еще важный момент относительно посчитать то, о чем я, может быть, забыл упомянуть. По всем активностям касательно виджетов в личном кабинете есть отдельная статистика. То есть мы можем знать, сколько людей конкретно увидели виджет, сколько людей заказали обратный звонок, и в каждом разрезе, сколько им людям ответили, как часто отвечали, насколько активно отвечали, насколько активно использовали виджет, и в результате, сколько конкретно людей совершили то или иное целевое действие, скажем, звонок с использованием виджетов. То есть вот этот момент, касающийся именно отсутствия цифр, очень важный. И, безусловно, устраняя статистика личного кабинета виджетов, в данном случае, в компании МТТ. Действительно, те показатели, которые у вас есть, все, что мы можем посчитать, в принципе, мы должны посчитать. Потому что, пока мы это не считаем, мы это не контролируем. Если же мы что-то не можем посчитать, например, вот такая широко известная штука, как сарафанное радио. То есть это очень часто можно услышать от клиентов, а как клиенты узнают о вас. И, в общем, довольно частый ответ сарафанное радио. Действительно, сарафанное радио очень тяжело посчитать, очень тяжело как-то проконтролировать это подсчетом. Но тут нужно действовать именно таким образом, чтобы это сарафанное радио работало на вас. Повышение качества работы с клиентами, повышение клиентского сервиса. То же, что мы можем посчитать, например, количество посещений и количество обращений по виджетам, мы должны уметь считать. Коллеги, давайте еще минутку подождем. Может быть, есть какие-то вопросы по виджетам? По каким-нибудь, может быть, еще моментам? Если вопросов нет, то большое спасибо за внимание, коллеги. Большое спасибо за обратную связь. Олег, большое спасибо за возможность доложиться на вашем сегодняшнем мероприятии. Тебе, Иван, спасибо. Рада видеть, было ли тебя на нашей онлайн-конференции. Друзья, если будут какие-то дополнительные вопросы, вот Иван оставил свои контакты. Всегда можно к нему обратиться, уточнить какие-либо нюансы, которые вас интересуют. Ну а мы переходим к следующему выступлению. О выступлении Вячеслава Копытина из компании MailMatrix, он руководитель отдела продаж компании, который уточнит некоторые нюансы выступления Глеба Кащеева, который выступал сегодня утром по поводу такого канала, как email-маркетинг, email-рассылки и другие возможности работы с маркетингом. Вячеслав, прошу тебя в эфир, заходи. Так, коллеги, добрый день. Видно ли меня? Слышно ли? Поставьте плюсики в чатик. Вот, отлично. Олег, спасибо большое за представление. Я тоже немного... Так, сейчас я с навигацией разберусь. Да, вот отсюда начнем. Немного расскажу еще о себе. Я занимаюсь в компании развитием бизнеса, работаю над привлечением новых клиентов и развиваю текущих клиентов. Чем вообще занимается компания MailMatrix, если кто не знает. Мы занимаемся разработкой стратегий коммуникации с клиентами, с подписчиками и пользователями клиентов через различные каналы. Ну и так как email-канал наиболее лояльный, функциональный, он, в принципе, является основным. То есть мы разрабатываем стратегии, мы потом их реализуем, внедряем, рисуем письма, пишем тексты, все это настраиваем, собираем отчетности и автоматизируем, и улучшаем все процессы. И тема сегодняшнего доклада – это как раз, что мешает получать максимум прибыли от email-канала, как сделать этот канал эффективнее. И о чем поговорим сегодня? В первую очередь разберем ключевые метрики канала, на что, собственно, стоит и важно обращать внимание. И рассмотрим, как мы в компании, ну и вообще, в принципе, такой стандартный алгоритм, проводим аудитного маркетинга, как мы начинаем работать с новыми клиентами, которые приходят, как мы оцениваем, что работает плохо и что нуждается в улучшении. И начнем мы как раз вот с ключевых показателей. Метрики делятся на внутренние и внешние. Внутренние метрики – это, по сути, все, что происходит непосредственно в письме, когда пользователь получает его. И внешние метрики – это то, что до момента получения письма и после того, как пользователь совершил какое-то действие и перешел уже на сайт, в приложение и продолжил свою активность там. Метрики выражаются в абсолютных и относительных показателях. Относительные нужны для сравнения разных каналов и разных показателей, чтобы это было более адекватно для сравнения. Внутренние метрики показывают нам вовлеченность аудитории и качество наших рассылок. Здесь на слайде, в принципе, я их перечислил, а далее мы сейчас более подробно уже про них поговорим. Первый важный показатель – это открываемость. Это то, сколько из отправленных писем в итоге было открыто. Здесь как раз представлены относительные показатели. Я справа сделал такую табличку со средними показателями по отраслям бизнеса, потому что везде на самом деле все варьируется, очень много факторов, влияющих на эти показатели. Табличку я эту взял из отчета GetResponse. Если кому интересно, можете найти ее в интернете. Называется он ML Marketing Benchmarks. Он достаточно свежий, то есть там первый квартал 2018 года, и данные действительно интересные. Думаю, что они, в принципе, приближены к реальности, потому что там достаточно большая выборка была, которая анализировалась. Что мы видим, собственно, по отчету, то, что показатели открываемости у интернет-маркетинга, агентств, ритейла, они гораздо ниже, чем у здравоохранения искусства, то есть у более узких отраслей. То есть интернет-маркетинг, ритейл – это все перенасыщено, пользователи завалены письмами, и понятно, что конкуренция именно здесь гораздо выше за интерес пользователя, за привлечение его внимания. Что касается OpenRate, важный момент, как считается. То есть клиент почтовый не передает нам информацию об открытии, и это работает следующим образом. в письме подставляется пиксель, и если, собственно, пиксель показывается, то это засчитывается как открытие письма. Если у пользователя картинки отключено, то мы не узнаем, что он действительно посмотрел это письмо, поэтому этот показатель все-таки не точный. Следующий важный показатель – это кликабельность. Это сколько подписчиков кликнули, совершили какое-то действие непосредственно в вашем письме. У России показатель составляет в среднем 5,93%. И в отличие от открываемости, клики считаются точно, это вот такой точный показатель. Далее – отписки. Рейтинг отписок считается от доставленных имейлов, не от открытых, потому что, ну, например, в Gmail можно отписаться, не открывая письмо, там есть специальная кнопочка, то есть прям письмо пришло, отписались, все, коммуникация закончилась. Показатель по России достаточно высокий, 0,27%. И, опять же, данные, кому интересно, по сферам бизнеса, справа можете тоже посмотреть. Сразу скажу, ну, что влияет на показатели отписок, и вообще, что нужно делать, чтобы их было меньше. Основные причины как бы высокого показателя. Во-первых, это, конечно, некачественная база. Если эта база куплена или где-то там непонятно, когда собрана, конечно же, отписок будет много, так как пользователи, ну, не хотели получать ваши письма, либо, возможно, они уже забыли, когда там оставляли свой адрес. То есть с базой нужно постоянно поддерживать отношения, коммуницировать, не забывать про нее. Если вы не сегментируете свои рассылки, то есть вы отправляете одно и то же письмо по всей базе, конечно, это не будет настолько интересно, как если бы вы предложили какое-то уникальное предложение для пользователя, ну, или как-то хотя бы по его интересам, то, что ему действительно нужно в данный момент. Ну, и, соответственно, сам контент письма. Возможно, вы говорили о том, что будете рассылать вот такой вот, идет такая тематика сайта, а в рассылках получается совсем другое. Пользователи на это не подписывались, опять же, и рейтинг отписок растет. Следующий показатель, так называемый поток подписчиков, то есть, вообще, всегда важно пополнять базу, потому что естественным образом, постепенно, со временем база выгорает. База выгорает, кто-то отписывается, кто-то перестает быть активным, и нужно ее постоянно пополнять. Черный рейт позволяет нам это наглядно посмотреть. Он показывает процент подписчиков, которые отписались от рассылки за определенный период. Собственно, формула выглядит таким вот образом. Здесь собраны отписки, ошибки, неактивные пользователи, и все это соотносится с общим объемом базы. В зависимости от специфики бизнеса, можно считать как ежемесячно, так и, например, показатели за год, что тоже нормально. В среднем где-то текучка клиентов 5%, ну, наверное, приемлемая. Далее поговорим про время жизни подписчика. Время жизни подписчика – это... Время жизни подписчика – это период времени, в течение которого ваша рассылка интересна пользователю. Он открывает письма, он переходит по ссылкам, и чтобы оценить, собственно, продолжительность этого интервала, используется когортный анализ. Здесь в качестве примера взятый интернет-магазин. Данные достаточно старые, но это просто, чтобы для примера, как вообще выглядит CLT-анализ, когортный анализ. Вкратце скажу, как это работает. То есть в столбце «Прирост» мы пишем количество новых пользователей за определенный месяц. То есть у нас месяц когорта – это будет длиной в месяц. Во феврале у нас добавилась, например, первая строчка – 991 пользователей. Дальше мы в каждом месяце считаем активность этого сегмента. Вот из 991 человек 73% в первом месяце в феврале были активны. Соответственно, в марте уже 67% было активно. И постепенно, постепенно активность снижается. То есть здесь дальше компания предпринимает для себя то значение, которое она считает, что вот здесь уже мы считаем, что нужно что-то делать, и время жизни подписчика уже достаточно критичное. Например, здесь видно, что к июню, то есть пятый месяц, когда половина из тех, кто подписались, уже не проявляет активность. Как работать с этим? Что делать? Мы выяснили, что у нас на пятом месяце пользователи становятся неактивными. Можно настроить реактивационные цепочки, автоматические письма, которые в определенный момент будут уходить подписчикам с каким-то предложением, возможно, интересным, необычным, то, что нужно вернуться с коммуникациями или продолжить активность на сайте, может быть, купить что-то, либо получить какую-то скидку, дополнительную выгоду, которая раньше не была. Ну, в общем-то, вернуть интерес пользователю. Следующий слайд – это частота взаимодействия. Данные тоже взяты из отчета GetResponse. Что мы здесь видим? То, что чем больше писем, тем показатели Open Rate и Click Rate снижаются. Ну, то есть, меньше, но лучше, можно так сказать. В принципе, наверное, там два письма в неделю. Это такой оптимальный. И можно, конечно, больше. То есть, в зависимости от бизнеса, но в среднем, наверное, два письма – это такой оптимальный показатель. Важно следить за тем, чтобы не было такого, когда несколько писем сразу от вас приходят подписчикам. То есть, у вас настроена там Welcome-цепочка, например, а также у вас сегодня еще и промо-рассылка, и все это приходит. И, ну, это много. Лучше настроить какую-то приоритетность для определенных писем и отправлять то, что действительно важнее, а другое, может быть, исправить в другой день. Лучше, опять же, все это сегментировать, и тогда вы можете отправлять письма каждый день, но получать их пользователю два раза в неделю. Итак, немного такое для закрепления. Что нужно делать, чтобы подписчики ваши были довольны? Периодически чистить базу от старых и неактивных адресов. Никогда, ни в коем случае, не пользоваться купленными базами, и откуда-то там собранными давным-давно. Работать только с теми, кто подтвердил свое согласие на получение писем. То есть, наличие имейла не является гарантией того, что пользователь готов получать от вас рассылку. Делать интересный контент, чтобы подписчикам было интересно действительно читать, и они ждали письма. Тестировать все возможные элементы в письме. АБТ-тесты направлены на заголовки, либо там дизайн, кнопки, темы. Представляете, что лучше работает именно для вашей аудитории. И не стоит прятать ссылку в отписке. То есть, она должна быть достаточно понятна. В футуре лучше пускай пользователи будут отписываться, нежели жаловаться на спауне, найдя в итоге, где отписаться. Следующий важный параметр – это доставляемость и ошибки доставки. Ошибки доставки возникают, когда почта подписчика не принимает письмо. И такое письмо возвращается с указанием причины недоставки. Они могут быть такого характера, как адрес не существует, либо там почтовый ящик может быть переполнен у конечного адресата, может быть сервер недоступен и так далее. Разделяют мягкие и жесткие ошибки. Соответственно, к мягким как раз относятся временные ошибки, как вот сервер недоступен, либо ящик переполнен. То есть, какое-то время пройдет, и все будет хорошо, и можно будет дальше продолжать отправлять письма. Жесткие ошибки – это когда, например, адрес удален, или ящик не существует, какая-то ошибка в самом адресе, либо пользователь добавил спам и запретил получать письмо от вашего адреса. Вот такие ошибки считаются критическими, и больше по этим адресам не отправлять письма. В среднем уровень критических ошибок не должен превышать где-то 4-5%. Теперь про доставляемость. Слева я оставил формулу доставляемости. Соответственно, письмо считается доставленным, если сервер получателя успешно письмо принял и сообщение об отказе не пришло. Но на самом деле это не означает, что ваше письмо попало в уходящее. Оно вполне могло упасть в папку спам просто у пользователя, и, соответственно, спам редко кто смотрит и разбирает. Как правило, просто тут все удаляет. Что влияет на доставляемость письма? Влияет верстка и, конечно, контент письма. То есть, например, мы никогда не используем, ну и не только мы, это, в принципе, скрипты в верстке. То есть это прям прямая дорога. Спам. Факторы IP-адреса. То есть это и прогретость базы, отсутствие в черных списках, ошибки доставки, настройки аутентификации, различные SPF и DKIM, DMARC. То есть это такие более уже... Можно про каждую из этих пунктов говорить отдельно, я пока в общем скажу. Ну и фактор обратной связи тоже, опять же, жалобы на спам, открытие и спам-ловушки. Соответственно, если ваши письма не открывают, то, скорее всего, ну, почтовый клиент, почтовый сервер сочтет, что вы отправляете что-то не то, неинтересное, и, возможно, что письма будут замечаться как спам. Теперь поговорим про внешние метрики. Соответственно, до момента отправки письма это, назовем, привлечение. И после того, как пользователь из письма уходит на сайт или в приложение, это уже непосредственно монетизация. Первый параметр – это стоимость привлечения льда. По сути, это отношение суммы всех маркетинговых усилий, потребовавшихся на привлечение одного льда к привлеченным льдам. Есть у этой формулы исключения, то есть, возможно, есть какой-то длительный период, например, там какие-то были инвестиции в новый регион на ранних стадиях, и для анализа результатов потребуется больше года. Это редкий случай, но все-таки это нужно учитывать, так как показатель будет недостаточно верный. Рост листа подписчика. То есть, если у нас добавляются подписчики, это еще не говорит о том, что у нас... Так, связь плохая. Только у Татьяны связь плохая, или все плохо слышат, коллеги? Все хорошо. Рост листа. Если к нам добавляются подписчики, это еще не говорит о том, что у нас растет база, потому что, как я уже говорил про черный рейд, подписчики постепенно отписываются, удаляются, и показатель роста листа говорит нам именно о том, насколько у нас увеличивается база. Дальше мы поговорим про конверсии. Я думаю, все знают, что такое конверсия. В email-маркетинге мы делим это все на макроконверсии и микроконверсии. То есть, есть очень хорошее... Ну, это еще у Google Analytics есть такое определение, когда на примере какой-то командной игры все это разобрано, то есть, у нас есть целевое действие, нападающий забивает мяч, но вся команда ему при этом способствует для того, чтобы довести этот мяч до нападающего. Поэтому это называется ассоциированная конверсия, и очень важно в email-маркетинге как раз про них не забывать. Так как бывали такие случаи, когда клиенты говорят, ну, у нас email-маркетинг не работает, у нас вот прямой конверсии немного. Мы смотрим показатели ассоциированных и видим то, что достаточно хорошо работает. То есть, пользователи читали письма, и это способствовало тому, чтобы потом в итоге совершить покупку. Может быть, это было где-то не сразу, может быть, это было не в интернете, но в любом случае, email-маркетинг работает, и ассоциированные конверсии очень важно учитывать. И как раз вот на следующем слайде здесь видны как раз и ассоциированные прямые конверсии, и если убрать бесплатный поиск прямой, то среди каналов, email-канал, он первый и потому, и потому показатель. Следующие показатели, это, ну, они такие, альтернатива одна другому, РПЕ – это доход в письма и РОЯ как окупаемость инвестиций. То есть, один оценивает, по одному можно сравнить доходность канала, по другому можно сравнить размер, ну, то есть, окупаемость вложенных средств. Вот формулы, в принципе, весьма понятны. По метрикам, я думаю, все. И дальше я расскажу то, что как мы уже непосредственно используя эти метрики, постепенно, поэтапно проводим аудит маркетинга, email-маркетинга. Первым делом оцениваем вот эти базовые показатели. Как правило, они есть в платформе, и для этого особо ничего дополнительного считать и делать руками не надо. Но, единственное, советую проверить, насколько верно считается, потому что некоторые используют не совсем верные формулы, и показатели за это могут отличаться. Соответственно, считаем open rate, click rate, ошибки, отписки, жалобы. И, опять же, с чем сравнивать, можно сравнить, например, с отчетом вот getResponse. Вполне себе средние показатели, на что можно ориентироваться. Далее, то, что мы недавно говорили про RPA и ROI, смотрим, ну, можно, опять же, сравнить средние, а можно еще посмотреть динамику. То есть, если динамика отрицательная, значит, уже что-то работает неправильно. И причем это может быть не только в ML-маркетинге. То есть, может быть, письма-то работают хорошо, а проблемы уже потом с сайтом, может быть, проблемы вообще с продуктом, с тем, что пользователи там не могут что-то закончить заказ. То есть, здесь уже это как бы такой триггер-звоночек, что что-то не так, и что-то явно можно улучшить и сделать эффективнее. Далее мы оцениваем жизненный цикл подписчиков. Это же опять когортный анализ, который нам показывает не только, опять же, сколько, когда нам нужно реактивировать подписчиков. Он, в принципе, может показать, что, например, у вас товары FMCG, но у вас подписчики живут один месяц. То есть, они пришли, купили товар по промо-коду и дальше больше им это неинтересно, коммуникация с вами, что тоже говорит о том, что, наверное, вся стратегия выстроена не совсем верно, и хотелось бы, чтобы клиенты на подольше оставались с нами. И, соответственно, когда... Я вот сейчас, наверное, не вернусь к слайду, хотя, может быть, и вернусь. Ну, если что, потом посмотрите. То есть, там есть месяца, когда прям по всем когортам есть провал, и это тоже повод для анализа, потому что явно не только там в коммуникации была проблема, ну, может быть, и в коммуникации, но тогда надо сравнить, что вы в этот момент отправляли такого, что отличается от ваших стандартных регулярных рассылок. Соответственно, способы подписки и отписки. Это тоже очень важно, насколько ваша форма удобно расположена, что ваши попапы вовремя появляются. Я в последнее время часто натыкаюсь на то, что где-то я уже готов оставить свой имейл, я начинаю уже заполнять, мне вылетает попап о том, что оставьте свой имейл, я пытаюсь все это скрыть, закрыть, и потом то, что я уже набирал в полях уже все потерялось, мне надо все заново заполнять, это уже неинтересно, то есть явно на этом этапе не один я, а многие пользователи будут отваливаться, потому что это неудобно сделано, это неправильно работает, это все нужно проверять и тестировать. Последите за тем, чтобы ценность того, что вы предлагаете за контакт клиента соответствовала тому, что вы от него просите, чтобы это было интересно ему. Четко описывайте, что вы будете послать потом, на что человек подписывается. Удобство отписки, как я уже говорил, насколько это просто сделать. Подписка должна быть в один клик, то есть квесты не самое лучшее решение устраивать для подписчика. Он должен сразу понимать, что он отписался. Вы можете спросить уже после того, как человек отписался, попросить его заполнить какой-то опрос, почему очень много писем вы слали, не слали то, что ему интересно, может быть другие причины были. Вообще рекомендую сделать либо в личном кабинете в зависимости от бизнеса, либо отдельной страничкой менеджера подписки, подписки, где клиенты могут сами настроить частоту писем, темы писем, которые они хотят получать. Таким образом вы получите лояльного клиента, который действительно отметил то, что ему интересно, и вряд ли он нажмет отписаться, если вы будете следовать тому, что заявили. Далее про анализ доставляемости. Соответственно, на первом этапе мы уже оценили OpenRate, жалобы, но есть еще инструменты, которые позволяют нам оценить доставляемость. Эти инструменты уже со стороны почтовых серверов. Самый популярный Mail, Яндекс и Google. К сожалению, не все работают так, как хотелось бы. И дальше я немножко подробнее про нюансы каждого расскажу. Первый, наверное, самый функциональный на сегодня это пост-офис Mail.ru. Он показывает, то есть он стабильно работает, что самое главное, доставляемость писем можно оценить, можно посмотреть, сколько писем удалили не прочитав, сколько удалили прочитав. Важно следить за репутацией домена. Собственно, это самый функциональный на сегодняшний момент пост-офис. Раньше, почему-то сейчас он достаточно давно не работал, пост-офис Яндекса. я надеюсь, что когда-то он заработает. Это скрин старый достаточно, то есть раньше он выглядел вот так. Сейчас, в принципе, мы для своих отчетов, для клиентов можем вытащить оттуда данные, мы этим пользуемся, но вот такого непосредственно удобного интерфейса, где можно все посмотреть, такого сейчас нет. Здесь можно было посмотреть непосредственно по каждой рассылке, сколько было отправлено в спам, сколько было прочитано, можно было посмотреть время, которое пользователь читает письмо, можно было посмотреть глубину скролла письма, то есть много действительно интересных и важных параметров, которые можно в дальнейшем анализировать. Ну и самый секретный и малоинформативный Gmail-овский пост-офис выглядит полезный отчет о спам, о том, сколько пользователей отправил письма в спам. То есть явно, что вот есть у нас такие вспышки, которые можно проанализировать, что же такого отправляли в эти даты, чтобы больше так не делать. Дальше проверка отображаемости, то есть следить за тем, чтобы письма во всех клиентах, на всех устройствах отображались корректно, была мобильная адаптация, все это не развалилось, все это корректно показывалось, это очень влияет на то, что если письмо не показывается, как, например, у меня первый пример слева, где вроде бы письмо красивое, с картинками, но если у меня отключены картинки, у меня просто белые квадраты. Ну, конверсия и эффект от этого письма будет нулевой, понятное дело. Опять же, письмо озона, где у меня товары выстраиваются в такую горизонтальную полоску, горизонтальный скролл включается. Ну, то есть, это явно неудобно, и хочется сразу закрыть письмо и забыть, что я его получал. Соответственно, если вы работаете не только на Россию, там еще другие иностранные есть подписчики, то проверяйте не только Mail, Яндекс и Рамблер и Gmail, проверяйте Hotmail, AOL, Yahoo, как в этих клиентах отображаются ваши письма. Проверяйте на веб-интерфейсах, десктопных интерфейсах, смартфонах, планшетах, на всех популярных устройствах и обратите внимание, что родные клиенты и приложения отображают письма по-разному. Дальше про аудит-стратегии, но здесь я просто кратенько собрал основные тактики и нужно проверить вообще настроены ли они у вас, следуете ли вы им, насколько они у вас эффективно работают. Ну и ближе к концу такой некий в качестве summary чек-лист, как проверить, что в вашем канале хорошо работает, а что можно улучшить. Первое, то, что мы работаем с базой, следим за ее пополнением, мы реактивируем утративших интерес подписчиков, мы используем double opt-in и работаем только с подтвержденными контактами, работаем, ну то есть подписка должна быть понятная в один клик, дальше сегментируем базу и персонализируем рассылки, про сегментацию можно отдельно говорить очень много, есть как бы и RFM анализ, который позволяет по покупательской активности сегментировать, можно хотя бы базово сегментировать по полу, по возрасту, соответственно, ключевое правило эффективного маркетинга, то, чтобы нужный контент нужному пользователю в нужное время приходил, если вы будете следовать этому правилу, то отдача будет соответствующая. Расписание рассылок, приучайте свою аудиторию к тому, что ваши письма приходят в такое-то время, в такой-то день, и старайтесь не покапить, не пропускать эти сроки, соответственно, предсоставляйте себе контент-план, придерживайтесь его, готовьте все заранее, это тоже дает свой результат, когда подписчик ждет и знает, что в такое время придет письмо, это его не раздражает ни в коем случае. Настраиваем автоматические сценарии, это как и касательно приветственных цепочек писем, это и поведенческие триггеры, это и триггеры по какому-то событию, это возможно, день рождения подписчика, два года регистрации на сайте, что угодно это может быть, это работает, то есть настраивается единоразово, и потом это в любом случае приносит какой-то профит, какой-то доход, те же брошенные корзины, брошенные просмотры, стандартная практика, стандартная тактика, которая используется и она действительно работает. Анализируем результаты, собираем отчеты, как я уже говорил, тестируем всевозможные элементы, находим именно то, что лучше работает с вашей аудиторией. Ну и собственно, наверное, на этом все. если есть какие-то вопросы, то, я думаю, у нас время еще осталось, я готов на них ответить. Свои контакты, если что, пишите на почту, в Facebook, добавляйте, есть какие-то вопросы, либо по презентации, либо, в принципе, по работе с email-каналом, с удовольствием поможем, ответим. Неблагодарности, вопросов нет, я так понимаю, да? Спасибо за выступление, и мы передаем теперь слово «Анковскому онкологителю учебного центра Топ-эксперт, который расскажет про мультипликативный маркетинг для бизнеса, про улучшение конверсии в маркетинге, для улучшения конверсии в заявок, для улучшения увеличения ваших продаж и увеличения среднего чека и УТИ. Леонид, ждем вас в эфире, подключайтесь. Продолжение следует... 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Друзья, всем привет! Давайте проверим звук... От одного до десяти, насколько меня хорошо слышно... Отлично! Тогда давайте начинать... Прощу прощения за небольшое опоздание... Буду показывать с экрана презентацию... Тогда я правильно понимаю, да, что... С экрана показываю... Или она есть загружена... С экрана, да, вижу, все, хорошо... Окей... Так, ну, прежде чем начать, давайте мы с вами познакомимся немножко... Я сначала задам вопрос вам, потом расскажу немножко о себе... Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас представляет предпринимателей и специалистов... Если вы предприниматель, то напишите, что я предприниматель в какой-то сфере... У меня такой-то бизнес, существует он столько-то лет... Если вы специалист, то напишите, я там специалист по телекоммуникации... Специалист по IP-клифонии или еще почему-то... И я занимаюсь этим столько-то лет... Чтобы я понимал, какой состав аудитории мог бы... Своё выступление построить более адаптированно непосредственно под ваши... Под ваши потребности и ваши представления... Вот, ну что ж, давайте тогда... Так, у нас... Люди могут записать, да? Я так понимаю, что могут... Ну, давайте в чате что-нибудь напишем тогда, чтобы я понимал, кто у нас здесь есть... Есть кто живой... Давайте даже упростим задачу... Кто здесь есть, напишите, пожалуйста, в чате плюс... Окей, значит, хорошо, теперь... Усложняем задачу, да? Предприниматели пишут, в чем вы... Что вы предпринимаете, специалисты пишут, в чем вы специалисты. Пока вы пишете, я начну и расскажу пару слов о себе. Я занимаюсь сферой интернет-маркетинга уже почти 14 лет. Я начинал в 2006 году. Я был веб-дизайнером, и у меня возник вопрос, что... Я хочу себе клиентов, но как их привлечь, я не понимал. Я создал свой сайт, но почему-то никто не посещал его. Я стал узнавать, как это сделать, и таким образом попал в тему поискового продвижения. С тех пор я проработал в 30 разных профессиях в сфере около интернет-маркетинга, вплоть до фотопродакшена, видеопродакшена, пиара, партизанского маркетинга, копирайза, вообще был всем, кем только можно быть в теме интернет-маркетинга. Из всего этого я собрал некую модель, которая называется мультипликативный маркетинг, о которой я вам сегодня расскажу. На этом пути я побыл топ-менеджером в ведущих агентствах, которые входили в пятерку, в десятку, в тройку в различных рейтингах. В том числе они туда вошли благодаря моей деятельности. Я написал три книги. Сегодня у меня есть компания, которая работает в двух направлениях. Первое направление – это непосредственно оказание услуг в сфере мультипликативного маркетинга. А второе – это непосредственно образовательный центр. Это профессиональное образование. У нас на данный момент полторы тысячи выпускников профессионального образования. То есть это не какой-то семинар на 4 часа. Это курсы, которые идут. Сейчас максимальная версия курса идет полтора года. За 8 лет мы такое количество человек смогли обучить. Основной тренд, который я вам хочу сегодня раскрыть – это переход среди агентств от позиции, где агентства зарабатывают на достижении формальных результатов. Типа мы вам продвинули сайт на хорошие позиции, мы вам запустили рекламные объявления, вот у вас есть посещение и даже есть заявки. К реальным результатам в виде увеличения финансовой эффективности бизнеса. То есть увеличение продаж, увеличение среднего чека, увеличение заработка на lifetime value. И переход заключается в том, что агентства, в которых один специалист мог вести огромное количество проектов, сегодня уже не могут удовлетворить потребности рынка, не могут дать такие результаты, а потребность очень остро возросла, поскольку сейчас кризис, сейчас сложнее стал вести бизнес, денег становится меньше и деньги начинают считать. При этом узкопрофильные специалисты также не могут закрыть полностью потребность, поэтому даже узкопрофильному специалисту сегодня нужно разбираться в связанных инструментах маркетинга. В чем же связанность этих инструментов? Очень просто. Есть путь клиента, как он из потребностей становится покупателем, становится постоянным клиентом, становится адвокатом бренда, который рекомендует эту компанию всем своим знакомым. На этом пути есть очень много разных шагов. Если человек закрывает только трафик, то этот трафик может не сконвертироваться в заявку, может не сконвертироваться в продажу, может не сконвертироваться в повторную продажу. И задача маркетолога сегодня, чем бы он ни занимался созданием сайтов, трафиком по SEO, трафиком по контекстной рекламе, таргетированной, это как раз сделать так, чтобы люди становились постоянными покупателями, лояльными к этому бренду. Соответственно, я изучил, в общем-то, я уже 14 лет это изучаю, в том числе я провел порядка 6 краткосрочных курсов для руководителей агентств, среди которых были агентства из топ-10, в том числе. И я очень хорошо знаю агентский рынок. И я создал модель, которая сегодня заключается в том, что маркетолог уже не актуален. Это тенденция рынка, это то, что сегодня говорят клиенты, это то, что сегодня видят новые агентства, которым нужно выживать и бороться за место под солнцем. Поэтому я буду как раз говорить вам о такой модели, что вы можете также построить внутри своей компании, либо применить к себе. Итак, теперь я должен понять, кто нас слушает. Друзья, ну, я не знаю, вы со мной не хотите, я так понимаю, что у нас смотрят три человека, я не знаю, я пришел выступить для трех человек. Я задал вам вопрос. Кого вы представляете? Если хотите просто меня послушать, есть видео на ютубе. Если хотите получить профиль для себя конкретно, мне нужны тематики, мне нужно понимать у нас специалисты по телекоммуникациям, специалисты по бизнесу, предприниматели, маркетологи. Кто вы? Скажите, пожалуйста, чтобы я мог для вас построить выступление, чтобы вы получили максимальный профиль. В чате написать, что у вас за сфера бизнеса, если вы предприниматель. Если вы специалист, какая у вас профессия? Ольга, замечательно, что вы пропустили начало. Можете также пропустить и основную часть. Итак, предприниматель сферы интернет-маркетинга. Отлично. Туризм. Ивент-департ-менеджер. Кто еще у нас? Телемаркетинг. Хорошо, давайте так. Я строю выступление, исходя из того, что у нас предприниматели, которые сами разбираются в маркетинге, либо маркетологи, которые в целом закрывают не локальную задачу, а задачу в целом. Попробуем так. В чем суть модели мультипликативного маркетинга? Суть в том, что строится такая связка маркетинговых инструментов, где каждый инструмент умножает эффект от всех остальных. То есть вы не просто делаете контекстную рекламу, вы делаете так, чтобы контекстная реклама умножалась на изобилие, на конверсию, это умножалось на CRM-систему, это умножалось в том числе на телемаркетинг. Вы обзваниваете людей, которые есть в вашей базе. Но эти люди могут, к примеру, сегодня не купить. И если мы рассмотрим вообще процесс продажи, то у нас есть три статуса, который может быть лид. Это может быть статус, он сейчас в процессе обработки, принятия решения о покупке, он решил сейчас не покупать, либо он уже купил. И каждая из этих ситуаций может отдельно отрабатываться на автоматических воронках в CRM-системе. С подогревом рассылками, с подогревом в виде ретаргетированной рекламы, с повторными звонками через какое-то время. Если что-то купил, то можно ему что-то предлагать. Это вот то, что касается телемаркетинга. Сам по себе телемаркетинг – это очень хороший, крутой инструмент, но при усилении другими инструментами он может делать несколько иксов для компаний, которым вы оказываете услуги. Моя задача сейчас – специалистам показать, что они могут расширить свои компетенции, достроив к своему основному инструменту некие связанные инструменты. А предпринимателям показать, что если какой-то инструмент маркетинга в их практике не сработал, это было только потому, что его делали локально, без связки с другими инструментами. Возможно, вы заказали у пяти агентств разные инструменты маркетинга. Но вопрос в том, построена ли цепочка так, чтобы эти инструменты, взаимодействуя друг с другом, умножали общий эффект. Итак, рассмотрим на примере интернет-магазина. Сейчас мы отстраиваем с вами первый уровень мультипликативного маркетинга. Вообще, в принципе, любой бизнес, входя в интернет, должен начать с того, что должен изучить, как сегодня аудитория в вашей сфере бизнеса формулирует свои потребности, что они ищут в интернете. Допустим, вы занимаетесь продажей ноутбуков. Вот этот человек, он точно знает, какой ноутбук ему нужен. И заходя в поисковую систему Яндекс, он вбивает запрос, я хочу купить ноутбук Asus ZenBook UX31A. У меня, кстати, был такой же. Но эта девушка, она не вбивает такой запрос, она тоже знает, что ей нужно. На ее языке ей нужен ноутбук для сына, и ей не важно, это будет Lenovo, Asus или еще что-то. У нее в голове картина, что он, возможно, как вы думаете, кстати. Какой ноутбук для сына нужно размещать на этой странице? Обычно есть две версии. Ноутбук для учебы, ноутбук игровой. Значит, нужно разместить и такой, и такой. Ведь если у вас эта потребность подразумевает несколько толкований, тогда вы должны удовлетворить и те, и те толкования. Как это делает Яндекс, если вы в Яндексе вбиваете запрос «Наполеон», вы получаете себе огромное количество вариантов. «Наполеон», «Мангал», «Коньяк», «Наполеон», «Бонапарт», «Психбольница». Была новость, как Алекса Айпанина забрали психбольницу почему-то по запросу «Наполеон», когда я проверял последний раз. Получается, что страниц с товарами недостаточно. Вам нужны дополнительно страницы с потребностями. Убираем тему интернет-магазина, тематика услуг, просто сайт-информационник, сайт объявлений. В любом случае, мы оперируем тем, что у людей есть потребности. Они каким-то образом их формулируют. Нам нужно их выяснять. В ноутбуках, кроме непосредственно товаров, есть также сенсорные ноутбуки, ноутбуки-трансформеры, игровые ноутбуки, ультратонкие ноутбуки. Бывают сенсорные розовые ультратонкие ноутбуки. Бывает все, что угодно. Ваша задача – изучить, как люди это ищут, чтобы вы могли сделать структуру сайта, которая бы отражала максимальное количество этих потребностей. Почему? Потому что, чем больше потребностей вы охватываете, тем шире ваша аудитория, тем больше заработает ваш бизнес. Бывают тематики, где люди вообще не ищут конкретные товары. Допустим, эта тематика – шуба. Женщина никогда не будет писать в Яндексе «Я хочу купить шубу F9285». Она вообще не знает, что такая шуба существует. Она будет писать по потребностям. Я обычно провожу вопрос, но сейчас у вас мало времени, поэтому сейчас мы опросы проводить не будем. Я просто скажу то, что я уже опросил. Как ищут? Шуба из меха камышевого кота, из меха канадского бобра, длинная шуба пол из соболя. Как угодно. Бывает даже шуба из меха пони для любителей или меха фламинго для извращенцев. Ищут по-разному. Но никто не знает, как называется конкретная шуба. Никто не знает, как называется конкретный зон. Никто не знает, как называются конкретные серьги. В этих тематиках люди ищут свои потребности, формулируя их по каким-то признакам. Если вы хотите охватить эту аудиторию, то вы должны изучить, как они пишут запросы в поисковых системах, чтобы вы как раз могли создать страницы под каждую потребность. При этом запросов может быть очень много. Большое количество. Но множество запросов может характеризовать одну потребность. Для нас не важны запросы, для нас важны потребности. При этом суть заключается в том, что вы увеличиваете ассортимент, не меняя его. У вас поставщик дает вам, допустим, тысячу наименований верхней одежды, куртки и шубы. Это наш клиент, компания «Иваджио». У этой компании для двух... А, нет. У них было тысяча наименований курток и шубы. И для тысячи наименований ассортимента курток и шубы мы смогли найти две тысячи потребностей. И под эти потребности мы создавали страницы-финитры на сайте, которые уже продвигались в поисковых системах. Простой пример. У вас есть духи. Вы добавляете на сайт дополнительно три страницы для этих же самых духов. Ассортимент остался тем же, но при этом он увеличился, потому что вы добавили новую потребность. Духи для жены, для любовницы и для мамы. Духи те же самые, но аудитория теперь ваша стала шире. Запросы бывают разные, бывают очень странные запросы, поэтому подбор семантического ядра, мы сейчас говорим именно о нем, он может занимать довольно много времени, если вы, конечно же, хотите охватить максимальное количество аудитории. Я, моя компания, работаю с компанией, с клиентами, которые уже являются лидерами в своей отрасли, либо приближаются к этому и хотят стать лидером, либо укрепить свои позиции. Поэтому я обычно скажу из того, что мы должны охватить всю аудиторию. Сомантическое ядро, которое вы собираете, в конечном счете выстраивается в такую архитектуру вашего сайта, на основании которой и создаются новые страницы под новые потребности. Как это делается? Отбираются базовые слова, из которых уже формулируются поисковые запросы. Собирается максимальное количество этих запросов на основании базисов, убираются нецелевые запросы, сумка из клавиатуры для тематики сумки от Луис Уитон, явно нецелевые запросы. Дальше оставшиеся запросы группируются в потребности. Каждая потребность продвигается на свою отдельную страницу. Принцип формирования групп заключается в том, что каждый запрос в потребность в этой группе должен характеризовать одну и ту же потребность. Можете обратить внимание, что здесь сделано именно так. И недорогие женские сумки – это уже другая потребность, нежели просто купить сумку. И кожаные сумки тоже другая потребность, нежели просто купить сумку. При этом запросов в каждой группе много. Их может быть еще больше – это нормально. Что происходит дальше? Дальше вы на основании всей этой структуры формируете таблицы, которые и являются заготовкой для расширения вашего будущего сайта. Сейчас мы к этому еще вернемся, не переживайте, я расскажу подробнее. Вы привязываете к созданным, найденным потребностям, созданным на сайте страницам вот эти потребности, товары. Это делается автоматически. Мы пишем техническое задание для программиста, он это программирует, собирает и у вас на страницах фильтров, у каждого из вас есть интернет-магазин, уже существует. Это облако тегов, это метки, это разные модули Битрикса, оно и так есть. Конечно, для всего приходится программировать более сложные решения, потому что, если вы хотите получать максимальный результат, то, к сожалению, сегодня, хотя уже столько времени прошло, доступных эффективных решений для того же самого Битрикса тоже нет. Это объясняет тем, что каждая тематика имеет некоторую специфику, и сейчас мы говорим уже о том, что есть номенктура у поставщика, вы ее загружаете к себе в 1С, оттуда она уже перегружается на сайт, и у каждого поставщика есть какие-то свои нюансы, у каждой тематики тоже есть свои нюансы, поэтому, конечно, сделать универсальный модуль привязки товаров к фильтрам довольно сложно. Что дальше? Вы создаете страницы, чтобы было понимание, какой примерно объем в каждой тематике. Форекс – 700 потребностей для дилера, для MFX-брокер, для портала мы собрали 2500 потребностей для тематики Форекс. Одежда – 2000 потребностей, верхняя одежда, я уже об этом рассказывал. Хофф – очень давно собирали, собрали мало, но, тем не менее, собрали 3500 потребностей. Циан – 20000 потребностей, которых раньше не было, они не закрывались на сайте. Это наши клиенты, с которыми мы работали. Интересный вопрос – какого же цвета эта сумка? Если мы спросим женскую аудиторию, то девушки скажут вам, что эта сумка цвета Тиффани, бирюзового, мятного. Если мы спросим мужскую аудиторию, мужики скажут, что эта сумка зеленая. Какой же результат вы получаете на выходе? Первое – семантическое ядро для SEO. Это таблица, которая загружается на сайт, у вас появляются новые страницы под эти потребности. У них прописывается заголовок, у них прописывается заголовок в тексте, у них прописывается нужный адрес страницы и определяется их иерархия внутри сайта. Из этого же собирается семантическое ядро для ведения контекстной рекламы. Все минусслова, которые мы собрали, это же именно слова для контекстной рекламы. Дальше из этого собирается архитектура вашего будущего сайта. Как обычно делают сайты? Сначала люди просто берут и запускают сайт, они думают, ха, какой бы мне создать раздел. Рисуют, проектируют, продают творчество. Запускают, не работают. Думают, что же это делать, почему не работает. Но у конкурента же работает, сделают так же, как у конкурента. Берут, копируют, у конкурента запускают, тоже не работает. Потом могут копировать у зарубежных проектов, тоже не сработает. И только потом люди догадываются, что нужно изучить спрос, потребности их аудитории и на основании этих потребностей уже формулировать структуру вашего будущего сайта. Также из-за этого вы можете собирать заготовки для продающих текстов, потому что в поисковых подсказках, из которых также собирается семантическое ядро, зашиты очень многие возражения о дополнительной потребности, которые есть у вашей аудитории. Вы составляете таблицу в соответствии с товарами и признаками, и таким образом вы делаете автоматическое добавление на странице фильтры соответствующих товаров из базы данных. Это же делает программист, а задача SEO-специалиста или маркетолога, просто обычно это делают именно SEO-специалисты, потому что для них это сегодня единственный способ выживать. Там зашит максимальное количество трафика и грех его терять. Конечно же, это также вам дает заготовку для бизнес-аналитики, на базе которой вы впоследствии сможете сравнивать сегменты между собой. Вот у вас есть, допустим, два ноутбука, и кажется, что на одном вы зарабатываете больше. Вы можете посмотреть перед таблицей, получается, что хотя на одном у вас прибыль значительно больше, тем не менее при учете всех факторов, влияющих на конечную доходность, вы выясняете, что у другого ноутбука при меньшем чеке, при меньшей аудитории вы, тем не менее, можете заработать больше денег. Итак, какие ваши бизнес-результаты? За счет того, что вы изучили спрос, и теперь вы можете создавать страницы под каждую потребность. Конверсия подобных страниц будет максимальной, ведь на этой странице человек может закрыть только свою потребность, он не видит ненужных ему товаров и ненужных ему услуг. Во-вторых, вы получаете большое количество дешевого, низкочастотного трафика, который быстрее и проще продвинуть на хорошие позиции в поисковых системах. В том числе вы можете это использовать и для контекстной рекламы. При этом некоторую часть трафика, если бы вы не делали такого исследования, вы просто бы не собрали. Обычно семантическое ядро собирают за пару часов. У нас есть проекты, по которым мы собирали семантическое ядро около 8 месяцев. Это нормально, потому что это ваша инвестиция в изучение спроса. И каждая найденная страница – это ваша золотая жила. Это деньги, вложенные сегодня, они будут вас кормить долгие годы впоследствии. Вся ваша рекламная активность, все ваши рекламные бюджеты, миллионы рублей, может быть даже доллара в конечном счете, на пересчете во множество лет, будут помножаться на то, насколько вы изначально полно соберете это семантическое ядро. Поскольку если вы создаете его полно, вы хотите максимальное количество потребностей и создадите такую структуру вашей витрины, ведь сайт – это витрина на самом деле, что все товары будут выложены и доступны вашим потенциальным клиентам. Что же дальше? Теперь ваша задача – привести сюда аудиторию. Вот таким образом выглядит путь клиента. У него формируется потребность, он изучает, какие есть решения в принципе в природе, в интернете, в России, в какой-то другой стране для этой потребности. Дальше он ищет, к кому же мне обратиться, заходит к вам на сайт, изучает его, дальше ему нужно понять, можно ли вам доверять. Окей, хорошо, вам можно доверять, я формирую заказ, я подтверждаю его, я покупаю повторно, я рекомендую знакомым. Все, я ваш постоянный клиент, я ваш фанат. У меня была очень интересная история. 8 лет назад я заказал воду в компании «Водовоз». Я заказал ее в 23.55. В 0.005 мне перезвонили. Раньше это было нереально, никаких доставок ночью, ничего такого просто вообще не существовало в природе. Сейчас мы, конечно же, уже зажрались. Нужно мне что-то, мне через 2 часа уже привезут. Ночью, днем, не важно. Окей, я беру трубку, меня спрашивают, вам доставить воду в 6 утра или в 8? Я в шоке, в восторге, говорю, ну давайте в 8. Даже не верится, что они могут ее привезти в 8 утра. В 8.00 привозят воду, вот вам вода, первая доставка бесплатно. Поздравляю, пользуйтесь вашей водой, вы наш клиент, мы вас любим. Я был так восторжен, что мне это запомнилось. И 8 лет я использую только услуги компании «Водовоз». Для меня других компаний по доставке воды просто не существует. Я эту историю рассказал за все время своих выступлений около 100 раз, может быть даже больше. Для меня вопрос, напишите, пожалуйста, в чате. У кого из вас возникла мысль или желание, а не воспользоваться ли мне услугами компании «Водовоз»? Вот у кого возникло, напишите. Это очень важный момент, потому что первое впечатление сыграло роль на то, чтобы я стал адвокатом бренда, постоянным клиентом, верным клиентом и рассказывал бы об этом своим знакомым. В конечном счете, когда вы формируете маркетинг, который умножает друг друга по всей этой цепочке, вы получаете вот такой профит. Вы получаете умножение охвата, узнаваемости, доверия, целевой аудитории, конверсии в заявку, конверсии в продажу, удержание клиента, конверсия в постоянной покупке, увеличение среднего чека и частоты повторной покупки. И, конечно же, рекомендации знакомым. Давайте разберемся, как же это собрать. Маленькое исследование. Допустим, ваш бюджет на рекламу – 250 тысяч рублей в месяц. Напишите, пожалуйста, в чате, на что вы потратите эти деньги, как бы вы распределили этот бюджет между разными инструментами интернет-маркетинга. Обычно люди распределяют его вот таким образом. И когда люди распределяют его вот таким образом, они получают вот такой эффект. Вы получаете сложение от вложенных инвестиций. Это неплохо, но вы сжигаете трафик, а плохую конверсию в заявку, а плохую конверсию в продаже, а плохую конверсию в повторной продаже. И есть альтернативный вариант, который я и предлагаю вам использовать. Это когда вы умножаете трафик на конверсию и на конверсию в продаже, к примеру. Есть еще другие части, но давайте хотя бы рассмотрим эти три. В этом случае вы получаете умножение от ваших инвестиций, и ваш результат будет намного больше, и ваша воронка пути клиента, воронка трафика, также будет намного эффективнее. Это принципиальная разница между сложением и умножением. Сами понимаете, в школе все учились. Каждый инструмент должен умножать общий эффект. Вы можете и должны работать с аудиторией на всех этапах пути. Вот, к примеру, схема, как мы продвигали пластического хирурга. У него был портал, на который заходила аудитория, у него был сайт, где он предлагал свои услуги. Мы внедрили CRM-систему, мы добавили e-mail-вассылки, мы настроили таргетированную рекламу, аудиторию, которая была на портале, мы показывали объявления в Фейсбуке, мы собирали заявки, мы организовали трансляции, на трансляциях мы также собрали заявки, и также аудиторию распределяли, чтобы эта аудитория регистрировалась на его социальные сети. В чем суть покупки? Во многих тематах люди могут думать очень долго. Покупки домов люди могут думать два года. В тематике увеличения груди девушки тоже могут думать очень долго, и могут колебаться, могут решать, что да, я пойду сделаю эту операцию. Нет, я и так красивая, нет, я сделаю операцию, нет, я сделаю что-то другое. Мыслей может быть много, и клиент может думать тоже очень долго. И ваша задача сделать так, чтобы вы стали основным поставщиком решения потребностей для вашего клиента. Если у вас сложный продукт с большим сроком принятия решения, для вас жизненно важно построить всю эту воронку, чтобы вы понимали, на какой стадии находится ваш клиент, и чтобы вы давали ему нужную информацию на каждом его этапе. Окей, хорошо, работаем на примере. Выстраивание структуры сайтов по тому принципу, который я вам сегодня дал, позволяет вам получать более высокую конверсию и охватывать большее количество потребностей, большее количество аудитории. Это вы можете умножить на правильную структуру продающих текстов, второй шаг, дальше, на правильную ценовую политику, когда вы мониторите цены ваших конкурентов и корректируете свои цены в соответствии с тем, как меняется рынок, на аналитику трафика, когда вы запускаете большое количество рекламных компаний и сравниваете их эффективность между собой, отбирая те, где у вас максимальная эффективность, на репутационный маркетинг, ведь люди изучают вашу репутацию прежде, чем обратиться к вам, на товарные рекомендации, когда вы покупаете, формуруете заказ, можете предложить им что-то купить дополнительно, потому что они уже купили, в этом случае ваш стадиончик будет повышаться. Сегодня интернет-маркетолог вынужден быть бизнес-аналитиком. Сегодня сложно привлекать клиентов, просто выполняя один маркетинговый инструмент. И если у вас что-то не получилось, то, скорее всего, причина именно в том, что вы делали ставку на какой-то один инструмент. Но теперь вопрос. Верите ли вы, что можно в 20-30 раз уничтожить вашу выручку, выручку вашего бизнеса или вашего клиента? Верите ли вы в это? Напишите, пожалуйста, в чате, кто в это верит, либо кто в это не верит. Я пока продолжу дальше. Каких, ну, в общем, в три раза поднять трафик, применив SEO, контекстную рекламу, таргетированную, это простейшая, элементарнейшая задача. Ну, в общем-то, контексты можно просто запустить и подняли. Это несложно. Даже за счет поискового продвижения вы можете за год поднять в три раза ваш трафик из поискового системы. Конверсия с заявку. Вы можете, используя разные инструменты, а именно элементы доверия к вам, к вашей компании, хорошие отзывы в поисковых системах, которые люди будут искать, продающие тексты, проведение АБ-тестов, дифференциация ваших лейнингов под разные типы аудиторий, наличие форм захвата типа онлайн-конфликтанта, наличие высокая скорость загрузки страниц, использование модели, когда каждая страница вашего сайта является лендинг-пейджем, проработка UX, UI, юзабилити. Применив все это, вы без проблем увеличите конверсию в заявку в два-три раза. Вы хотя бы давайте распорим бренд, чтобы вы подняли ее в два раза. Теперь идем дальше. Конверсия в покупку. Используя возможности покупки в кредит, акции, ограничения по времени, в своем системе, различные скрипты, если у человека нет денег, можно предложить купить что-то дешевле, что в принципе не хуже, но только дешевле. Емейл-треггеры, которые человек получает смски, человек получает письма, человек получает рекламные объявления, когда он уходит с сайта, тем не менее мы можем его догонять. Есть такое направление рекламы по тем, кто недозаполнил корзину. Есть очень интересный анекдотичный случай про женщину, которая покупала туры. Женщина приходит к турагентству, покупает тур. Ее спрашивают, а почему мы купили этот тур? Она говорит, знаете, я когда увидела его на сайте, я поняла, что это тур моей мечты. Такой красивый отель, такой вид из окна, пляж, как просто белоснежный песок. Я влюбилась в этот отель. Но когда я увидела цену, я очень расстроилась. Я поняла, что эта сна мне сегодня не по карману. Я ушла с вашего сайта. Но потом, в течение недели, я везде в интернете встречала этот отель. Я поняла, он даже снился мне. Я поняла, что это судьба. Я стала искать способы, где же мне найти деньги, чтобы поехать в эту путевку. И деньги пришли ко мне непонятно откуда. Я их нашла и купила этот тур. Я поехала по нему, я не пожалелась. Спасибо вам большое. Вы мне очень обеспечили самый лучший отдых в моей жизни. Но маркетологи знают, что эта судьба называется динамический ремаркетинг. Она посетила этот тур, после этого она встретила его в интернете. Это настраивается элементарно, но это тоже инструмент повышения продаж. Следующий уровень – это инструмент увеличения среднего чека. Могу просто сказать, чтобы долгое время здесь не закладывать, что у Retail Rocket, это сервис, я вам, кстати, тоже его очень сильно рекомендую, хорошая система, был кейс на проекте azon.ru. Вы все его знаете, многие пользовались. Увеличение среднего чека на 49%. Есть другие инструменты, но суть в том, что поднять на 25% средних чек, я думаю, что у вас тоже тут сомнений нет. Обращаю внимание, что у нас уже x15. Но мы не останавливаемся, идем дальше. Lifetime Value. Итак, внедрение программ лояльности, кэшбэк сервисы, внедрение использования CRM-системы, где вы ведете учет ваших клиентов, формирование портрета клиентов и предложение им в нужный момент до продаж нужных им продуктов. Допустим, я вот общался с одним крупнейшим магазином детских товаров, я был в шоке, узнав, что у них даже нет CRM-системы. Очень многие компании, крупные компании сегодня настраивают неэффективный маркетинг, из-за того, что каких-то элементов у них не хватает. Вы представляете себе, детские товары, человек купил подвузник, все, я знаю, что ему продавать, следующие 5 лет. Если я не допущу ошибки, то этот человек будет, как я у компании «Водовоз», постоянный клиент, я уже переехал за это время, наверное, раз 10, может быть, 12, и я, тем не менее, новый адрес сбиваю, теперь меня доставляют туда. В общем, также и человек будет покупать в одном месте эти подвузники, эти памперсы, эти коляски, ведь те, у кого есть дети, понимают, что каждый месяц у нас ребенок растет, 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 это просто космический уровень расходов, но при этом для компании, при правильной аналитике, при правильном бигдата скоринге вы можете просто за счет рассылок, подписок продавать колоссально, зарабатывать колоссальные деньги. Все, человек его купил один раз, 5 лет он ваш клиент. За счет всего этого можете поднять на 25% еще lifetime value. Что я вкладываю в lifetime value? Количество повторных покупок в год, конвертации в повторную покупку и увеличение среднего человека повторной покупки. Все. Как мы всего этого достигаем? Мы встречаемся с клиентом, мы описываем его продукты, проводим большой брифинг, мы проектируем разные группы его целевых клиентов, это не целевых портрет, это просто группы целевых портретов, там внутри тоже есть разные ответвления. Мы определяем, что важно для этих людей, мы определяем, какие сильные качества у этого клиента. Мы проектируем, какие мы будем использовать гипотезы для проведения таргетированной рекламы, контекстной рекламы, в принципе, для привлечения трафика туда. В том числе бывает так, что даже мы разрабатываем какие-то специальные сервисы, к примеру, для компании, которая занимается регистрацией товарных атаков, мы сделали специальный сервис, который позволяет проверить, не паразитирует ли кто-то сейчас на вашем товарном знаке и впоследствии, что можно пресканировать, что кто-то паразитирует, а в случае можно какую-то услугу продать. Проектируются лендинги под разные типы целевых аудиторий, учитывая то, что у разных типов есть разные потребности, разные герои, разные психотипы даже, в том числе. Проводится тестирование гипотез, проектируется, используется, внедряется сквозная аналитика, чтобы мы понимаем, что на этом инструменте мы разрабатываем какие-то деньги. Внутри сквозной аналитики используются, естественно, и телефонии, и, в частности, недавно мы работали с клиентом, которому мы помогали посадить МТТ на АМА-ЦРМ, и впоследствии это все взаимодействие с системой Ройстад уже создавала систему сквозной аналитики. Один из кейсов для компании мы подняли в два раза, мы снизили на бюджете 10 миллионов рублей на контекстную рекламу, мы снизили стоимость целевого клиента в два раза при росте конкуренции на пике сезона в полтора раза. Делается аудит продаж, когда мы раскладываем по маленьким шагам весь путь клиента, и мы определяем, что клиент, переходя между шагами, конвертируется дальше, либо нет, почему он может не конвертироваться, это тоже все изучается. Тоже вот просто кейс мы для одного клиента, у которого тоже был очень большой бюджет на рекламу, нашли, где теряется половина звонков. Половина звонков просто терялась. Не было правильных связок с твоей системой, не было правильного учета, отработки того, как же работают менеджеры. Резюме. Эффективный маркетинг сегодня – это целостное развитие вашего бизнеса, когда вы используете все эти инструменты, чтобы они взаимодействовали между собой и достраивали друг друга. Как найти правильное агентство, как правильно построить маркетинг сегодня для себя? Первый залог успеха – это когда у вас есть стратегия продвижения. Не просто мы вам сделаем контекстную рекламу, у вас должна быть стратегия продвижения вашего бизнеса, привлечения для вас клиентов. Прозрачный, детальный план работы. Вот, знаете, меня спрашивают, а какие гарантии вы можете давать, какие кейсы у вас есть? У меня за 14 лет кейсов около 500 проектов. Я обычно говорю так, что я не показываю кейсы, я не даю гарантии. Потому что единственной гарантией для вас может быть то, что вы изучаете продукт, который вы покупаете, и понимаете природу его явления. Вы должны в нем разбираться. Как медицина, как юриспруденция. Если вы не разбираетесь, то вы попадете на тех, кто будет зарабатывать на вашем невежестве. Должны разобраться в этом. Второе, как раз то, что на слайде, вам должны показывать, что же будет происходить. Как когда у зубного вам говорят, сейчас будут сядеть тебе этот зуб, смотри, видишь вот камера, видишь вот эту зверху, сейчас будет тебе его сверлить, если будет больно, подними руку. Все, поехали, поехали. Я буду тебе замазать все, анестезия будет не больно. Поехали, поехали. Не больно, все, поехали дальше. То же самое должно быть здесь. Все должно быть для вас прозрачно. Никаких у нас есть секретных технологий, которые мы не показываем. Все это полная фигня. Следующий момент. Вы должны содействовать процессу того, что будут вам, услуги, которые вам будут оказывать. Все. Элемент из трех составляющих. Вы понимаете природу явления, для вас все прозрачно, вы оказываете содействие. Дальше. Дистанционный отдел продвижения. Я вижу, что сегодня у многих заказчиков, у многих из вас, у многих клиентов, есть проблема с тем, что обращаясь в агентство, вы не получаете результата. Кто попал в эту ситуацию, пожалуйста, напишите об этом в чате. Для тех, кто понимает, что лучше всего сделать внутри своей компании, вы мыслите в верном направлении. Но вам создать отдел маркетинга очень сложно. Мы создали решение, когда мы за вас собираем дистанционный отдел маркетинга, который и решает за вас все ваши проблемы и задачи по маркетингу. То есть мы собираем дистанционный отдел маркетинга для своих клиентов. Мы изучаем поведение аудитории, расписываем их сливые портреты, много-много-много всего. Естественно, изучаем потребности, собираем карту этих потребностей. Выстраиваем маркетинговую архитектуру сайта, увеличиваем трафик, увеличиваем конверсию, средний чек, лайфтайм, вэллю. Мы настраиваем каждый инструмент, если это необходимо, даже помогаем настраивать бизнес-процессы. В целом, наверное, основные моменты, которые я хотел рассказать, я вам смог рассказать. К сожалению, времени, конечно, было мало. Я еще не говорю так быстро, как активные кандылаки. Но чем я могу быть вам еще полезен? У меня есть три решения и предложения для вас. Первое. Мы запускаем в ближайшее время большой курс, который будет идти до полутора лет. Не всем нужна такая большая программа. Есть варианты участия более сокращенной в ней. Но на этой программе мы обучаем вас быть профессиональными мультипликативными маркетологами. Можете разобраться и в SEO, и в контексте, и в таргетинге. Вообще, в принципе, во всех там около 100 разных инструментов, связанных с увеличением продаж в интернете, которые мы вам преподаем. И идея, и цель задач нашего курса, чтобы человек, пройдя его, мог сделать себе X30. Мы с вами сегодня сделали X20, не особо заморачиваясь, но X30 тоже реальный. Вопрос уже, как вы этот X обработаете. Пройдя курс, вы можете освоить более 20 разных профессий, и в итоге вы получаете диплом. Курс построен так, что обучение полностью дистанционное. Мы обучаем, вы делаете, мы проверяем, вы внедряете. Это кураторство. Есть преподаватель теории, есть преподаватель практики. Те, кто хотят трудоустроиться, трудоустроятся во время обучения. Но при этом половина аудитории – это предприниматели, которые приходят для того, чтобы разобраться в этих инструментах. И, типа, сделать своими руками. Некоторые так хотят, некоторые хотят просто понять, как управлять сотрудниками. Некоторые хотят понять, как мне нанять себе агентство и правильно управлять им. Кто-то приходит для того, чтобы нанять себе сотрудника из США студентов курса. Люди, которые приходят как специалисты, приходят для того, чтобы получить свою квалификацию, найти себе работу. Но приходят даже люди с 10-летним опытом. Это тоже нормально, потому что мы на гребне инноваций в технологиях маркетинга. Мы можем многому обучить вас и ваших сотрудников. Для тех, кто любит просто не заморачиваться, хочет заказать услугу, конечно, без обучения я вас в этом случае не оставлю. Но у нас есть предложение по услугам маркетинга, где мы для вашей компании можем собрать дистанционный отдел, может быть, небольшой отдел из двух, 40 человек, может быть, огромный отдел. У нас был рекорд 35 человек было в команде по маркетингу, который уже будет увеличивать продажи для вашего бизнеса. Соответственно, если вам интересно, это мой контакт, тут мой телефон. Делать креншот на самом деле смысле нет. Почему? Потому что у меня для вас есть такое предложение, что я для двоих из вас, а судя по активности у тех троих, кто подписался в чате, есть все шансы, я вам подарю две консультации, стратегии для вашего бизнеса, либо бизнеса вашего клиента. Что нужно сделать для этого? Нужно отправить смс-ку на мой телефонный номер. Эта смс-ка также будет в том числе и заявкой на, возможно, заинтересовавшие вас услуги, либо обучение, либо непосредственно в клубе маркетинга. Все, кто отправят, получают в подарок книгу «Сео для бизнеса», мой видеосеминар «Сео для бизнеса» трехчасовой и эту презентацию. Это будет ваш бонус. Если вам это интересно, то, пожалуйста, вот мой телефонный номер. Нужно написать фамилию, имя, отчество, телефон, имейл, должность компания. Соответственно, если есть какие-то вопросы, то вы можете их написать сейчас в чате. После того, как все закончится, я вам в чате на них уже отвечу, чтобы, наверное, не сдаваться в тайминге и не забирать время у следующего спикера. Так, ну что? Тогда на всякий случай пишу вам телефон сюда. Это мой номер, я беру его сам. По поводу... Да, ну тогда, наверное, я благодарю организаторов. Вот, приношу извинения организаторам за небольшую задержку со стартом. Вам всем желаю успехов, будьте более активными. Если вы внедрите хотя бы 5% из того, что я вам сегодня рассказал, вы уже сможете зарабатывать намного больше. Если хотите больше, то, пожалуйста, буду отведать вас на своих курсах. Вот. Либо можете добавить меня в друзья. Это мой ВКонтакте. Добавляйте меня там. Пишите вопросы и так далее. Все. Всем большое спасибо. Всем пока. Леонид, спасибо за выступление. Было отлично и исключительно полезно. Роману Будину, который представляет Ассоциацию Ком-маркетинга. И сразу после него выступит Ольга Ес, которая расскажет про СММ-маркетинг, про контактирование через социальные платформы, социальные медиа. Ну а пока, Роман, тебе слово. Сейчас мы увидим тебя. Привет, Олег. Здравствуйте, коллеги. Как у меня со связью? Поставьте плюсики, если... Есть звук, есть видео. Отлично, спасибо. Итак, сегодня я хотел бы рассказать вам о Ком-маркетинге и как это направление можно использовать для того, чтобы увеличивать ваши продажи, сокращая для этого затраты. Всегда так звучит очень волшебно. Некоторые даже начинают сомневаться в реальности. Давайте по следующему плану тогда пойдем. Я сначала немного расскажу об ассоциации, чем она занимается, как может вам помочь, в частности, в том, что я сказал. И после этого уже перейдем к маркетингу. Более подробно расскажу о формах, как применять, кейсах, каких-то дополнительных инструментах. И в самом конце еще расскажу, как правильно организовывать проекты для того, чтобы делать это все качественно. Ну, наверное, вообще очень многие знают о Ком-маркетинге. Ну, такого единого понятия у нас нет. Возможно, кто-то знает это как кросс-прома, кто-то как Ком-маркетинг, Кросс-маркетинг, Ком-брендинг. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если кто-то вообще, ну, это направление в своей деятельности использовал хотя бы раз. Есть такие? Или все в новинку будет? Так, плюсиков нет. Ну, хорошо, тогда буду рассказывать более подробно со всеми нюансами. Итак, начну с нескольких слов об ассоциации Ком-маркетинга. Основная задача... Новинку. Основная задача – это развитие направления совместного маркетинга в стране. Для решения этой задачи мы используем три основных инструмента. Первый из которых – это онлайн-портал для поиска партнеров и идеи для Ком-маркетинговых проектов. На портале достаточно зарегистрироваться и в режиме реального времени найти партнеров, провести с ними необходимые переговоры, установить контакты и запустить проекты в работу. Вообще, если говорить о Ком-маркетинге, да, там, совместном маркетинге, взаимной рекламе, как часто называют, большинство коллег отмечают трудность именно восстановления контакта с потенциальным партнером. Часто мы слышим кейсы и сталкиваемся с такими кейсами, когда две компании ищут друг друга, пытаются связаться, договориться о каком-то партнерстве, но все их усилия заканчиваются на монотонном голосе секретаря. Мы перезвоним вам, потом отправьте нам предложение на почту, и сотрудничество дальше не идет, хотя компетентные сотрудники из двух компаний пробуют с друг с другом связаться. Другая сложность, которую мы встречаем, это когда две компании уже установили контакт, но вместо того, чтобы искать какие-то реальные точки соприкосновения, думать над совместными проектами, идеями, они начинают мериться, чья компания крупнее, могущественнее и так далее. И все это приходит не к какой-то коллаборации, а все приходит просто к разрыву отношений, проект дальше не идет. Так как ко-маркетинг у нас в стране еще разве достаточно слабо, многие также не знают вообще, с чего им начать. Какая идея проекта есть и как это можно применить в жизнь. Опять же, на портале ассоциации, кроме раздела поиск партнеров, где можно найти партнера, можно найти идеи, для этого достаточно просто посмотреть кейсы, которые уже существуют. Если говорить более подробно про портал, то на данный момент там уже более 3000 компаний-участников, которые тысячи проектов согласовали, и сейчас, если не ошибаюсь, около 400 активных предложений висит на сайте. Другое направление, которым мы помогаем развивать совместный маркетинг в стране, это организация проектов. Это на самом деле ключевое наше направление. Ежемесячно мы десятки проектов для самых разных компаний делаем, то есть помогаем им как находить партнеров, так и реализовывать проекты. То есть сопровождаем проект на всех его этапах. Например, на примере взаимной рассылки есть компания, которая, например, хочет осветить какие-то свои промо-предложения, например, перед Новым годом это будет, для лояльных аудиторий партнеров. Они обращаются к нам, и мы самостоятельно определяем для них либо компании, которые потенциально интересны, с кем вам необходимо сотрудничать, либо критерии выбора этих компаний. После этого мы уже связываемся с партнерами, обо всем договариваемся. Партнеры – это другие компании, например, две компании ритейлера. Все согласовываем, осуществляем контроль обмена контентом, иногда это готовим контент, и смотрим уже, чтобы две компании взаимодействовали, и партнер нашего заказчика выполнил все взятые на себя обязательства. Третье направление, которое мы также развиваем в Кроспроме в нашей стране, это организация тренингов. Как правило, это выглядит в виде таких интенсив-курсов, где за один день мы не только рассказываем о каких-то теоретических вещах, как лучше эти проекты организовывать, но также с помощью коучинговых специальных методик наводим людей на идеи для проектов, которые подходят непосредственно их бизнесу, и сразу среди других участников ищутся потенциальные партнеры для организации проектов. Очень часто приходится слышать отзыв, что люди за один день интенсива находят себе партнеров на полгода вперед и уже занимаются закрытием таких проектов. Это если вкратце о том, чем мы занимаемся. Теперь давайте перейдем непосредственно к кумаркетингу. Как я сказал, кумаркетинг – это такой, наверное, уникальный канал коммуникации, инструмент коммуникации, который позволяет сокращать затраты на маркетинг и рекламу и увеличивать при этом продажи. Ну, звучит, повторюсь, не очень-то реально, очень многие там с скепсисом относятся к этому, но опыт большого количества компаний, огромное количество кейсов и, в частности, ряд исследований отмечают, что это действительно так. В частности, да, вот на слайде мы видим, что Гузалин и Хэмилтон свидетельствуют, что 20% доходов крупнейших компаний получено в рамках альянса стратегических. PricewaterhouseCoopers отмечают, что каждая четвертая компания, быстрорастущая в Америке, функционирует в нескольких по маркетингу соглашениях. Ну и каждая из 500 крупнейших компаний мира, по оценке Carlson's Hawk Management, вступила в среднем 60 союзов с брендами других компаний. Но по моим личным ощущениям, вот эти 60 союзов с брендами других компаний – это как-то очень заниженная цифра, потому что, знаю, сотрудничаем с большими мультикатегорийными производителями, международными компаниями, и могу сказать, что они в 60 союзов вступают, наверное, в год, а не всего. Вообще, кросс-прома сейчас достаточно популярное направление, и именно за последнее время оно стало очень сильно развиваться в связи с теми обстоятельствами, которые у нас в экономике происходят. Вообще, многие товары мы бы, в принципе, не увидели, если бы не было никаких кумаркетинговых коллабораций, и даже целые рынки не появились бы. Например, когда разрабатывали ЖК-дисплея, это вообще производство Тошиба с ЭБМом, они заключили определенный факт разработки ЖК-дисплея, с которым мы сейчас не можем себе представить. А почему-то презентация сбилась. Так. Я здесь, меня слышно? Я в эфире еще? А, вот, презентация появилась. И так, ну, да, много чего бы мы не узнали, и много чем бы мы не воспользовались, если бы не было кумаркетинговых коллабораций. Так, давайте тогда к следующему слайду уже переходить. Вообще кумаркетинг, и я прошу вас в рамках данного тренинга взглянуть на вашу компанию именно с точки зрения анализа неиспользуемых активов, которые у вас в компании есть. То есть это могут быть базы клиентов, какие-то ваши, я не знаю, оффлайн-торговые точки и многое другое. То есть это ваш актив, он вам фактически никакого дохода, никакого профита не приносит. Если вы данными активами будете обмениваться с другими компаниями, то это позволит вам не только увеличить продажи, а создавать какие-то уникальные торговые предложения, увеличивать там, в принципе, клиентскую базу. Все мы знаем, да, как сейчас трудно дистанцироваться от конкурентов, у многих от слова УТП, да, уже голова болит, они не знают, где его искать, потому что у многих рынков достаточно такие уже конкурентные и отличный способ именно дистанцироваться от конкурентов, это сделать какую-то коллаборацию со смешным товаром и это вас выделить на фоне конкурентов, при этом вам это не будет ничего стоить, потому что, по сути, за это вы просто отдадите какие-то свои неиспользуемые активы и, может, еще дополнительные промо получите от партнеров. В принципе, совместный маркетинг может применяться с компаниями самых разных сфер и масштабов бизнеса, то есть тут не надо замыкаться и говорить, ой, ну, для моей компании это не подходит. На самом деле, это подходит для всех компаний, но если говорить, там, для кого, ну, проще, наверное, да, такой тренд на рынке, это, конечно, ритейлеры, которые делают взаимную рекламу путем обменов какими-то там скидочными купонами, они просто, ну, первые стали это применять. Вот, я думаю, что листок Sunlight уже многие там получали, когда у них там были вообще десятки партнеров с одной промо-механикой, и это с точки зрения стоимости льда была, наверное, одна из лучших программ вообще на рынке. Вот. Если говорить о развитии, да, там, к маркетингу в мире, то по некоторым данным, например, в Штатах, 70% компаний регулярно используют какие-то к маркетинговые инструменты. Если говорить о России, то по оценкам ассоциаций, меньше, там, 10% делают это регулярно, порядка 15% делают хотя бы раз к маркетинговые проекты. Это, на самом деле, очень странно, потому что все-таки в условиях тяжелой экономической ситуации этот инструмент выглядит особо интересным, но и многие рынки стали у нас уже достаточно конкурентными, чтобы искать какие-то новые решения, а не в рамках стандартных действий. Вот. Но я думаю, что данное направление у нас будет развиваться, где-то через 3 года мы там 30% компаний у нас еще будут делать кросс-промо регулярно. Вот. Теперь давайте попробуем так теоретически взглянуть на к маркетингу, немного с ним разберемся. В таком формате вообще данное направление не имеет каких-то единых определений, потому что никто, ну, кто-то называет кросс-маркетинг, кто-то по маркетингу, по промо и так далее. Я предлагаю взглянуть именно на направление совместного маркетинга с точки зрения глубины маркетингового взаимодействия. И, ну, какие-то термины сейчас ввести и по ним потом пойти. Потому что, ну, текущие трактуются очень широко. Самое простое, да, вот в предложенной системе координат, самая такая элементарная форма хумаркетинга, это двойной брендинг. Фактически это такие совместные продажи, да, можно сказать. И данная идея базируется на том, что ваш товар будет лучше продаваться, если рядом с вами продается какой-то смешанный товар. На самом деле мы эту форму по маркетингу не замечаем, но мы встречаем ее ежедневно. Как, ну, вот такой пример, когда в каком-то продуктовом магазине традиционной розницы вместе там с Бакалеей рядом какой-то другой предприниматель арендует там какое-то себе место для продажи, там, я не знаю, сухофруктов или сухофруктов, овощей. И фактически это два предпринимателя совместно существуют, и они за счет друг друга увеличивают свои продажи. Но сейчас понятно, что мы это видим там в гипермаркетах, в каких-то торговых центрах, когда люди не хотят идти в отдельно стоящие магазины, им гораздо проще прийти в какой-то торговый центр. И за счет этого компания, которая представлена в торговом центре, увеличивает свои продажи просто за счет соседства с другими магазинами. Вот. Это такая простейшая форма. Повторюсь, она, ну, мы ее не замечаем, но она существует, и если вы о ней не задумывались, то может это как-то и вам пригодится. А следующая такая форма, это мероприятие кросс-маркетинга и кросс-прома. Они предполагают пересечение двух брендов, продукции двух компаний в рамках одного рекламного поля. То есть, когда либо две компании совместно в рамках одной коммуникации, в рамках одного информационного повода рекламируются, или это может быть, когда две компании занимаются перекрестным передвижением, друг друга продвигают по своим клиентским базам, по своему трафику. Ну да, фактически это идет обмен трафиком. Мы более подробно потом поговорим о кросс-маркетинге, кросс-прома, потому что это, конечно, самая такая активная часть всего локу-маркетинга, и большинство компаний, когда думают о маркетинговых коллаборациях, именно подразумевают эту форму. Следующее направление это коллекционная программа лояльности. Это когда несколько компаний образуются в единый такой маркетинговый пул, который действует под отдельной торговой маркой и позволяет им совместно продвигать товары свои или услуги. В данный момент таких коллекционных программ лояльности в чистом виде практически не осталось. Но самый такой яркий пример, который многие, наверное, помнят, это малина, которая перестала существовать. Основная причина здесь, конечно, что коллекционные программы лояльности, они очень трудны в управлении, и потому что вам надо огромное количество разных знаменателей привести к единому, потому что у всех разные цели, задачи, и там просто очень трудно договориться. Вообще коллекционки, они постоянно появляются, умирают. Сейчас такой именно тренд идет, когда отраслевые коллекционные программы лояльности появляются, например, в сегменте DIY, когда компании понимают, что если кто-то будет приобретать какие-то строительные материалы, они будут приобретать также, например, пластиковые окна, еще, 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 если они там либо делают ремонт, либо у них строительство идет масштабное, и они вовлекают какой-то пол компаний, не конкурирующих между собой. Цель, конечно, всех коллекционных программ и лояльности, чтобы клиенты смогли закрыть все их потребности в рамках одной партнерки. Если говорить про западные коллекционные программы лояльности, как правило, они содержат в себе какие-то там продуктовые супермаркеты, гипермаркеты, операторы мобильной связи, АЗС, банк, другие магазины, таким образом клиенты могут в рамках одной партнерки скрывать все свои потребности, и это очень, в общем-то, им удобно. И последнее такое направление или форма кубаркетинга это кубрендинг. Это такое максимальное вовлечение, когда две компании взаимодействуют путем объединения своих каких-то технологий для создания нового товара или услуги. можно выделить два таких поднаправления кубрендинга. Первое, это когда одна из компаний и партнеров практически предоставляет только эмоции в виде своего бренда. Вот приведу пример, когда ноутбуки брендируются либо в Феррари, либо Порше, и, соответственно, они несут такую эмоцию, что это быстро, мощно, но по факту колеса мотора от Феррари не ставится в ноутбук. Это только эмоции. Другой вариант, когда две компании объединяют именно свои технологии для создания какого-то действительно нового товара. Например, кроссовки Nike и Pod. Реально кроссовки, реальные технологии Apple в рамках одного продукта совмещаются. Таких опять товаров вы можете много примеров на рынке найти. Это такая уже самая прогрессивная форма по маркетингу. Теперь давайте более подробно поговорим о кросс-проме, потому что если мы будем на практике захотеть применить по маркетингу в ближайшее время, то, скорее всего, это будет кросс-пром. Здесь на данном слайде представлено два основных примера. Это когда происходит взаимная реклама, то есть обмен сертификатами, когда джинсовая симфония и барбершоп обменивались флайерами, соответственно, скидки друг к другу. Это такая взаимная реклама идет. И справа это идет совместная реклама, когда Рено и кинотеатр в рамках одной рекламной кампании объединялись для того, чтобы зайти с совместным информационным поводом. Вообще, там было промо, запишись на тест-драйв Рено, получи в подарок билет в кинотеатр или скидку на билет в кинотеатр. Вот, это такие два примера, с которых мы начнем. Вообще, кросс-прома достаточно много в последнее время стало, и мы у себя выделяем четыре его основных направления. Как я уже сказал, это взаимная совместная реклама, но это 80% от всего. Тут также есть примеры, когда Коляев с Ремитом обменивался, опять же, сертификатами, или можно Монополию Макдональдс вспомнить, сейчас, кстати, она опять идет. Это взаимная реклама, все компании, которые входят в фул, Монополия обязана на своих сайтах, своим каналам коммуникации среди своих клиентов распространять это промо-предложение, а Макдональдс по своим каналам коммуникации вообще очень широко за свой счет именно презентуют Монополию. Совместная реклама, это, повторюсь, когда две торговые марки в рамках одного информационного повода рекламируются, но здесь отлично уникальное торговое предложение, и отлично друг другу компания дополняют. Третье такое направление купакинг. Купакинг это не обязательно, когда два товара примотаны друг к другу, хотя, конечно, таких акций очень много, в частности, делали кейс, когда к оливковому маслу привязывали специи, но это отлично, продажи очень сильно возрастают, потому что среди прочего, но это, во-первых, привлекает внимание клиентов, во-вторых, это дополнительная ценность. Но не обязательно смотка двух товаров, это может быть размещение какой-то информации на упаковке партнера, или когда вы вкладываете сертификат в упаковку партнера, или даже это может быть не только сертификат, а стикер на упаковке партнера. Выбирать именно форму пакинга важно с учетом каналов поставки. например, ваш партнер с которым вы сматываетесь, или которому вы какие-то флайеры предлагаете с вашим продуктом, важно понять, как он разводит продукты по магазинам. Скорее всего, он отправляет всю свою партию на распределительный центр какой-нибудь сети, например, это будет перекресток, карусель, и уже с РЦ, с распределительного центра этот товар разъезжается по магазинам, и ваш партнер на самом деле не знает, какие именно торговые точки, в какой срок, даже какие регионы, не всегда знает. Он знает в рамках одного логистической зоны, но в какие города он не знает, когда придет продукция. Поэтому это важно учитывать. Сейчас, если говорить про пакинг, самая такая интересная штука, это все-таки стекерение продукции, когда, например, мерчендайзер партнера будет приходить в магазин, и вместе с выпадкой продукции на товар, который уже стоит на полке, размещать ваш стикер, где будет промо-код, с помощью которого вы сможете получить призы, подарки второго партнера. Ну, и последнее направление кросс-прома это кросс-мероприятия. Здесь они очень часто выражаются, когда, например, происходит запуск какой-то новинки, например, нового Самсунга, и в каком-то флагманском гипермаркете проходит его презентация. Или, например, когда был интересный кейс, когда компания, которая автодилер, презентовала новый автомобиль, это был семейный кроссовер, им необходимо было найти площадку, где они смогли провести бесплатную демонстрацию, также получить партнерский трафик, и у нас на площадке они нашли себе роль партнера компанию, которая детские развлекательные центры, там провели презентацию, охватили огромный трафик, получили лояльность аудитории, и пока дети играли, родителям как раз было нечего заняться, они с удовольствием в этом венте приняли участие. Теперь давайте рассмотрим основные опции для обмена с партнерами, это очень важно, это такой некий чек-лист, тут, конечно, представлены не все возможные опции, которые существуют, но если вы будете проходить по ним, то, наверное, большую часть ваших возможностей вы поймете. Чем можно вообще меняться, что вашему партнеру может быть интересно потенциально, что вы от него можете получить, но это, конечно, всевозможные рассылки, имейлы, смс, пуши, если у вас есть мобильное приложение, это могут быть какие-то взаимные розыгрыши в самых разных социальных сетях, предоставление скидки, продукции, сертификатов, места, площадки, все зависит от того, какой у вас бизнес, чем конкретно вы занимаетесь и какие у вас есть возможности. Очень многие, когда начинают искать потенциального партнера, смотрят, какие опции есть, ищут прям что-то совсем зеркальное. Если у меня база 50 тысяч адресов у моего рассылки, мне обязательно необходим партнер, у которого тоже база 50 тысяч адресов у моего рассылки. Это не обязательно. То есть очень многие на этом останавливаются, потому что таких партнеров себе не находят. Но вам надо найти просто партнера, у которого тоже есть ммм рассылка, возможно сделать мм рассылку в своей базе, вы уточняете какое у него количество контактов, если у него меньше, вы просите узнать, какие еще опции у него есть, чтобы уравновесить ваше сотрудничество. Или всегда можно сказать, ну давайте тогда мы сделаем рассылку не по всей своей базе, там у нас 500 тысяч у вас в тонну, мы сделаем на 100 тысяч тоже. Таким образом мы всегда можем договориться и совершить проект. Вообще, что касается адресов, в базах email-рассылок мы просто таких проектов проводим, по 10 в месяц, даже больше, и самые разные компании принимают в это участие, ну вот, количество адресов в базе абсолютно ничего не значит, это бывает, когда мы делаем проект на миллионную рассылку, который дает результат меньше, чем рассылка по 100 тысячам, то есть якобы, ну вообще база так-то больше в 10 раз, но она в 10 раз менее эффективна, поэтому на количество адресов не всегда стоит ориентироваться, скорее важна сама база, и вы можете просто спросить у партнера, в базе у него рассылки это клиенты, которые хотя бы раз совершали у него покупку, да, или какая доля в базе у него клиентов, и сколько там людей, которые просто так или иначе заполнили форму обратной связи у него там на лендинге или еще где-нибудь, таким образом они добыли этот email, потому что в двух разных ситуациях совсем разная лояльность клиента и выход с рассылки будет просто кратно отличаться. Также, когда вы думаете над возможными проектами и смотрите, какие опции у вас есть, не замыкайтесь в рамках одной опции, фактически это такие ингредиенты, салат, которые вы можете по самому разному смешивать между собой, и это поможет вам какие-то совсем нереальные проекты создавать, или постоянно какие-то новые итерации делать для своих клиентов, чтобы у них ваша промо не приедалась, пусть она будет партнерская, не приедалась, поэтому думайте, как вы можете их сомнительить, если, например, это будет какой-нибудь взаимный розыгрыш в социальных сетях, то он может быть также дополнен email-рассылкой или каналу коммуникации. Теперь давайте как раз взаимный розыгрыш более подробно рассмотрим, где представлено несколько опций, есть партнер, заказчик, каждый со своей стороны оказывает друг другу взаимные безвозмездные услуги, это организует розыгрыш в социальных сетях и обменивается призовым фондом. То есть фактически вы здесь просто предоставляете свою продукцию для того, чтобы партнер ваш разыграл ее в социальных сетях, это все ваши затраты. Ну и также делаете рассылку с информацией розыгрыша для того, чтобы привлечь больше аудитории. И в своей соцсети проводят опять же розыгрыш, в этот розыгрыш ничего не вкладывая с точки зрения призового фонда, его предоставляет партнер, как правило, кроме ценных призов, там за первые три места всегда предоставляет сутешительный приз или промокода на скидку, таким образом вы отлично потом меряете эффективность этого проспрома по партнерскому купону, по партнерскому промокоду. Вот, это такая механика, наверное, простая, сейчас очень много компаний ей пользуются, причем компаний вообще от ДТП до мультикатегорийных мультибрендовых компаний, она очень просто заходит, и все мы понимаем, что все движется в сторону социальных сетей, но все внимание, люди уходят в социальные сети, все хотят их максимально раскачивают. А розыгрыш это отличный инструмент, как и для продаж здесь сейчас, так и для просто раскачивания аудитории на перспективе. Теперь давайте более подробно поговорим все-таки, как организовать проект. Это для многих такой камень преткновения, с чего мне начать, что мне вообще делать, я не знаю, помогите. Вот, кстати, вернусь чуть-чуть на слайд назад. Если у вас нет идей по поводу механик проектов, вы видите опции, но не знаете, что вам конкретно сделать, можете посмотреть какие-то идеи в разделе примеры на сайте ассоциации или написать нам на почту просто запрос «хочу механики» и у нас менеджер бесплатно вам подготовит несколько механик, которые подходят именно для вашего бизнеса и которые вы сможете применять. Вот, теперь давайте все к этапам переходим к организации проекта. Первый этап не только наверное по маркетингу, где он везде первый этап правильно определения целей, надо все-таки понять, куда вы движетесь и от этого будет зависеть все остальное. Причем здесь цели могут быть самые разные, как, например, увеличение среднего чека, увеличить количество продаж, увеличить продажу какого-то определенного ассортимента, лояльность целевую аудиторию увеличить, ваши клиенты база точнее. Вы смотрите сразу, куда вы идете, в каком направлении вы двигаетесь. После того, как вы подумали, на цели определили, ее обязательно какие-то цифровые показатели цели учитывать, результаты вы хотите достичь в проектах ради проекта. Кому делать, я думаю, уже неинтересно. У нас кризис в стране когда-то начался, поэтому все хотят зарабатывать. Следующий этап, после того, как с целями вы определились, это этап правильного выбора партнера. И здесь он, наверное, из двух основных подэтапов состоит. На первом подэтапе вы вообще выбираете отрасли, с которыми вам хотелось бы сотрудничать. Это не обязательно должны быть смежные товары или услуги. Очень часто, кстати, нам приходится слышать, что по маркетингу обязательно должны быть какие-то смежные товары и услуги. Это совсем неправда и не надо на этом замыкаться. Все зависит от информационного повода, с которым вы будете заходить. Если, я не знаю, вы продаете, например, макароны и вы берете какую-то торфирму, она точно не сопутствует еще услуге, но информационный повод, вы можете какую-нибудь поездку в Италию при покупке вашей пасты что-нибудь устроить. Тут все зависит именно от той коммуникации, которую вы будете давать, под нее вы будете подбирать отрасли. После того, как вы определились с отраслями, вы уже определяете список компаний. Компании должны быть соизмеримы вашей компании по занимаемому на рынке месту. После того, как вы эти компании примерно определитесь, оставьте из них список. Это не обязательно одна-две компании, точнее, одну-две компании точно будет мало. Необходимо в идеале делать хотя бы компании 10, потому что когда вы будете в эти 10 компаний потом обращаться, не совсем у вас получится договориться и в принципе установить контакт. Соответственно, когда у вас уже будет список из необходимого количества компаний, вы запасом их набираете, после этого вы дополнительно с ними знакомитесь. Что важно? Важно посмотреть вообще, что о них думают их клиенты, если у них нелояльная аудитория, с ними партнериться наверное не стоит, то их проблемы будут на вас переключены вместо какой-то денежной эффективности. Посмотрели, что они в интернете пишут, как они себя ведут, какой у них ассортимент, вообще, как они развиваются, что список компаний утвердили, переходите дальше к формированию концепции проекта. То есть, когда у вас есть список компаний, вам нельзя просто говорить, ну, давайте мы какую-то интересную коллаборацию с вами придумаем, вместе посидим, так на самом деле разговор особо не двигается и все на этой идее останавливается. Поэтому вам надо какую-то примерную хотя бы концепцию выстроить, сразу продумать опции, которые у вас есть, и которые вы хотели бы получить. Если в процессе переговоров выяснится, что у партнера каких-то опций нет, вы всегда это докрутите, какие-то другие у него возьмете, какие-то другие предложите. Но должна быть отправная точка, от чего будет отталкиваться своих переговоров. В идеале сформировать какую-нибудь небольшую презентацию на несколько клайдов, это будет не только именно концепты вашего взаимодействия, но немного о вашей продукции, должен быть на рынке, чтобы партнер сразу понимал, кто к нему пришел и что будет, какой проект он ему предлагает. После этого вы начинаете установление контакта с потенциальными партнерами. Этот этап, наверное, на этом этапе чаще всего на кумаркетинг в стране заканчивается, потому что никто не знает, как правильно устанавливать все-таки контакты с потенциальными партнерами. Основная история, которая работает, это пойти к друзьям, с ними работали в других компаниях, наши бывшие коллеги, мы с ними устанавливаем контакты, партнеримся, и все супер, но эти контакты заканчиваются, новых на смену не приходят, и все, наш маркетинг закончен. Что делать дальше? Как вариант, это социальные сети, писать в социальных сетях, искать по компаниям и должностям интересных нам людей, писать им личные сообщения, звонить по телефону и предлагать наверное не стоит, этот этап проходили много раз, это практически никакой эффективности не дает. Как такой альтернативой, которая реально быстро решает проблему этот портал, о котором я рассказывал сначала, здесь все, конечно, будет зависеть от вашего предложения для потенциального партнера, если вы будете предлагать скидку 5% для его аудитории, вряд ли вы там быстро найдете себе партнера, но если у вас конкретный интересный оффер, то здесь много кейсов, когда у нас компании за несколько дней на портале закрывают себе партнеров для партнеров на полгода вперед и потом занимаются только их реализацией. Это основные способы установления контакта. После того, как вы уже с кем-то связались, проект обсудили, необходимо согласовать условия для маркетингового соглашения. Маркетинговое соглашение это не обязательно какой-то юридический документ, это может быть письмо о намерении какое-то, не обязательно его подписывать, все зависит от требований к документу оборот вашей компании. Смотрите сами. Конечно, многие любят перестраховываться и его подписывать. Я думаю, юристам вам составят необходимую форму. Или опять же нам можете написать, мы вам поможем в этом вопросе. Но тут самое главное просто в процессе фиксации договоренности, неважно в какой они форме смеют документы, учесть географию, механику, кто будет с обоих сторон участвовать в проекте. Обязательно тайминг-план покажите, кто, когда, что делает. Вот. Время. Время. Давайте я тогда закругляюсь. После того, как вы все согласовали, проводите тестовый запуск, после этого докручиваете механику и расширяете сотрудничество. Каждую следующую итерацию какой-то новой опцией снабжаете, и все будет супер у вас. Спасибо за внимание. Всем удачи, хороших коммуникаций. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. Ольги Ес. Она уже у нас с минутой на секунду появится как раз уже в эфире. Ольга, присоединяйтесь, ждем вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше, какие-то технические сложности К сожалению, видимо, придется На другое мероприятие А я тогда буду подводить итоги Текущего дня Олайн конференции Спасибо за ваше участие Надеюсь, что выступление наших спикеров Было полезным для вас Запись обязательно мы Обязательно вам отправим Все презентации вы точно Так же получите и будем рады видеть вас вновь на наших мероприятиях. Мы будем готовить новых спикеров. Опять же, попробуем с Ольгой выступить уже отдельно. Еще раз вас благодарю за ваше участие в нашей конференции. Было рад вас видеть. Спасибо и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...